Войны Севера здесь Дракары смазаны Припасы заготовлены Да, я не на пати Майкрософта сегодня Потому что как я мог пропустить это? Ну вы что? Меня приглашали, но я такой, ребят Я все понимаю Да, конечно, запуск консоли раз в 7 лет Но как я пропущу старт Assassin's Creed Valhalla Всем привет Сегодня будет без хромаке Потому что у меня Прекрасная толстовка В тему И, к сожалению, она захватывается хромакеем И я буду сидеть здесь просто с прозрачной грудью Нормально, пойдет На фоне стены Нам предстоит длинная ночь Нам предстоит длинная ночь Потому что сегодня я буду стримить до Талова, как я уже обещал Такие игры Я не знаю, не разбираюсь в этих ваших приколах стримерских Так, Enter Remia Спасибо за 3 месяца 3 месяца в походе Марафоним до финальных титров Ну, до финальных титров, наверное, все-таки у нас не хватит времени в суток Витя немножко погромче Себя В смысле прям себя Тихий голос Виктор А так А так Нормальный? Слышно ли меня? Так вот, о чем мы О том, что сегодня предстоит долгая, длинная, темная ночь Поэтому я подготовился Конечно же Легендарный напиток всех стримов и презентаций Ну, безусловно Они всегда идут в комбо вместе с Доритас Уже одну пачку вскрыл, насыпал себе в таз В таз Натуральный, кстати, таз Приготовил даже сальсу Так что, на самом деле, я готов для того, чтобы стримы смотреть А не играть, если честно Даже играть не хочется Хочется смотреть какой-нибудь заебатый стрим по Вальгале Вкушать все это А не работать Так, почему у меня отображаются Сообщения не так, как я хочу Понимаю, что сегодня не про это Но какого числа в планах Godfall Онион Николай Спасибо за 4 месяца Ну, Godfall, ну, видимо, 12-го У нас вообще плотная сейчас неделя какая-то получается Вальгала, которая просто непонятно Сколько часов сожжет Я не знаю, буду ли я ее марафонить вообще Ну, типа, несколько выпусков Я честно Я вчера поиграл чуть-чуть, признаюсь Чуть-чуть Что просто посмотреть, как она захватывается На консольного поколения Работает ли у меня карта захвата вообще С этими устройствами космическими Ну, вроде все прошло Я там поиграл Оторваться было сложно Но фиг его знает, что там будет часов через 5, 8, 10 Может, все-таки Ubisoft в худшем проявлении этого слова Хотя я слышал разные отзывы На самом деле разные Не все восторженные Есть очень разные Но, что называется, давайте убедимся Сами Вот Но Обязательно придется делать перерыв На Godfall На Call of Duty А, это у меня сообщение о подписке Да-да-да-да-да Это же не то Так, Кейт Рейнер Спасибо тебе большое 6 месяцев Привет, Витя Все Экинги Валькири Счат Остальным сочувствую Посижу с вами немного И сама вернусь в Альгалу Поздравляю Я так понимаю, что тоже играешь Круто Круто Все рубимся Ну или Пытаемся разобраться Ну что Поехали Развернусь К своему Широкому Монитору А то Что же Что же за Next Gen На небольшом Смотреть Хотя Это не 4К Пока Я Я тоже Не сильно готов К Next Gen Но Но Спрашивается Зачем мне убрать Если нет 4К Ради Быстрых загрузок Мощности И всего такого Так Ну мы начнем с новой Да Итак Игра Сходу Предлагает Себя настроить Мне вот это понравилось А Вот оно Да Работает Привет Псы Неуважаемые Убереги Пусть Британские Земли Вопьются Ваши Скандинавские Задницы Удачи И всем Прекрасной Ночи Спасибо Хан Спасибо Рад что Ты с нами Смотри Как воевали Люди Севера Пока Вы там Коней Пасли Итак Игра Предлагает Себя Настраивать И предлагает Несколько Этапов Настройки Первое Это Сложность Исследования Мира Чтобы это Не значило Искатель Приключений Более подробный Интерфейс Подскажет Как получить Награды По сказке Видны Издалека Окей Речь о том Как будет Формироваться Вот этот Ubisoft Ландшафт Будет ли у тебя Россып Этих вот Значков От которых Там Глаза Покрываются Туманом Либо Будет Такой Red Dead Redemption 2 режим Когда ты Ходишь И сам Не знаешь Куда Ити Я не Уверен Кстати Что играм Ubisoft Подходит Вот этот Режим Минимальные Сведения На карте Интерфейс Ради ощущения Реальности Игрового Мира Ребята Давайте Будем Будем Честными Ну какая Реальность Игрового Мира В В играх От Ubisoft Особенно В Assassin's Creed Вы знаете Я за достоверность Особенно Если речь идет Об исторических Играх Но Во-первых А Все-таки Надо Делать Скидки А во-вторых Речь идет Об Assassin's Creed Который Мы знаем Уже С самого Начала Он Не то чтобы Недостоверный Это фантастика Поэтому Все-таки Игры Игры от Ubisoft Особенно Assassin's Creed Открытые Миры От Ubisoft Это Это парк Развлечений А в парке Развлечений Я хочу Чтобы была Навигация Это парк Ребят Весело Весело Туда Американские Горки Туда Пожрать Повыпить Туда То есть Ну Игры Ubisoft Работают Именно так Это парк Развлечений Поэтому Давайте Поставим Норму Я не Вот честно Вообще не понимаю Зачем Вот это нужно делать Возможно Когда ты играешь 60 часов И ты такой Хочу новых ощущений Так что На норме Так Сложность Хамора Радужный Дракар С понями Удачного Погружения На дно Ольцгеймер Спасибо Надеюсь На дно Мы тут не погрузимся Все таки Будем На поверхности Плавать Итак Сложность Сражений Мы говорим Об Assassin's Creed Я попробую На Берсерке Я пробовал Уже Как я говорил Я побегал В принципе Не то чтобы Прям какая-то Дикость Как я вас понимаю Сложность Скрытных действий То есть Как видите Много уровней Настройки Это хорошо Настройте игру Под себя Если игра Дает возможность Спасибо Итак Послушник легко Assassin's Creed Но игра называется Assassin's Creed Стража внимательна И бдительна Как всегда Мастер Ассасин Стража более бдительна Следит за происходящим Что усложнит игру Но с другой стороны Мы говорим Об Assassin's Creed Где За спиной Стражников Можно танцевать Чечетку И они такие Ммм Это наверное Крысы Плюс Плюс Мы будем играть За викинга И я буду максимально Качать такого Злобного Рейдера Так что Давайте Мастер Ассасин В том смысле Что Ну ты нашел меня Да Ты молодец Попробуем Всегда можно будет Перенастроить Вальхало Да 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 Такой Ну что вы там Нашли меня Да Ух Как в анекдоте А может В другом месте Посмотреть Так Сейчас важно Умолкните Дети богов Умолкните Дети богов И слушайте Песнь О начале Времен Была Тьма Не было Ни песка Ни моря Ни земли Ни неба Ни трав Ни ветров Но В зияющей Костей Крови И мозга Был Сделан Мир Скандинавская Мифолокия Меж тем Пошла Сражайтесь Налил себе Монтин Дью Как они Наливают Мед Итак Ребята Вот оно Начало Поехали Если вы Хоть чуть-чуть Следили За ходом Разработки И в принципе За какими-то Историями Об игре Вы знаете Что у нас Будет выбор Между женским И мужским Персонажем Вас не удивляет Почему мы Начинаем играть Сразу по умолчанию За кого-то А потому что Посмотрите На Него Ниё Ну Такой Современный Несколько Взгляд На На Гендер В таком возрасте Непонятно Что-то Правда Ну Там Потом Объяснят Не забываем Что мы Находимся В виртуальной Реальности Если для кого Это откровение Простите За спойлер Это игра Про попаданцев Помните Мой главный Тезис Assassin's Creed Это игра Про попаданцев Вау Давай Ну чё Поздравляю всех С началом Next Gen Во-первых Ну и с тем Что черт возьми Выглядит это Реально неплохо Побываем На Перу Викингов Mountain Dew За ваше здоровье Виктор Викторович Поздравляю С началом Нового поколения И вас тоже Отличного стрима Без фанатизма Дисгасник Блажкович И тебя И всех вас Класс Я хочу быть здесь Очень круто Вот и ты Маленький Дрэнк Всё Ты Узнаешь Кунг Да Хорошо Пойдём А браслет У тебя Next Gen Воняет мокрой Козлиной шкурой И кислым пивом Не только Козлиной шкурой Сейчас увидите Ну Тихонько Подойдёшь И тут же Вручишь подарок Подашь его Вот так Взглянешь ему В глаза И скажешь Конангстюр Бьерн Да свяжут Навеки Наши кланы Дружба И любовь Сделаешь это Славно Сегодня Дви Мальчик Или девочка Определитесь Но Поскольку Русский язык В этом плане У нас Достаточно Гибкий И в данном случае Он к нему Обращается Как к нему Нормал Отдыхайте Ну поехали ПОДПИСИГ Как ничего не пью? Я пью Монтан Бью. Напугал. Ну, скажем так, длинный дом, скандинавский, они, конечно, увеличили раз в 10. Ну, то есть, это какой-то холл нереальный. Это холл торгового центра. Построить из дерева такое здание в раннем Средневековье, ну, в принципе, невозможно. А главное, заебешься его отапливать. Вы посмотрите на это. Длинные дома существовали, конечно. И длинные застолья, и очаг посреди дома, да. Но, ребята, ну, размеры голливудские, конечно. Ну, с этим ничего не поделаешь. Очень часто в играх все увеличивают, поскольку камера должна идти за игроком. Все должно быть такого гипертрофированного размера. К сожалению, этим страдает и кино, и игры. Очень огромный. Для длинного дома нереально огромный. Вон, как написали в комментариях, ангар. Да, это ангар для самолетов. Поиграл. Вот, скотина. Вся скотина живет вместе. Витя, а ты щупал младшего конца. Я к этому мелкому засранцу присматриваюсь с самого анонса. Хочу взять за дело на биосгеймбасса. 4к телеканья. Да и не нужно. Стоит брат. Стрим только лема. Его носил твой дед. Покажем Сигурду, что мы вчера сложили. Для меня вы все как девки широкоглазые. Но все же лучше девчушку. Хоть смотреть с меньшим отвращением буду. Да. Да, папка, поди сам не в курсе. Родилась четко. Всем некстгены крутого стрима. Да. Спасибо, Кит. И спасибо, Сэйнт 47. За то, что присоединяешься к нашему Дракару. Так, кто-то писал в комментариях, сын ли это Конунга. Нет, наоборот, это не сын Конунга. Мы хотим породниться с семьей Конунга. Так, Серджу. Младшую консоль. Младшую консоль, к сожалению, не щупал. Я согласен, что она, мне как пользователю, тоже интересно посмотреть, как на ней все работает. Но она по много раз мощнее, Serious S мы имеем в виду, мощнее, чем Xbox One X. Поэтому на самом деле, как компромиссный вариант, на ближайшие несколько лет, Serious S на самом деле, на самом деле интересный вариант. Эйвер, стой. Вот, эээ... Конунга зовут Стьюр Бёрн. А наш отец это Варин. Эйвер, Эйвер, идем. Да свяжет на веки наши кланы дружба и любовь. Спасибо, Эйвер. Если сделать чуть поменьше. Отныне и на век я связан с тобой. Так, мне... Умлите залы королей. Помчится песнь конем морей. Всем Mountain Dew. Поэтов мед я в чашу лью. Калору есть, тебе пою. Ну, кстати, обратите внимание, что аранжировка соответствующее времени. Не играет никак... Не играет никакая вардруна и неосуществующие инструменты. То есть они просто стучат по столам. Мюзикл начинается, да? Погнали А, хотя я ребенок еще, господи Может папа сам не знает Дочка это или сын Ну так Пропадал в походах А матушка ему не сказала О, у меня какая теория появилась Ничто не истина пока не отделится От ветвей их просили Ничто не истина? Где-то я это слышал Так Это наша матушка Пошла, Руда Эй, врачайный Хорошо Блин, нифига себе Нифига себе У них снаряжение у всех А вот пошла электронная музыка Теперь пришла твоя очередь слушать ты, Трэл Прими судьбу и умри как трус перед своими людьми И я пощажу остальных Нет, любимый, не слушай Кьетви жестокий Ну, конечно, затравочка здесь Очень какая-то Примитивная Ты пощадишь их? Даю слово Нет Нет, Варен Нет, Варен Возьми свой топор Понятно Свен Свен Мудло У нас нарисовывается история Если помните Алды здесь Кто помнит про Свена Мудло Надо будет исполнить Если здесь будет возможность Ну, даром, что он весит немного А так вообще-то Это Это гроб Мы тут все Из Свен Мудло Воу Вообще Жутковато 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 Для самого начала Еще и волки Ну, все Я что-то не то нажал Я Я Я проиграл Простите Гейм овер, ребят Я что-то не то нажал, наверное Там нужно было Выбрать, куда бежать Плохая концовка Это даже не плохая концовка Это плохое начало Титры пускаются Два разных потока данных Совмещенных в одной ДНК Непонятно Исправь или вытащи меня Могу распарсить потоки фильтром Подожди Так, порядок Точно? Не знаю, что случилось Распарсить потоки фильтром Выбери один поток для стабильности Есть и третий вариант Анимус может смоделировать личность На основе мощности сигнала Но решать тебе Итак Я могу выбрать То, что Эйвор был женщиной Все это время Позволить решать Анимусу Спорим, выберет женщину Вот Либо играть За Эйвора мужчину Смотрите Я хочу играть За Эйвора мужчину И По сексизм Не знаю Там Патриархат И прочая фигня Здесь ни при чем Ну просто Это Ну это Достоверно Ну мы играем за Грубого Мужлана Викинга Который бегает С двумя топорами Ну Камон, ребят Скорее всего Женщины отправлялись В походы Викингов Поскольку Викинги были Еще и колонистами То есть Помимо того Что они были рейдерами Понятное дело Торговцами Безусловно Они еще были колонистами А если ты колонист То скорее всего Ты отправляешься В поход Всем своим родом Получается Что Конечно же А поскольку Ну на корабле Места мало Да То скорее всего Женщины точно так же Наравне с мужиками Делали очень многие Вещи Несли Посты и службу Про валькирий Ну мы имеем ввиду Не валькирий Не мифических А имеется ввиду Шилдмейден Да Так называемых Которые стояли В одном строю Нам известно Мало на самом деле Но исключать этого Тоже нельзя То есть в принципе Если ты Вот Такая большая семья Которая путешествует И в принципе Не брезгует Проливать чужую кровь То скорее всего Все в этой семье От мала до велика От условного деда Заканчивая малолетними детьми Скорее всего В принципе Умеют Держать Хотя бы копье И когда Потому что Ты встаешь Где нибудь Лагерем И на тебя Могут напасть И дикие животные И соответственно Какие нибудь Такие же Такие же на самом деле Лихие ребята Как ты И твоя родня И поэтому я уверен Что в принципе И женщины И дети И старики Были готовы Давать отпор И в принципе Тренировались Потому что Условия жизни Такие Вот Но в целом Мне кажется Что Вот конкретно Это сага Сага об Эйвори На мой взгляд Она о мужике Но Игра дает тебе Возможность Выбрать Или Типа дать Ну Сделать рандом В принципе Когда игра Дает варианты Ну типа Ну не хочу я играть За За викинга мужика Хочу бегать Женщиной В принципе Смотрите Как она выглядит Тоже прилично Вот Игра дает возможность Это здорово Но Это сага Об Эйвори Мужике Ладно Зафиксирую И пойдем дальше Как я Как я подвел Красиво Ну посмотрите Как он выглядит Органично Ну Когда представляешь Себе викинга Сколько ты гонялся За мной Брат Волка Кьет Вежестокий 18 зим Сколько ему лет То получается Не обо мне Литвые сны Те что так жар Бокс Не сильно ли пердит От этой игры Неа Чуть теплый А это помнишь Топор Марина Оружие труса Что у ребенка Не было Хотя бы кинжала Какого то В таком возрасте Кирилл Атрон Ну может и был Но это же был пир А на пиру Наверное С оружием сидеть Не принять Будешь драться До самого конца Этого я не позволю Блин Ну кьетви Жестокий Выглядит пока Ребят Каким то Опереточным злодеем Будешь доживать Свои дни В рабстве И унижениях В муках И подохнешь В одиночестве Пусть его люди умрут И пусть страдают Эйвора брата волка Больше нет Мир позабудет Это имя Ну так убей ты его Господи Нет Продает в рабство Долбень Столько Кьетви Жестокий А Сохраняет жизнь Тоже мне Жестокий Эйвор Небось Прикончил бы Без вопросов Кьетви Кьетви Недалекий Кьетви 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 Я что тебе сказал Вот это Вот это Эйвор Жестокий Джеки Ча О Вот это По нашему Ворона зовут Сюнин Какие впечатления От геймпада Каких то прям Сильно новых Нет На мой взгляд Чуть апгрейдженный Геймпад Xbox One Xbox One X Но На самом деле Там просто был Хороший геймпад Сам по себе Он такой Универсальный Зрение Одина Видим Матч Зрение Или Зрение Бэтмена Так Хавчик Так Мы пополнили Себе Жизни Но я уверен Что здесь Можно еще Что-нибудь Грабан Конечно Мне честно Говоря Пока Вот То время Что я поиграл Мне пока Не очень нравится Как двигается Эйвор Несмотря Несмотря На то Что Окружение Здесь Ну Мое Уважение Просто Посмотрите На это Все Ну Это Офигенно Ну То есть Игра Выглядит Потрясающе Но Вот 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 Эти Движения Вот Эти Рваные Вот Это Вот Вот Эти Скачки Из-за Этого Драки Пока На мой Згляд Выглядят Менее Зрелищными Например Чем Цусими Но Это Мои Впечатления Были От Первых Двух Часов Игры Файтинговые Анимации Да Я согласен То есть Местами Напоминает Какой-то Так Морошечка 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 Моя Ягодки Вот То есть Местами Выглядит Как будто бы Действительно Такой Битэмапчик Вот Но Дайте Что называется Разогнаться А можешь Еще на потом Забрать Нет Как они Все не замерзают На самом деле Что в Red Dead Redemption И что здесь Реально Ходит Голый Блин С Растегнутой Шеей Без Шапки Ну конечно же Куда же без Осусина Лазим по всему В принципе Что Куда можем залезть Тоже довольно Резко Иногда За что он здесь Цепляется Я хер знаю Ну ладно Он викинг Ему виднее Мне откуда С ним соревноваться Просто Просто Одно левый Только из плена Вылез Уже Хоба Кстати Снег Снег Прекрасный Вот Элемент Мне казалось Что когда ты бегаешь С острой Катаной Как бритва Головы должны лететь Чуть почаще Здесь прям нормально Здесь вот Битвы как надо Где А Что Кто здесь А Ну давайте Подеремся По-быренькому Че Ну то есть Местами Местами Перебор Да Стелс А Нет Блин 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 Я думал Подобрать Что-нибудь Подобрать Ну возьми ты С него Шлем Я У меня Всегда Будет От этого Бомбить Всегда Будет Бомбить От этого Что Вот Лежит Полный Доспех Вы Че Это Это Сокровище Почему Не берешь Что Ты За Человек К Чему Это Гордость Непонятная Эта Игра Не про Стелс Незапно Да Конечно Я Поэтому На Стелс Общение Не рассчитываю Ох Морозец Свежо Березки Давайте Ну Зрение Ворона Конечно Куда Ж Без Него Ворон Красивый Графон Вроде Красивый А Вроде Пиздец По Первому Впечатлению Цусима Поприятнее Выглядит Цусима Кстати Которую Ругали За графен Очень Серьезно Почему То Я не знаю Цусима На первый Взгляд Выглядит Немножко Стильней Цусима Выглядит Стильней Но Теперь Вот Вы можете Понять Что Цусима На самом Деле Вот То Что У нее Очень Хороший Арт Дирекшн Она На самом Деле По Графену Она Гораздо Выглядит Слабее На мой взгляд Чем Волгала Вот Но Арт Дирекшн Там Мое Почтение Поэтому Она Выглядит Местами Прям Очень Хорошо До черного Флага Дотягивает Да Погодите Дайте Что называется Зоны Уехать Только Только Айвор Сбежал Эйвор Айвор Эйвор Whatever Мы ищем Своих Свою команду Подельников То есть По сути Игра Еще не то Что Не то Что Не разогналась Она еще Не начиналась Что по небу Облакам Все нормально Вроде Двигается Ну я Здесь Это Не видно Но В той Локации Где я уже был То я Зафиксировал Айвор Айвор по-русски Это Иван Нет Иван По-русски Это Иоан Ну Наоборот То есть Понял Здесь Лучше Не шуметь Погодите А это Что Это Голос Ведьмака Что ли Такой Стелс 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 Ведь это Стелс Это Стелс Это Это Стелс Это Стелс Это Стелс И Это Стелс Это Стелс Вот Это Стелс Вот Это Стелс Я больше не буду Игра, прости Прости, игра, прости Срочно греться Так, пойдем драться, погреемся заодно Сделать снимок, что я нажал Что началось-то вообще Мне кажется Мне кажется, это конец игры Но это труп, да Это пиздец Как вы думаете Это можно же сфоткать, да? А как убрать сетку? Это звуки Вся боль, короче, на лице Такой в глазах читается Господи, зачем я вообще сюда приплыл? Ну, согласитесь Вот вроде Вроде как бы ничего не происходило Ничего не происходило Вдруг раз Ситуация Ну, песочница Про это все Круто Играем Вот ты дурень-то, а То есть он сам Ну ты тупой Круто Ребят, ситуация Так, Авиценна Вижу сообщение Виктор, поддерживаешь нас Братья фикингов В нот над новембр Один у Ведас Да странную херню Какую-то вы придумали, ребят А секс Считается в нот над новембр Или нет? Всегда хотел задать этот вопрос Так, ну и знаменитые Головоломки Ассасина Если вы правда думали, что эта игра Очень сильно уйдет в сторону От ассасинов Нет Знаменитые Головоломки Найди Как залезть на 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 башню Я, по-моему, здесь уже Залезал И помню, как Твою ж мать Да нет Я не хвастаюсь Я спрашиваю Я же не говорю, что это у меня Обязательно Так Для друга спрашиваю Петя Что, что, новый ассасин Вышел Ну, согласитесь Его Даже в этом сеттинге Его нетрудно узнать И вот Шампур Кузнецов Кузнецов Просто я Мне все время Кажется, что это он Нет Это не Кузнецов Но он такой Под Кузнецова, да? Просто Отмудохал Есть, что пожрать? В воде лут забыл? Ну, какой там лут? Не, ребят Ну, короче, это Ну, давайте Без дурацкой Там, привычки Собирать все, что лежит Пропустил И пропустил Это РПГ К тому же У меня Ультимейт из Дании Я так понимаю Что мне дадут Какого-нибудь лута Прикольного Сергей Пономарев Ведьмак из Нетфликса Понял Понял Кто? Кто нахуй? С собой Можно взять? Нет Что ты видишь? Что ты видишь? И что, он ему Расскажет, что ли? Как у них связь С ворном Образовалась Вот это Расскажет мне Потому что Мне бы это было Интересно узнать Ну Разговаривать с воронами Это такое Ну как бы Не то что Не каждый день увидишь Так Идем освобождать Своих парней Мы задержались Кто? Какой-нибудь медведь Сзади подойдет Еще Это не ворон Это дрон Ну, наверное Папфайнер на геймпаде Другой мир Окей Ну просто, блин Вот на На консолях Мне что-то так Неохота играть О Это наш приятель Новый персонаж Даг Фига он огромный Думаешь, спасешь всех В одиночку И о твоем подвиге Сложат песню Виктор, Виктор На часы Новый геймпад Ну у меня есть Салфеточки здесь Если что Но я Я понимаю Я понимаю Ваше рассуждение Протру потом геймпад Да, отличный барбер Я согласен Встретимся у корабля Борода у него Прям что надо Такая вот Короткая Блин Мне тоже надо Подстричь бы уже Вот у меня Скорее больше На Эйвро похоже Но у Эйвро тоже Подведенные глаза Узкие лосины В этом Карне Состоит Кредо ассасина Алтан Хуянг Да Да Мне сегодня кидали В твиттер Шутеечку Итак Предметы Поехали Ведущая руку Ведущая рука Два щита Можно войти Тряпочкой Прикрыт Прикрыт вход Как обычно Но восторженных Тряпочкой 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 Просто не могу Да 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 Лучший забор Просто В истории Заборостроения Да Кейт Пока Хорошей игры Это незаконно Ну в целом На самом деле Да Это незаконно Ну то есть То что я сделал Это максимально незаконно То есть Если меня увидят Меня конечно убьют Ну не обязательно же Городить какие-то Прям совсем Непроходимые заборы Если ты Точно знаешь Что если тебя Обнаружат То тебе хана Если узнают Что ты проходил Без спроса Ну в современном мире Не всегда строят Все До неба Заборы Вот Потому что прекрасно Понимают Что если тебя заметят Ну у тебя будут неприятности И неизбежность Наказания Какого-то Ой-ой-ой Она должна Охолаживать Потенциальных Треспасеров Да пошел ты Да ничего ты не видишь Я Что-то вас Дожопайтесь Ребят Что-то ест Ой Блядь Стой Ну ладно Просто Блядь Ну куски Где долг Ого Можно было добить О-о-о-па Хорошо Черт его парирование Кто говорит Давай 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 Хорошо Такое ощущение Что он топор Оставляет А потом Доставит Новый Одноразовый Так Кто там Стреляет Из лука Да Да Что Да Что Ну что Стелс Стелс Ну что Молодцы Нашли меня Да Ну вон Все лежат Красиво Не Там прям Вот Разбитые Щиты Тут потом Случаются Когда такие Массовые драки То есть После них Там вот Люди Вот эти Вот висят Хранилище Запертое Воры туда Не проберутся Но крыша У него Ненадежна Если дождь Испортит товар Кьетви Будет в ярости Реки Вульф Хранилище Покажи мне Покажи мне Так А желтое Это че А Желтое А Состояние А Господи Слово Состояние Вот русский язык Я читаю это слово Вот видите Вот 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 тут Рядом Состояние Я такой Че это такое Состояние Чего Состояние Имеется ввиду Благо Состояние То есть Это сокровище Вот да Вот почему Не перевести бы Сокровище Состояние Ебать вас Тайны Понятно Артефакты Понятно Наверное Окей Это все Отображается Теперь у меня Опа Загрузочка Да Кто тебя заметит То Как заметит Так ты Глаза Ты им и выколешь Можно вот это Взять Пожрать Нет Вот Блин Вот я Очень не люблю Окружение Которое Часть Которого Является На самом деле Предметами Которые ты используешь Ну например Еда То есть Ты прям Натурально Здесь берешь Еду И ее ешь Зачем рисовать В окружении Вот такие вещи Которые Ты почему-то Не берешь И логики В этом нет Никакой Почему ты не берешь Ты берешь Морожку Блять Сраную Собираешь ее Вот на морозе Ледяными пальцами Которые у тебя Уже не шевелятся Обмершие Ягоды Тут ты находишь На складе Запас овощей Ты такой Нет Я лучше Морожки пожру Ну как скажешь Что ты видишь Сегодня Карту Мы с вами еще не видели Карту Ни разу Так Ну очевидно Что они в большом доме Тут как бы Гадалки не ходи И там есть еще Вот эта вот шляпа Окей Вас понял А почему Кстати Он не умеет Убивать их С одного удара Ну то есть Вот смотрите Я сейчас У него подкрадусь На стелсе Ну так тоже подойдет Красиво Но в том смысле Что А видимо Клинка У меня же клинка нет Клинка нет Без клинка Мои люди должны быть там Без клинка Не работает Но Крыша где-то Должна быть брешь Спасибо За подсказку Клинок Да Да Ну вот короче Без клинка Как-то да Странно Не убивает Викинги Так Ну Крыша Покрытая Дерном То как-то Странно То есть Она вроде у них Деревянная Но при этом Покрыта Дерном Ну то есть Либо то Либо это И дерн Какой-то Слетевший Ну ладно Окей Ну хотя бы Хотя бы Отметили Закрывали крыши Дерном И из этого Собственно Делали покрытие А здесь Как-то получается Двойная система Непонятно Зачем Видите У тебя Вебка Заныли А Вебка У меня Заныли Будет неприятно А я рад Напоследок Устроить тебе Неприятно Я же включил Автофокус Сама Включается Все Нормально Вернулась А Фокус просит Так Опять у нас Гигантский Длинный дом Размером С Ангар Ил-76 Че Сышь прыгать Что ли Вот я Несу Ничего не Поменялось Да что Рассказывайте Где она Не поменялась Жалкий Трус Развяжи Меня И дай Топор Я Ничего Тебе Не Должен Весь Твой Клан Трелы Да Пахари Какого Хера Подвернулся Да Всем привет Еще раз Босс На колени И я пощажу тебя Замолчи и дерись Аскер Подождем Сдохни мешок Дерьма А у меня жизни-то Немного Окей Выносливость Я понял Выносливость Парирование Нет Только не парирование Плес Играет музыка. Тоже у них запотел экран. Топор Варина. Звучит как фэнтези. Топор знаменитого гнома Варина. Сына Балина. Это что? Один? Подошел. Ну, смотрите. Игдрасиль. Эйвор, ты одурманен? Развяжи нас. Что? О, да, сейчас. Баканимуса. Да понятно, все, все баканимуса. Загрузки тоже баканимуса. Так, получили доспехи. Хороший трон. Ооо. Вот моя команда. Погоди. Успеешь. Наручи клана Ворона. Вот эти вот два пальца я не очень понимаю. Если честно. Наконец-то. А, и топор Варина, конечно. Ну, все. Нас не нужно просить дважды. Ну, все. Зачем какие-то вот костюмы еще покупать, там, я не знаю, там, какие-то дополнительные. Посмотрите, как он уже, уже на самом деле офигительно выглядит. Любой, любой косплеер, я не знаю, ролевик, реконструктор. С руками оторвали бы такой костюм. Ну, представьте, вы приезжаете куда-нибудь на фестиваль вот так. Все хорошо. Уже достаточно. Пальцы для стрельбы из лука. Ну, в раннем средневековье, чтобы вот так... Морошечка! Ух ты, еб. Все, пошла жара. Хорош. Хорош! Хорош! Там двоих. Умри, Китинг! Голова! Голова отлетела! Это важно. Нам всегда это важно. Отлетают ли в играх головы. Хорош! О, Тор, что на тебя нашло? Какая прелесть! И тишина. Врубая моно-марат. Реально? Вон, смотрите. Без главы. Четыре серебра. Четыре серебра. Да снимите с них шлемы! Так, пойдем грабить. Подождите. Мы захватили деревню, на самом деле. Че там было там? Желтые какие-то. Покажи, что там впереди. Во. Че по облакам? Да че-то их здесь нет. Какое-то чистое ясное небо. Но будут. Будут. Должны быть. Мы же будем плавать на дракаре. А это все-таки Балтика. Там с тучами все нормально. Желтые сни... Эй, стой! Стреляй в эту мразь! Ты че? Это смешно. Это смешно. Согласен. Хорошо. Стреляй в эту мразь. Кто еще? Еще кто-то? Музыка выдает присутствие. Зрение Одина. Тут не открыть. Только с той стороны. А, вот оно. Я понял. Наверх. Погодите. Там записки говорилось про крышу. А, можно и так. Офигеть. Эй, что ты? Ты в руку подводит, а? Простите. Простите, был напуган. Еда. Максимум провизии. А с собой в карман налить жижи какой-нибудь этой. Десять кусков угля из десяти. Так, ну че-нибудь десять. Расправь крылья, Сёнин. Да вроде нет. Пойдем за кораблем. Вперед! Ну, боевку рано пока еще. Не то, чтобы осуждать, а даже обсуждать. У меня никаких скиллов. Вообще ничего. То есть, я не качал древо навыков. Оружие у нас пока самое базовое. Ой, да срать на вас. И на скорости хорошей моторной лодки. Нет. Дракары были действительно самыми быстрыми суднами раннего средневековья. Особенно в этом регионе. Но это, конечно, скорости. Но у нас есть Дракар. Я был глуп, безрассуден, упрямый... Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Кровью и дерьмом. Я сказал лучше, чем ты. Ух ты. Ну, красота же. Ну, так-то. И наш Дракар. Так, вон тот значок означает, по-моему, возможность рейдер. Как я понимаю, тут изморят только прибрежные воды Юго-Востоке, а Англии немного Норвеги. Квинланд не в счету. Ну, пока я не знаю, что здесь. А, вот, смотрите. Набег. Механика набега. Вот это мне уже нравится. Ой, музон пошел. Вот, зараза. Тут, тут, тут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот это был набег Саундтрек, по-моему, Вардруна участвовала То есть не факт, что она написала прям вообще все Морошечка Кармашечек Но участвовала, конечно Но мне кажется, это такой немножко имиджевый ход То есть, ну, Атана написала, допустим, главную тему Несколько саундтреков Ну, этого достаточно Это и так будет достаточно дорого для игры Но и не нужно Не нужно Достаточно написать тему И там несколько подарить треков И Кто там? Кто это? Блядь, вообще я приказываю здесь? Я ничего не нажимал Все? По съебкам? Ну, давай Ну, кстати, драккар сделан Очень неплохо Вон они сидят на этих сундучках Блин, зачем нам разворачиваться? Нам же не надо разворачиваться Зачем вы разворачиваетесь? Блин Дракар не разворачивается Дракар может плыть куда угодно В этом его суть Но он зачем-то разворачивается Но это неправильно Дракар не разворачивается У него нет понятия кормы и носа В этом... Что нам плыть-то? Это что такое? Так, ну это выглядит пока Опасно Давайте доплывем до Форнбурга А потом начнем рейдить Все остальное У тебя рулевой Дракар Ну да, вообще руль есть как бы Но в целом Ну да, у него руль есть Ну не знаю Монтенблейд или Вальгала Юрий Дудь Монтенблейд или Вальгала Это очень разные игры Максимально Почему бы не радоваться жизни И не играть во все Монтенблейд очень хороша Вторая Обязательно вернемся Когда они ее допилят Но Что такое Ассасинскрид? Это парк аттракционов Это парк аттракционов Где над Большими буквами написано Неонами Викинг То есть ты приходишь И для тебя тут Вот сейчас мы в город приплывем Вот этот Форнбург Ну город это громко сказано Поселение И Это прям реально Такой аттракционный викинг Вот все что душе угодно Да это парк развлечений Больше ждать не надо Но Эти развлечения Качественные Это осенний блокбастер Ну да Осенний блокбастер Нас ждет еще 13 ноября В виде Call of Duty Да поверни ты еб Вот в эти игры Невозможно играть одной рукой Так хочется сейчас Заточить Дорита с сальсой Но блин Вынужден управлять кораблем Плыви сам Код сюжетку Да Код сюжетку хочу Скажу правду Мы напали на крепость Кьотви Убили его людей И ослабили его власть Автопилота не хватает Да Так ну-ка Пока плывет На скорости От таких дорогих Консольных релизов Надо получать Все удовольствия Придется грести Эйвор Для тех кто Беспокоится Что я Супер Мега Консольный Геймпад Порчу Сальсой И Доритас Я подготовился Но немножко Себя осуждаю Конечно Ну Долбичи Паркуемся Нет Ах Как темная вода Сделана Ммм Причаливай Колода Или Battlefield Колода Или Battlefield Сюжетка В колде Мультиплеер В батле Опа Как я Вывернулся Ого Кормилец Воронов Вернулся И даже Живой Ну давай Поговорим Мы думали Что потеряли Навсегда Это Кассандра Что ли Ты неважно Выглядишь А Светловской Привет Достаточно Сказать Что люди Которые Задержали Нас Мертвы А ты Как Хорошо Хотя Признаюсь Я весьма Утомилась Успокаивая Конанга Он тобой Недоволен Я так И думал А Сигур Он вернулся После набегов Должен Вернуться Сегодня Ну это такая Немножко Раскабаневшая Кассандра Рад слышать Нам нужна Его храбрость Сигурд Не спасет Тебя От гнева Своего отца Ты еще Не понял Нет Не понял Ты забыл Топор Своего отца Топор Топор был Не наточен Я не заметил Кассандра Бессмертная Относительно Прикола Если она Окей Что-то Не так Я не видел Топор Отца 17 Зим Во мне Что-то Пробудилось Впервые С того дня Когда Отца Убили Гидросан Привет Да ты себя Видел Очки навыков Зубы или Лысые Бразерс Чури дуть Серьезно Зубы или Лысые Бразерс Зуба Конечно Потому что Дзюба Дзюба Бог футбола О Анкон Бьерн Привет Привет Да я только Начал Как видишь Я только Припрыл В этот Как она там Называется Во Форнбург Вот Дальше я И без стрима Когда для себя Ну тестировал Я не проходил Поэтому посмотрим Слушай Ну Ну такие Викинги По-голливудски В общем Я ничего Большего и не ждал А ведь звучит Один В1 Кузнец Ты привез нам Сокровища Я сберег Свой корабль И дружину Это дороже Серебра Это не в счет Как улов Скверный Совсем Не клюет Слишком Многие Есть я Что значит Что это Игра величайшая После Тетриса Кто не согласен Может выйти в стих И боссать себя Во славу духов Вот это мысль Наверное Не дождусь Я бандлы Ксес И Вальгавы Возьму По отдельности Виктор Когда бандлы Будут до Инсайт Так Хит Да Спасибо тебе За сообщение Хорошо Хотя Честно говоря На старте Было бы здорово Если бы они были Вот Ну можно и по отдельности Призывать Скакуна Ес Ес Плотва Снова с нами Ну и где она Не реагирует Виктор Тут викинги пришли Где Да все равно Балдешь Да 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 Анкл Бьерн Я согласен Согласен Что Ну блин Посмотрите Просто как это выглядит А Как Как они сделали Вот это все Но Длинный дом Я уже Я уже жаловался Что длинный дом Выглядит слишком Длинным и слишком Большим Ну 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 Для такой Маленькой вообще Деревни И для Своего времени Строить вот такие Сооружения Монументальные Конечно Это слишком Дорого Долго А главное Непрактично Стадион Ну натуральный стадион Зачем Как 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 его отапливать Вот это вот все Даже сейчас Ты думаешь Как это отапливать Когда Вот Если кто За городом живет Постоянная проблема Как отапливать Это все 20 21 век Проблема Как отапливать А представьте себе Вот тут хуйню Отапливать там Ну Это невозможно Вот Так что Скорее всего Вот Длинный дом Ну Ну Вы можете погуглить Они Они большие Довольно бывает Вот Но Конечно Не такого размера Он Он скорее Больше длинный Чем высокий Вот Вот То о чем я говорил Как только попадаешь В В этот Форнбург Или как он там Называется Здесь Прямо На каждом шагу Аттракционы Викингов Хочешь Посоревноваться В питье Меда Пожалуйста Давай Хочу Поехали Ты когда начнешь? Блядь Блядь Началось Ах ты Старая Ведьма Да Да как она так пьет Вот Я могла бы Перепить Вас Всех Скопом Не огорчайся Большинство Этих Бакраутов Давно Валялись Под столом Ну хоть Меда попил Эй Никто Не хочет Выпить Со мной Чтобы Этот Край Процветал Нам Нужен Пошли Такой Иеееть Ну это Какая-то Странная История Какая-то Бабка Меда Фигачит Она даже Она даже Не знаю У нее даже Язык не заплетается Как это бывает Кто она такая Может быть она Дочь богов Ладно Пойдем Топор Начистим Гуннер Кто эта бабка Во имя Тора Топор Твоего отца Я не видел Его с тех пор Как Долгое время Я выковал Его давно Еще хорош Один из лучших Что я сделал Да Хорош Но Лезвие затупилось Да где затупилось Ты этим топором Головы отрубал Тебе повезло У меня остался Лишний слиток Точно лишний Во время диалогов Алкашка спадает Ну слушайте Это не настолько Знаете РПГ Как многие Почему-то думают На онлайн На боксах На боксах Меньше Сониевского Это вообще Ощущается В Европе В Америках Понятно Что нет Думаю На новом поколении Должен быть Паритет К расплатформенному Мультика Не дождемся Вообще Не ощущается Нехватки В онлайне Тем более Если играя В геймпассе Например То никаких проблем Какая нехватка В онлайне Где Ну В популярных играх Не в Дестине Я думаю Нету Проблем Не в Сиуфис Каком-нибудь Так Топор Варен Ну давай Че нужно А А Вот для чего Нужен уголь Хорош Так После этого Нужны уже Какие-то Видимо Желез Окей Все сделано Что-нибудь еще Давай доспехи Клан Воронов Блять Вообще Красота Ну все Больше Меньше Не Нужно Что-нибудь Еще Как Живешь Гонор Все Хорошо Работа Кипит И я Бодр Но Ночи Стали Холодными Я Теперь Одинок Может Ты слышал Это ты на что Намекаешь Мне Очень Жаль А Вы были Вместе Сколько Пять Недель Пять Прекрасных Страстных Недель Да Все Кончено Когда Я Дойду Свою Брюнхильду Валькирии Уже Не Встретить В этом Мире Гонор Умерь Свои Аппетиты Что Посмотри На мой Товар На Оружие Мне Нужно Все Лучше На Меньше Я Не Согласен Пойду Я От греха Подальше Итак Ну Все Красопед Вообще Все Можно Идти Грабить Монастыри Презрев Обычай Совершили убийство В доме Одина Гульвейк Из званов Убили И сожгли Не однажды А трижды Но она Возродилась Как Фрея Мать Кто ко мне пришел Совершенствуешь Мастерство Алис А Эйвор Во всем Мидгарде Лишь твои Насмешки Страшат меня Так Ты научил Меня слагать Стихи Старый друг И скоро Я превзойду Тебя в этом Хочешь Еще один урок Поединок Здесь И сейчас Что скажешь В каждой игре Есть свой лютик Виктор А как называется Та знаменитая Рамен Закусочная Вриутова Она не рамен Закусочная Она карри Закусочная Супермен Карри Кроме Карри Ничего нет Называется Оно Хахано Карри Так зовут Японца Который ее Открыл И собственно Он там И готовит Оно специализируется Только на карри Там практически Только одно блюдо Она не рамен Но Как бы Вот по Японским Стандартам И готовит там Японец Хахано Карри Рекомендую Так Ну что ж Начнем Флютинг Я так понимаю Что это Вот тот Самый Рэп Баттл Древне Скандинавский Где нужно Всячески Насмехаться Над соперником И С помощью Рифмов И панчей Отвечать На его Оскорбление Тебе Такой Рэп Баттл Как он есть Я согласен Я обычно Ставлю Несколько Монет Большинство Любителей Флютинга Также Любят Делать Станция Метроново Касино Я готов Точность Рифм И размера Вот ключ Ко всему Чтобы Вылепить Форму Стиху Своему Все Продумай Всерьез Выбирая Слова Пошумим Да Выбирая Слова И легко Соперника Так Скальду Слоги Считает Считает Скальду Слоги Считать Не составит Труда Интересно Ритм Ты сохранил Но С рифмой Не справился Теперь Поговорим О смысле Скажем Плютинг Это живое Сплетение Слов Не бездумная Брань Пыти на кумов Я скажу Что пуста У тебя Голова Я отвечу Свою Загляни-ка Сперва Славный ответ Я назвал тебя Глупым Как разил Выпад Говорил Об уме Твой ответ Тоже был о нем Если на ум Приходит Не один Ответ Используй Тот Что ближе По смыслу Альвис Альвис Вредный хуй Да Ученик Твой Тебя Превзойдет Уж Поверь Прекрасно Да Твой Ответ Разит Наповал Твой Плютинг Хорош И Достоин Похвал Твой Стих Как Топор Викинги Спасибо Альвис Я запомню Твой урок Уровень Харизмы Повышен Сотязания По флютингу Проходят В городах По всему миру А где Этот Хольгер Я слышу Он рассказывает Какие-то Так Так Это Гунар Так Ага Торговка Так Состязание Валкашки Так Это Торговка Ну Нам пока Не продавать Не покупать О Во Во Сейчас чем займемся Ну Готовьтесь Ребят Следующий Час Похоже Ты умеешь Играть Орлок Эту игру Я отлично Знаю Орлок Игра Для самых Удачливых Сыграем Ну что ж Начнем Это прям Пипец Настолка Тогда Начнем Это во втором Ведьмаке Было Окей Не помню Сейчас я Расскажу Походу Давайте Орел Так Бросаю кости Первым Этап Бросок костей Значит Сначала Я бросаю Кости Но Будет Три этапа Перебрасывания После каждого Этапа Я могу Сохранить Определенное Значение Костей Чтобы не Перебрасывать Так Класс Мне нравится Как он Перебрасывает Если он Застрял Круто Мелочь А приятно Стороны Костей Означают Вот Вы сейчас Видите У себя На экране То есть Есть Карты Которые Наносят Урон Карты Ну вы Поняли Есть Изображения Которые Защищают От определенного Урона Например Шлем Блокирует Топор Щит Блокирует Стрелу И есть Вот эти Жетоны Дары Богов Лапа Означает Что я Украду В конце Своего Хода Жетон У противника Если он У него Останется И Просто Золотое Окаемление Любого Изображения Дает Мне Жетон Но Моя Задача Я Когда Первый раз Играл Я подумал Что моя Задача Заработать Кучу Жетонов Нет Твоя Задача Убить Противника Вот эти Камешки Которые Вы видите Это Обозначает Жизнь А Дары Богов Нужны Для того Чтобы Наносить Супер Удар Сейчас Увидите Итак Ну Для 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 Начала Надо Конечно Его Пиздить Поэтому Вот это В принципе Не нужно Перебрасываем Ага Так Так Вот Видите С золотым Окамлением Это Говорит О том Что Мне Дадут Жетон Зараза Защитился От Двух Моих Ударов Топором Сейчас Посмотрим На Получи Итак Поехали Сейчас Сейчас Все Покажу Получаем Жетоны За золотые Так Мои Два Топора Не прошли Два Топора Прошли Стрела Прошла Его Топор Прошел Мне Одну Стрелу Я Заблокировал Одна Не прошла И С помощью Руки Он Пиздит У меня Один Жетон В целом Неплохо Транзакции Показать Это Надо В главное Меню Выходить Их Нету В игре В магазине То есть Нельзя Вот Я Играю В игру И нажимаю Магазин Нужно Выйти Главное Диди Стар Ли Дай Де Стар Спасибо За два Месяца В составе Нашей Дружины Так Ну бросаем Но вообще На самом деле Я не очень люблю Настолки В больших Играх Потому что Они действительно Тратят очень Много Времени И ты Такой Вот Час Провел За такой Игрой И ты Такой И че Так Ну Топоры Пошли Ничего себе Три Золотых Так Мне надо По золотым Угорать Потому что Это же Он Он может Купить Супер Удар И просто Вхуярить Мне по полной Ну Поехали Ничего себе Он Богач Эй Блин Надо у него Украсть Это все Что Ли Так Давайте Будем Красть Ну Потому что Это Невозможно Обогатился Да Пошел Ты Мне нужны Щиты Ой Нет Я не то Нажал Ну Ладно Так Вот Дары Богов За 4 Жетона Могу Нанести 2 Урона За 8 Жетонов 5 Урона За 12 Жетонов 8 Урона И Прикиньте Он Если Накопит То Можно Игру Закончить Ну Давайте Купим За Это 8 Жетонов У меня Сейчас Будет Вот Они На Тебе Это Сейчас Все В Меня Полетит Бах Оу Тырем Еще Два Но Поскольку У меня 8 Жетонов Я Наношу Удар Богов Ого Но Но Это Но Это ГГ Хотя Попробуем Защититься Кстати Частично Могу А У него Мощь Видара У него А Еще Можно С собой Брать Обалдеть А Я Не знал Что У него Делает Эта Мощь Видара Сжирает Шлемы Понятно То есть Оказывается Вот эти Штуки Которые Вы Кладете На Стол Они У вас Разные Видимо Можно Тоже Находить Какую-то Редкую Ну Блин Я Не знаю У меня Одна У него Три То есть Короче Габела Ребята Да Пошел Ты Шулер Сраный Ну Все Короче Ясно Можно Сразу Вжарить А Нет 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 Одна Стрела Все Да Прикинь Пошел Ты Нахер Первый Последний Раз Играю В это Ваше Говно Надо Наверное Найти Какой-нибудь Себе Вот этот Жетончик Если Короче Вот если Его Обыгрываешь То получаешь Себе Вот это Дар Ивидара Я понял Я первый Когда играл Я его Обыграл Да Да За победу Получаешь Вот Вот этот Жетон С обилкой Который Кладешь На стол Прикольно Но Тратить На это Время Должно Быть Они Закончили Если У тебя Остались Дела Лучше Сперва Закончи Их Дай Ему Время Можно Поговорить С Валкой Тогда Мне Станет Легче Гвинт Придет Привет Да Поэтому Что Руны А У меня У меня Разблокировались Мои Доп Предметы Я правильно Понимаю Ну ка Ну ка Погодите Дее По предзаказу Доспехи Клана Ворона Ну это Какой то Парфос Ребят Ебой Вот это вот Что значит ультимативное Здание, сейчас вооружимся Медвежий щит, отлично Медвежий коготь, так, медвежий коготь Да? Что там у него? Атака 54 Атака возрастает После использования провизований, а че он такой? А че он такой туповат? Или его надо качать, наверное? Ооо А? Шапки? Да, че-то А, шапкой У-у-у А верни Верни шапку, слышь Что значит Что значит не показывать Снаряжение? Вот Вот это я понимаю Вот Вот теперь мы готовы Хорош Отлично Так Так, навыки, кстати Навыки Да, я понял Да, я понял Ну вот начинается Начинается дикая история Оооо Развитие Так Удар в спину Нет, ну это, блядь, без меня Так Скрытая разведка Враги помещаются Ой, нет Я думаю, что вот это моя история Растоптать Да Ближний бой Урон в ближнем бою Вот она Вот это вот Хорошая Устойчив Ближний бой Работаем Ох, какой пар Изо рта у них Прекрасный Я еще хотел Про руны узнать Потому что Че-то я не понял Че-то я не понял Где руны А, вот они, руны Да Да Где мои враги Класс А, у меня еще, наверное, осталась руна какая-нибудь Да Руны же мне еще, небось, выдали Хе-хе-хе Да Ди-и-и Мне же руны Рун-то, небось, насыпали С ультимативным изданием Ди-и Ну, какие скрытые атаки А, ю Кириньми Так Пусть будет Так, ну все, наверное А меч тут взять нельзя А то как-то не лорна Викинг и без меча Ну, наверное, будет меч Наверное Наверное Копье я жду Викинг без копья Вот это не лорна Ну Вы меня пропустите, нет? Корпус берсерк Парус берсерк Корма берсерк Так Ох, мы еще сейчас Ммм, мы сейчас ладью еще улучшим Ммм Доспехи Да-да-да-да-да Спасибо, я все это заметил А я все ждал Когда вот эти предметы Которые Входят в Супериздание Где эти предметы? Берсерк, берсерка Алло, гараж Радужную ладью Нет, не смотрел Но я ее видел Ну, кстати Что в ней такого? Весело И хуй с ним Пошел нахер, Шулер С тобой не хочу разговаривать Ну, мне еще на крышу лезть, что ли, а? Показать задание рядом Ну, покажи ее Намекнули в диалоге, что надо А, да, я пропустил А давай сейчас посмотрим Вот задание Что он мне говорит? Да, мы сюда и не ходили еще вообще ни разу Ясно После нескольких ярких видений Эйвор ищет советы у местной ведьмы Хорошо А местная ведьма Е-ти-ть Интересно, как вы думаете До нее нужно плыть? Или это пешкодралом Вот эту вот всю эту историю? Ну, наверное Наверное, пешкодралом, да? Или вот тут доплыть, короче Какие истории? А, на плотве Пешком, но и с лошадь Хорошо До нее нужно лезть Хорошо Хай Два топора возьми Ты же берсерк Слушайте, я, может быть, и берсерк Но я I'm not stupid Что это? Восемь? И что у вас тут? Дом номер восемь? Я с тобой разговариваю Свинт Придумал новые рисунки? Да, есть чем похвастать Дай-ка посмотреть Смотри А, дисгайсник Блажкович Да Было приятно О, да? А что можно? Че А Мне надо Какая-то херня Какие-то Ацтекские Татуировки Во На человек Стал похож Так Ну нет Слишком рэпер Нормал Ну не так Есть татуха На самом деле Вот так Еще что-нибудь До встречи, Свинт Ладно Мне точно пора Зашел в деревню Аааа Войны-медведи Забил за пять минут Да Хули там Так Где сраная ведьма живет? Ох, смотрите Какие тени Блед Сундук пропустил Ну, посмотрите Какая красота А сундук пропустил Это я у своих Деревни, что ли Его сейчас сворую? А мне Сюнин Не Не сольет Места сундуков, что ли Да? Он мне не сливает Он как бы Он что, слепой, блядь Что ли? Ну Но в целом Пропустил и пропустил Поехали дальше Вот это мишка Отправляюсь к ведьме И куда-то вообще, блядь Не туда залез Просто, блядь Не туда Тупо Скорей Игра по крутой вселенной Смотрю только из-за тебя Ведь Давай хоть два Топорат Берсерк Прикид Альфач Спасибо Спасибо, что смотришь Вообще Вот Ну Я думал Это, блядь Северное сияние Скатился на жопе зато Облака плывут Да Тебе не холодно? Мужик Еще это музыка играет Ну не, не, не Тут прям Тут можно 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 прям Сердечко Что бьёкнуло Да что я все время Блядь В одном и том же месте Хорошо Хорош Ну нехер стоять Все Понял Надеюсь Это та дорога Как все живописно Вот так вот Лошадь стоит Что у вас тут было Еще лошадь стоит Что происходит К девчонке возле водопада Не, ребят Если я не вижу Покажи мне все А что вот это такое Что это за Что это за символ А, действительно Кто-то есть Окей А, не забайтили Я найду гребень Вот увидишь Он должен быть Где-то поблизости Думаю Есть еще Где поискать Что ищут Эти люди Мой гребень Кто его найдет С тем я и проведу Вечер Хочешь Тоже поискать Термос Да Шо Гребень Я найду гребень Вот увидишь Он должен быть Где-то поблизости Какая-то подстава Да Чувствую Жопой чувствую Ну блядь Ледяная Ну ледяная Это вода Жизни тратится даже Ой-ой-ой-ой На него холодно Смотреть даже Мне кажется У меня все Отмерзло У меня ведьмач Чутье не работает Я слышу Какой-то звон Может Ну нахер Ребята Что ты видишь Сегодня У меня есть дрон Что Назад А Что-то Что-то Че-то Че-то Те-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-р-ло-ло-ло Я еще что-то Здесь заметил Нет? Во Это что? Какие-то Кристаллы? А Ну за водопадом Господи Боже мой Серьезно Классика Жанра Руда Кожа Кукла Пойдет Это гребень Кукла Это гребень Давайте Кукла Дадим Ну тоже Сойдет Нет? Она Она как-то сумасшедшая Я найду Я найду гребень Вот увидишь Он должен быть где-то поблизости А почему А почему мы вообще должны ее слушать? Нет Серьезно Что за Что началось-то? Почему мы вообще должны Все так вести? Я что Нанимался Я нанимался Что-ли? Ёпт У меня что других дел нету? Пошла нахер Ищи дураков Да мне просто лень его искать Вы че? На себя посмотрите Ребят Имейте самоуважение Просто Сама пусть ищет свой сраный гребень Тоже ведьма немуась какая-нибудь Ничего хорошего из этой истории не будет Если попросил мужик Эвероса сразу согласился найти Ну во-первых Как попросить? Это же тоже важно Она просила без уважения Там какая-то Там какая-то манипуляция Понимаете? Вот не люблю я вот эту Такую очевидную Грязную манипуляцию Сразу Сразу хочется все сделать наоборот Так Дайте морожечки сожрать Обсидиан Разбивайте обсидиан Используйте осколки Для получения ресурсов Тоже мне А вот он да? Вот это интересное Вот это интересная геология Ребят пошла У нас есть геологи в чате Это вообще Это нормально? Найдешь ее заколку Она такая Я не в настроении Да-да-да-да-да Но она какая-то явно Она говорит загадками Мне кажется И доставляет удовольствие Видеть как мужчины Ныряют в холодную воду Блин Они могут умереть Простудиться И это не волнует И этот мужик там На озере вел Как-то все странно Вы че, ребят? Нормально В приключениях так и надо Делаешь только то Что тебе нравится Блин Ну ладно Ну тут просто Подтянуться Подтянуться Мишка Подтянуться Просто Чуть-чуть Подтянуться И блять Ну обсидент Типа хрупкая Застывшая лава Вроде как Не геолог Ну и вот так вот Нормально Да, Руду? Ес Добро пожаловать В Assassin's Creed Точнее даже Не добро пожаловать С возвращением Друзья Да Да, ребят Первый Первая синхронизация Красота Вон Гребень Сраный Так Ну че Как вы думаете Как тут работают Прыжки-то Э, где? Где? Ну хоть в сугроб Что? Где сел? Где хоть что-нибудь? Я боюсь прыгать теперь Вкус морожки? Ну давайте прыгнем в сугроб Но если сейчас минус жизнь То Ну блять Знаете что? Щелазить никуда не буду Блять С такими раскладами А, блять Ладно Тут походу Ну вот что Вот это Ну вот Ну как так Ну так нельзя Ну-ну-ну-ну Ну то есть Местами просто Игра выглядит Охрененно Вот сейчас вот Ночью ползешь Этим медведем К ведьме В стужу Круто Боевка 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 пока Странная Ну че Ведьма Это ты? Алло Йоба Это ты? А, или А нет Ее нельзя было Разбить Окей Ладно Ладно Нет Ее нельзя было Разбить Окей Значит Эйвент Просто-напросто Спит Кое-что Проясняется Что Проясняется Эйвент Проснись Иначе тебе Грозит Изгнание Спиздил У него серебро Уже было вроде В какой-то части Такое Что по сюжету Пока не прыгнет Гэгэ не будет Уметь это делать Так что Аккуратнее пока Лучше плавать На волнах Чем биться Об скалы Копа Он что Ходит во сне? Ааа Кирилл Латрон Не-не-не Я прыгал здесь уже Он Он в воду прыгает Они Повсюду Если мы погибнем Умрут все Нельзя Спать Нет Красиво Ждать их Прихода А Это Что-то В другую сторону Эйвент Проснись Ты сейчас Упадешь Может Что-то Надо Сделать Он хочет Спуститься По веревке Нет 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 Это В другую сторону Парень Да А мне Как это Сделать Эйвент Эйвент Спокойно Ты соснул Нет Я летел По воздуху Причем во сне Пробуждение Не из приятных Соснулся Да Да Сноуборд И тем не менее Он прыгал Тем не менее Он прыгал Ничего себе Мировое событие Завершено Как будто Какой-то Мега Супер Эпический Квест Да Да Разбудили Разбудили Чувака Ну ладно Допустим Подождите А это Двигается Уууу Это все Тут Вить Давай Может По сюжету Двинем 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 Все там По квестам Есть ли Персонажи Интересные Моральный Выбор Вопин Ворол Доску Можно Зависнуть На До Олга Красота Альфач Двигаемся Двигаемся Практически По сюжету Идем Надо До Англии Доплыть Потому что Я так понимаю Это главное Основная Часть игры Будет Проходить В Англии Ну Без Вот этого К сожалению Никуда Не деться В современных Играх Лети Сюнин Блин А на что В церкви Живет Что ли Она же Реальная Церковь Скандинавская Христианская А это Что Такое А Это Башня Охраняющая Вход В бухту Понял Да Она Виолева Но она Должна Жить Не в Христианской Церкви Что-то Мне Подсказывает Сильно Ли Просадки Ощущаются Нет Вообще Нет Прогрессивная Виолева Ну понятно Где она там А Вон она Просто Погуглите Это Это Кирха Классическая Как Консолька Радует Ну да Но у меня 4К Ни телека Ни монитора Нет Вот Но радует Производительность Своей И Картинка Хорошая Даже Без 4К Причем Это 18 век На самом деле Вот такие Вот церкви Скандинавские Ну посмотрите Она же Выглядит Именно Как церковь Слышь Хорош Язычникам Такие строения Ни к чему Вот дай бог Вот такой Болванчик Стоял И Вот И такие Два стола И в принципе Наверное Это можно было принять За какую-нибудь Священную поляну Так Две курицы А Ну понятно Жертвоприношение А это Прям Ух И она там Одна живет Представляете Вот это вот Ха Роскош Помогите Пожалуйста В поиске На Амазоне Нет Неужели Наше время Сложно что-то достать Дача местного Ярла Ну не меньше Причем Из 18 века Пеннивайз Я взываю Ребята Все 17 лет Только И ты И ты И ты отправишься В мир грез Грезы Иногда Сбивают С толку Но Постарайся Все Запомнить Эй Ну Смотрите Теоретически Она могла Ходить Восточных Шмотках Эйвар Читает Записки Блин Даже в Кингдом Чоми Далеко Не все Умели Читать И писать Кстати Хороший Комментарий Да Действительно Он точно Здесь же Век Девятый Да Нет Он точно Не умел Писать И читать Никаких Видений Ничего Но Восточные Шмотки Теоретически Могли Быть Повторюсь Потому что Контакты С Византией В принципе Торговля А Сигурд Мертв Разве А мы же Ждем Сигурда Он должен Прибыть Это наш Я так понимаю Названный Брат Что это Ооо Да Виольвы Так Нет Не Виольвы Кто там Кто там Плетет Нити Судьбы Нурны Да Ну понятно В общем Приехали Наша остановочка Так Это не видение Вот интересно Какой вывод Можно из этого Сделать Это не видение Друзья Брат Что это Что это Другого пути Нет Хави Все Предрешено Слушайте У нас игра Про викингов Ну давайте Без какой-то Ёба драмы Пожалуйста Так Хави Алонсо Да Сигурд Что случилось Это не для тебя Хави Крепота Если бы это был босс Я бы сейчас Все выключил Боги Я думал Что случилось Расскажи мне Все И я Взбирался На вершину горы Вслед за волком И там Бушевала Снежная буря Так Норны Да Меня звал Волк Чертуги Одина Открылись Передо мной Окей Там были Норны И Один Волк Волк звал Это называется Звал Там был Один А Норны Пряли нити Судьбы И наблюдали Вовсе нет Они показывали Дорогу Твою жизнь Твой путь Что ждет Впереди И чем Кончится Чем Кончится Мне показалось Что волк Звал меня А мне Не показалось Чтобы я Шел за ним А мне Показалось Что он Хочет Меня Сожрать Кому Показалось Что волк Звал Хоть Кому Нибудь Устремления Или Страх Я Видел Врата Чертога Одина Для Героев Врата Открылись Тени Вальгаллы Тебя Суждено Туда Попасть Не знаю Что еще Сказать Если он Не напал Значит Нужно Идти За ним Мне кажется Просто Успели Проснуться Вовремя До вершины До вершины Горы Добрался Там Был Сигурд Он Был Ранен И Лишился Правой Руки Потом Появился Ужасный Волк Размером С дракона Он Глядел На Меня А Затем Напал А Он Говорил Про Другого Волка Вначале Ну Хоть Ладно Столько Волков Не разберешься Сразу Все Можно Ничего не делать Началось А если Мой брат Моя семья Норны Сами Поведали Тебе Об этом Нет Неправда Или ты Все Не так Поняла Этого Не будет Расскажи Мою судьбу Вельва Она Будет Так Ты несешь Хуйню Это Знаете Как Классическая История Приглашают Эксперта Эксперт Скажи Что нам Нужно Делать Нужно Делать То 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 Пошел Ты В Жопу С Чего Ты Решил Да Откуда Ты Знаешь Такой Эээ Окей А как Как улучшить А я Это могу Сам Сделать Мне Не надо Если Смелый Такой Выйди Раз На Раз Я Тебя Долго Звать Буду А Уф Да Я Понял Раз На Раз С Волком Ну Видимо Будет Босс Блин Волк Одина Фенрис Слушайте Я Сам Могу Улучшать Даже Без Гуннера Серьез Ли Сумку Улучшить Так Поехали Хуин Растоптать То что нужно А Блин Кстати Здесь Есть Стор Да Можно Оказывается Выйти В Стор Магазин Анимус На Минуточку Магазин Анимус Так Что у нас Здесь Есть Полный Набор Карт Материалы То есть Купить Расходнички Можно Купить Серебро Так Персонаж Во Ну Вот это Перебор Ну Или Это Уже Знаете На 60 Уровне Когда Ты Все Открыл И Когда Ты Просто Уже Дурака Валяешь Берешь Такого Персонажа Ну Типа По Сюжету Зачем Вот Сейчас Это Делать Или Вот Или Вот Это Что А Ты Серьез Там Просто В конце Когда Наверняка Выяснится Что Естественно Ты Какой-нибудь Наследник Потом Появятся Эти Предтечи У тебя Будет Какие-нибудь Супер Пупер Сайфай Блять Устройства Этот Фенрис Окажется Каким-нибудь Биороботом И Вот В конце Уже Там Когда Выяснится Что Тоже Бессмертный Полубог Наверное Можно Бегать Таком Костюме Уже Но Вначале Эрибор Ну Наверное Они Сделали Это Для Хай-энд Контента Сейчас Это Бессмысленно Ну Татушечки Неплохие Так И Вам Хотели Хотелось Посмотреть На Вот Этот Дракар Д Д Блин Он Причем Продается Без Без Навершия Как так Навершия Отдельно Еще Нибудь Продается Да А От От Бизнесмены От Предприниматели Ну Это Это Тоже Уже Для Для Рофлов В Хай-энд Контент Я Бо Взял Я Возьму Я Возьму Но Не Сейчас Сейчас Делаем Вид Что Мы Не Знаем Ни Про Какой Анимус Это Сага Викинг Все Мы Плывем В Англию Грабить Линденсфарн Какие Нахрен Единороги И прочее Так И Че Нам Нужно Мы Можем Ж Вернуться По Буренькому Чего Тебе Моя Броня Не Нравится Да Ну Это Рэнди Пищерт Мы Еще Поизучаем Броню Скоро Скоро Так А Быстрое Перемещение Оно Как Вообще Здесь Работает Вопрос На Засыпку А Вот Так Работает Понял Как видите Загрузочки На самом деле Все таки Остались То есть Никуда От них Не деться И Советики Все еще Можно читать И использовать Новое поколение Новым поколением Загрузки Остают С нами На сюда Кроссген Ну Посмотрим Давай Возьмем Вахапет Давай Возьмем Ну Возьмем Ну Я попозже Сейчас Мне кажется Кататься На На Единороге В костюме Драугара Но это Перебор Должно быть Они закончили Конанг Велел Подать Лучший Мед Значит Разговор Окончен Теперь Можно Заходить Лучший Мед Это Я люблю Я готов К буре Что меня ждет Пойду К Конангу Сейчас Прекрасно Конанг Стюрберн Я передам Твои слова Племяннику Думаю Он оценит Их мудрость Что ж Я на это Надеюсь Пусть тебе Пусть Пусть тебе Благоволят И прикиньте Если бы я Сейчас стоял В костюме Драугара Или вот С этими В костюме Валькирии Из будущего Ну Блин Подойди Эйвар И объясни мне Почему же ты Ослушался Моих приказов Это Насмешка Да Да Говорю я В костюме Драугар Стратегия Такой От войны Не лучше ли Избрать Путь Переговоров И поискать Себе Союзников Дождаться Пока Перевес Окажется На нашей Стороне А победа У нас В руках Ничего себе Искусство Войны Да нормально Смотрится В костюме Медведя Что вы Тепло Главное Это тепло Да вообще Плохо Видно В этой Шапке Бален Со мной Такого Не случится Зачем Ты носишь На плечах Такое Бремя Доброго Вечера Виктор Как игра Никита Спасибо тебе большое Сейчас Я думал Зачем Ты носишь На плечах Это уебище Получите Я не стану Больше Бередить Эту рану Но если Что-нибудь Может Разогнать Мрак В твоих Мыслях Получите Ооо Братишка Никита Бучков Как Как игра Да это Пролог Это все еще На самом деле Пролог Но Выглядит все Роскошно Но иногда Даже слишком Иногда даже Слишком Так с голливудским Викинги С голливудским Размахом Просто Такой парк Аттракционов Немножко Диснеевский Про викингов Но Хорошечко Ооо Хо-хо-хо. Это прям прямиком из Гипербореи, наверное. Вот это, конечно, да. Вот это да. Один на один с Мамонтом. А? Слабо? Откопали в мерзлоте Ну ладно, допустим Археологическая экспедиция викингов Нашла По легендам на нем Рагнар рассекал Да Это Баканимусы же Да Так, ладно, пойдем братика встречать Сигурд Что ты мне привез Гостинцы Эй, осторожней с этим Эй, Вар Сигурд А-а-а Смотри-ка, ты весь в крови, Дрэнк Что, сражался без меня? А-а-а Ты Ты соленый викинг И с этим медведем, конечно, офигенно Я только начал Рандви, жена моя Твой муж вернулся Привез дары И богатство для всех И новых друзей Да Пасим И Хайсон Встретил их в Миклогарде Они открыли мне его тайны Миклогард Это Константинополь За приглашение И Хотим почтить Вашего Конунга Мой брат Всегда Тщательно Выбирает Себя Спутников Если он доверяет вам То вы Ему по нраву Эйвор Оставь это на потом Кого ты привел? Пойду к отцу Расскажу ему все Мы торговали с людьми Чей корабль шел на юг Они сказали Что Эйвора Брата Волка Схватили люди Кьетви Они рассказали Не все Я убил тех Кто пленил Вон смотрите У него меч Правда меч Ой блять Серьезно Лишь война Избавит Такой меч У викинга Знаю Знаю Отец много думает Это мало действует Сегодня все решится Обещаю К концу зимы Имя Кьетви Жестокого Станет лишь Пьяным ругательством Это трофей? Ну Может быть Слушайте Если он встретил В Миклогарде То есть он реально Они реально плавали По пути Из варяг в греки Ребят Сегодня мы будем Пировать В твою честь Сигурд Столы накрыты Ячмень и баранина Хлеб и мед Довольно Прошу И Монтан Ю Мне хватит и того Что едят треллы Позволь мне Порадовать тебя Я привез дары Из далеких земель И после этих двух зим Мне есть что рассказать Хорошо Давай Командировочка на два года Меч пропал Да не только меч пропал И шапка моя пропала На Руси мы путешествовали По Волге И неведомые племена Швыряли копья В наш корабль В Миклогарде Я знаю кто это был Мы видели скучные одежды Яркие как бибрёст Мы взяли их себе конечно Мы побывали в Риме В Африке Видели океан песка Воинов всех цветов И невероятные красоты Привет из Волгограда Обернуться С богатствами и славой Для семьи и друзей Для дрэнгов закалённых холодом Убереги Да Себе всё что пожелаешь Ибо Всё это Всего лишь начало Завтра Наш клан начнёт Новую жизнь Сколь Сигурд Сколь А ты Эйвор Идём У меня есть кое что для тебя Да шапку сними то хоть Так это же к ятве по моему и сидит Нет Так Ну чё Ну чё будет танец медведя Нет Какой-то Прости меня Но какой-то ты нелепый парень Мы чё Пиздиться будем что ли Нет Подожди Ковёр на стену повесить Ладно давайте поговорим тут По ролевому отыгрышу Кожаная флейта Ладно Эйвор Ты уже ходил к Валке? Да И? Я не могу это объяснить И не хочу Понимаю Сегодня твою постель согреет вернувшийся муж Должно быть это приятно Это не то что спать одной Теплее Но в то же время меньше места Ты не рада возвращению мужа? Рада Но прошло столько времени Он теперь как чужой Мы женаты три зимы И две из них его не было Разве нельзя снова разжечь пламя страсти Ничего себе Беседы Разве что ветром И хмельным дыханием Вот бы нам всем так везло Это что у семейного психолога побывало что? Блять Конунг Хули смотришь Это вот все для тебя одного Да? Вот это вот Ты вот будешь вот Вжрать в одни щи Ну нормально Сигурд принес своему клану невиданную славу Конунг Ничего большего мы и желать не могли О нет Могли Если бы Сигурд эти две зимы защищал наши земли Мы могли бы уже избавиться от Кьотви Ты говорил что нам для этого нужно больше людей С теми богатствами что привез Сигурд Мы найдем их Этого не хватит на целое войско Мы сможем разве что отсрочить конец Ты будто одной ногой уже в Хельхейме Ты уже придумал как изгнать врага из наших земель? Или это предстоит нам с Сигурдом? Придумал А вам с Сигурдом предстоит все исполнить Дай слово мне не противиться Все что прикажешь Конунг будет сделано Я останусь с тобой до конца Посмотрим О Заморские гости Кайсом верно? Верно А ты Эйвор Да Надеюсь наш пир тебя не утомил Мы пьем так же быстро как говорим Вовсе нет Правда дым от вашего очага ест глаза Но теплу я очень рад Верно Там где ты живешь наверное тепло Я нигде надолго не задерживаюсь Но со мной всегда наставник Басим Наставник? В каком ремесле? Мы служим правде что стара как сам мир Больше я пока сказать не могу Понимаю Но если хочешь сохранить свою тайну Не прикасайся к меду теклы Текилы Кто дикий? Ёпта Это будет нетрудно Да племена на Волге Вот так вот Оскорбили Так ты главный да? Ты Басим У тебя хорошая память А у тебя нет меда Тебе налить? Сигурд много рассказывал о тебе Харам Ты называл своей бравой рукой И славным воином Я очень рад знакомству Я тоже Басим Как ты познакомился с моим братом? Не так давно он прибыл в Константинополь Как он сказал мне За припасами Но я не поверил Люди с таким блеском в глазах Всегда что-то замышляют Думаю он хотел ограбить собор Святой Софии Возможно Не буду вдаваться в подробности Серьезно? Но твой брат мне сразу понравился Было в нем что-то Что привлекало меня Как будто вернулись утраченные воспоминания О старой дружбе Люди тянутся к нему Приятного вечера Спасибо А свининки может положить? Нет еще А че у вас тут мокро-то так, а? Вы там, не знаю, в моче своей танцуете что ли? Так, ну все Со всем вроде поговорили Пойдемте с братаном В спарринге с братаном Стоит просто реально Как будто сейчас начнется Я долго думал над достойным подарком Ты разжег мое любопытство, брат Что ты выбрал? Сначала Мы выпьем Опа Шапку сразу Долой За две зимы ночь в Форнбурге К концу этой ночи Я напьюсь так Что буду ругаться с тенями троллей И ты хочешь, чтобы я плыл с тобой по волнам меда? Так, вы попроще можете выражаться? Да я бабку не перепил Тебя долго с нами не было, брат Ты не знаешь, на что способен мед Теклы У него новый вкус Мне нравится Я рад, что ты вернулся сегодня Да Мне этого так не хватало Когда я встретил Басима Я много рассказывал ему о родине Тогда-то мне и захотелось поскорее вернуться Да они даже выглядят подозрительно Теперь твой подарок Они были моими проводниками на своей родине В аббасидском халифате Их клан связывают не узы крови А убеждения Это тайное братство вершит справедливость по своим законам Они открыли мне многие из своих самых сокровенных тайн Серьезно За что я им благодарен И тебе Я дарю одну из их тайн Тебе Лучший подарок для лучшего из воинов Тайное братство Да-да-да И по синке, короче, викинги это обсуждают Не самое грозное оружие, да? Наруч с крошечным клинком На первый взгляд, да Но те, кто его недооценивает Первыми умирают от его жала Я должен возразить Это против наших правил Скрытый клинок священное Клинок не предмет поклонения, Хайсом Важен лишь разум того, кто им владеет Прошу, примерь Клинок должен быть с другой стороны руки Чтобы скрыть от взора цели Я не хочу его скрывать И лучше я не буду повторять вашу ошибку Просто положил Викинги с прибором положили На всю вообще Все наследие ассасинов сейчас было Вон в ту лужу опущен Да, пропалец подколол Этот ваш клан У него есть имя? Есть Но наша кредо Обязывает нас не рассказывать Посторонним слишком много Возможно, ты узнаешь Но не здесь Ибо у стен могут быть уши Что ж, буду ждать У стен могут быть уши? Да мы Блин, да пьяные викинги Покажу тебе Основные приемы Если уметь им пользоваться Клинок разит с одного удара Подходя к цели Найди уязвимое место А когда вы успели их расставить? Важно выждать момент Ну, наконец-то Так, когда враг вас не видит Нажмите РБ Чтобы совершить внезапную атаку Ээээ А, понял Такой ХОБА Блядь, таким ударом Ты мог просто сбить с ног его Неплохо, неплохо Нанеси удар с уступа Скрытый дробовик, да Пошел Ассасин Скрит Тоже мне испытание Как быстро Проходит обучение-то, а? Пользуй свое окружение Спрячься в стоге сена, например Классика Как не в первый раз Да-да-да-да-да-да Просто А это что? Нам ничего делать больше нечего Эй, Вар Давай немного подышим Ночным воздухом Что думаешь о моих друзьях? У них ощущается и благородство И угроза Я понял, о чем ты А еще у них есть знания Цифры и письмо У них вместо волшебства Бля, можно я с пацанами, а? Пойду Нет, он будет мне какую-то Глематью про ассасинов Рассказывать У нас сегодня пати я скучал по этому запаху и вернулся навсегда или хочешь присоединиться к этому братству не думая об этом его сегодня мы снова одна семья важно то что здесь и сейчас наше родство наш брат тамплиером что ли станет я не понимаю я скучал брат твою мы отвага нам их не хватало последние месяцы ты мне льстишь брат волка а я и рад брат волка ты посмотри на мою шапку до самой вальгаллы я буду рядом с тобой сигурт всегда этот фьорд стал слишком мал для меня или я вырос мы еще столько не видели за этими клыками скал англия ирландия земли франков зеленые пастбища ждут нас завтра мы пойдем войной на кьетви вернем отнятые им земли потом создадим королевство для нас я с тобой скажи только слово я рад отдохни и приходи на рассвете кстати да мы отпустили этих ассасинов они возможно приехали за нашим конунгом и пока мы здесь дурака валяем на улице они там сейчас вырезают планомерно всю нашу стоянку блин смотрите как он спит вы понимаете он спит с этой штукой если она сработает она проткнет ему не палец а руку на хрен да ладно чё началось что ли ну сейчас люди кьет и ох я сейчас вам накостыляю а пусть медведь это же мой да наверно а нет это плащ а это у меня набор берсерк я понял сидели нормально мертвых верли да и не показали даже там иконка над каждой вещью сейчас я просто разберусь окончательно как то работает а да я понял я понял это путь медведя окей 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 я просто думал путь медведя это так сет называется а чё у меня в сумке тренированное чучело берсерка стойка с оружием берсерка деревянные статы одина место отдыха это чё такое а это наверное а это для а это для поселения етить колотить и это наверное для поселения это же еще отдельный целый пласт геймплея который просто в упор не видели шо там в одиночку они не приходят по еще остальных это он с ним поговорить то да это вот и брат а нет 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 не понял теперь понял заставка заставка смысле юбисофт представляет кстати не было прикиньте свист иногда лучше по одному избавляться от противников я понял мы можем принести к ее 200 корабля или голову сигурда стюр бьернсона что лучше ладно когда вернется льет крыши а он что пара а ты с кем разговаривал по по с кем разговаривал в анимусе по сети а я понял димон спасибо за сообщение как комедии ну правда там ну там местами просто особенно меня бесит как они из тамплиера сделали каких-то убивцев злых причем злых просто потому что злые почему мы злые а потому что мы злые злые тамплиеры ой мы злые тамплиеры мы просто вот ни дня прожить не можем чтобы не порезать младенцев чужой верой потому что мы злые злые тамплиеры и и поход этих тамплиеров в пустыню когда они отправились без всего вообще без воды в пустыню отправились такие что-то хуёвые идеи да по моему потому что это орден который находился изначально почему они называются тамплиеры ну храмовники они служили у храма иерусалима то есть они у них опыт работы так сказать на ближнем востоке у тамплиеров был самый колоссальный и в фильме царство небесное тамплиеры ведут себя просто как какие-то недавно приехавшие такие молодые злые гопники которые просто вот из-за юношского максимализма ненавидят всех другой веры и другой рас вот так я отношусь к фильму царство небесное так где наш в спарринге с братаном Сигурд они здесь мы ждем а кьетви все сильнее у нас не хватит людей чтобы взять крепость кьетви мы потеряем все уже потеряли отец если не отсечь змея голову яд будет травить нас капля за каплей этот яд уже просочился в наши воды о боги что случилось лазутчики кьетви поручил им убить нас во сне но он просчитался видишь все из-за твоих отсрочек мы должны ответить кьетви они пришли из нотфала деревня что во власти кьетви сожжем ее пока кьетви не понял что лазутчики мертвы это не сигурд замеглазый нет наверное потому что собираешь дружину у нас нету родства с с рагнаром нас ты собираешься с нами пусть меня не готовили к вальгале но это далеко не первый мой бой тут уж надо думать ой как в шекспирской просто драме скандинавской деревушке и диалоги такие все высокопарные такие так давайте же поплывем кого-нибудь грабить и а нам это и предлагают а нам это и предлагают все поход на разграбьте припасы кьетви О! Вот это По мне задание Так вперед За цыганской звездой кочевой Подвигаемся Все Братильник тоже будет грести А что такое оставить управление? А, оставить это понятно Оставить управление это не Это не автоуправление Тут надо без паруса Здесь можно поднять пару, Сейбр Бройны Когда я был далеко от этих берегов И не знал, увижу ли вновь свой дом Я стал бояться Бояться Что не увижу, как падет Кьотви Не увижу Как он истечет кровью Будто заколотая свинья Но я вернулся И теперь Иду на славную битву Вместе с теми, кто мне дорог Сегодня Мы захватим Нотфол Пусть Кьотви трепещет Пусть его сердце Разорвется от страха Он будет молить богов о помощи Но они не внемлют Ассасины Ассасины тоже гребут Ты знаешь, эти острова лучше всех Иди нас к победе Я укажу путь Но нас поведешь ты О, Эйвор Как же мне тебя не хватало Жаль, что... Да могли бы продолжить разговор Ну че вы Я вам не мешаю Я бы послушал О, Эйвор Как же мне тебя не хватало Угу Так, а вот это вот Это вода? Или что? Нет Это не река Жал Жаль, что я не смог взять тебя с собой в путешествиях Стюрбьер не отпустил нас обоих Он зря опасался Вода? То есть там можно заплыть? Серьез ли? Мы непобедимы Витя Если вкратце Чем это отличается от Одиссея Кроме текстурок? Так, сейчас Одну секунду Чем отличается от Одиссея Кроме текстурок? Лолина Бака Ну, во-первых Игра действительно еще полностью не началась То есть основная Часть игры будет проходить в Англии Где будет поселение Где нужно будет его развивать Совершать набеги на другие поселения Договариваться с какими-то другими местными князьями То есть будет понятие какой-то дипломатии Ну, отличается Отличается Приготовьтесь Набег Погнали Ну и вот это Так Мы хотели посмотреть Как будет Как будет вести себя Берсак с двумя топорами Де? Вы же этого хотели? Тебя ждет смерть Кайф Я горю Да это что? Кто это делает? Да ну Блин А че? Ты издеваешься что ли? А че-то надо прям вот Чтоб тебя тушили что ли? В цусиме ты Сам Затухал Че нужно делать? Че-то не хотите-то бля А-а-а-а Батареечки Поджигаем Да как Как-как-как Тушить себя Да что? Какой-то огонь Какая-то имба Сгорел бы медведь К херам Блин Надо что-то железное Сгорел медведь просто Кувырок же Ну я вот сейчас я понял кувырок Но Бе Возьмем нотфул во имя Одина Хорошо Да как солнцестояние Согласен Я тебе сейчас блядь Лук в жопу засуну Может все-таки Со щитом А А что делать-то? А удерживайте А Стоп И че? Держи афакелки Направляйте ЛТ Чтобы прицелиться А куда? А куда? Че поджигать-то Я пока Нет Я пока не понял Нихера Если честно Ну А это Это что? Система пожаротушения? Что? А это ассасины бегают? Да Юб твою мать Ничего не понимаю Нихуясь ассасины дают Может они всех убьют А я просто постою? А Вот он Говно Да прыгай Ёб ты Ненавижу с лестницами Эти Штуки Ну че Всех убили Я надеюсь Нет Чем занимались Вот чем вы занимались Пока меня не было Покажите мне Надеюсь Это я поджег Нет Ну прикольно Что можно все поджигать Круто Правда При первом набеге Мне это не объяснили Что это обязательно делать Типа Уничтожь повозки Уничтожь повозки Давай Ну класс Щиты ломаются Not bad Повозки И без меня Короче Че орать то так было Пойдите блять Сожгите повозки Если че ты хочешь делать Иди Да хватит Загораться Просто от того Что ты рядом стоишь Блин Эйвор Спасибо А нахера дома поджигать Если они все равно Мягко говоря Просто стоят А там че Да завали ты Видимо Заперто С той стороны Блять Каждый раз Меня поражают Эти охрененные Засовы Здесь Что произошло Сейчас Такую дверь сделали Да Книга знаний Это букварь Да Новая вкладка Способности А че Их до этого Не было С помощью Книг знаний Можно изучать Новые способности Мощные атаки Которые вы можете Использовать В бою Расходы Адреналин А да А че так А че так Книгу знаний Мне отдали А если бы я Не нашел ее Я думал Ребят Если это Туториал То книгу знаний Должны были Преподнести В Катсцене С С музыкальным Сопровождением Реально Если бы я не зашел В эту срань Так И че Пляска метательных Топоров Метните по топору В каждого врага Который находится В радиусе атаки Меня устраивает Способности В ближний бой Выберите элемент Управления на геймпаде Чтобы назначить Способность Ну допустим Сюда Это ближний бой Кидать топоры Это ближний бой Окей Хорошо Буду знать Просто собрать Все, да? Ладно, давайте Берсерком попробуем А как Способности Применять А Окей Так Но это еще Не все Сто процентов Что-нибудь еще Скрываете Ну, как минимум жрачку, например. Да. Блин, стоп. Нахера поджигать? Я просто... Я, честно, не понял этой механики. Это, конечно, красиво выглядит. Но это прям... Ну, это налет. Это прям рейдерский захват. Все захватываете, поджигаете. Просто я не очень понимаю... Чисто практическую цель от этого. Потому что здание стоит, как видите, ничего с ним... Как в результате по игре? Да, рановато. Рановато. Ну вот, сожгли деревню. Круто. Потом, я так понимаю, что можно будет это делать рандомно. Ну, то есть просто находишь какую-нибудь деревню и грабишь ее. Только поджигать я бы не поджигал. Ну, типа, бессмысленно немножко. О, еще добыча. Зашибись. Нахера сжечь припасы? Так в том-то дело, что они их даже не сжигают. Ладно бы дом бы сгорел к херам. А, нет, вон еще что-то есть. Желтенькое. Это хороший тон рейдера. Ну, видимо. Раз надо, так надо. Чтобы призвать... Удерживайте и выберите, чтобы призвать дракар. Ха! Прикиньте, сюда прям приезжает такой. Бабах! На склад похоже. Ну, я бы еще много чего здесь взял бы, конечно. Но Эвер это не интересует. Так, дайте кое-что проверю. Ну так, чисто в тупую. Нет. Кстати. Нет, 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 нет. Блять, столько управлений Кнопок, блин, что просто банально забываешь А, во Ну, не знаю, допустим Ну, деревянный дом вроде, нет Ладно Извинись О Приколдес Все Да, о Занялся Не-не-не, занялся Занялся Блять, они что Из-из-из Изгораемого какого-то дерева сделаны Да, сено закончилось Ладно Так, ну а палаточку Нет, ну извините Палаточку-то можно сжечь? Блять, не так новко Господи, блять Брать крылья, Сюнин Сюнин Васюнин Это же сраная ткань Или загораются дома Только те, которые могут загораться А вот в Зельде Сейчас Ладно, подождите Ну, знаете, она такая Она такая дубовая На морозе такая Бывает, знаете Вы что думаете? Костер так развести легко, что ли, зимой? Попробуйте сами Бить факелом нельзя Можно, наверное А, о Да Ну-ка, давайте Хорошая идея Че-то занялось, нет? Не, ну хрен разожжешь Я прекрасно понимаю Думаете, так легко Все разжечь Ага Модами допили Да я, честно говоря, не очень понимаю Зачем мы это все вообще делать Это что за Во, дровишки-то Ну дровишки-то Ну дровишки-то Оцерели Бывает Ну, видимо Все, что могло сгореть В этой деревне Оно сгорело Ничего не поделаешь Хер с ним В жоп А вы кто такие? Гест Король Харальд Король Харальд Ты стоишь на его земле Харальд Отвоеванный нами В кровавой битве Вижу и чту Вашу доблесть Я пришел воевать Не против вас А вместе с вами По просьбе твоего отца Хитрый волк Это то, о чем он говорил? Я предлагаю помощь С моими воинами Ваш клан возьмет Крепость Кьотви И, наконец, покончит С этой распри Добрая весть, Айвар Блудняк, ребята Преимущество будет На нашей стороне Да, прекрасно волосый Но это заметно Знаете Я Харальд Другие называют меня Прекрасно волосым Ну, мы почему-то Так и поняли Подождите А что Андрей будет Зовораствовать-то? Из-за чего? Из-за того, что, типа Оказывается, не все дома Можно сжечь? В Монтан Блэде Знаете, тоже Ну, я так понимаю Я так понимаю Что когда начнется Типа, вот Ну Основной кусок игры Это когда у тебя Будет свое поселение Ты будешь совершать Набеги на чужие поселения Наверное Сжигать чужие дома Будет иметь Какой-то реально Практический смысл Ты будешь каким-то образом Там, допустим Рушить им экономику Например То есть не просто убивать А потом еще и сжечь Все, что можно сжигать Так что это не только Для эстетики В этом наверняка Есть еще геймплейный элемент Но просто это Сейчас нам показали Просто насколько они Ненавидят клан Кьотли И, ну, и в принципе Это викинги Да, поэтому После них Должно оставаться пепелище Хотя тоже не всегда так Они иногда просто Захватывают земли Кстати, они сейчас Захватили земли Можно было и не сжигать Потому что этим Надо еще пользоваться Но для картинки Нужны были горящие здания На фоне На фоне которых Будет кровавая битва Но в Англии Наверное Это будет уже иметь смысл Так что, в принципе Не вижу здесь Пока вообще не вижу К чему Андрей Может прицепиться Мне друг всякий Кто желает увидеть Как пойдет Кьотви Спасибо, король Харальд Твое доверие Окупится Это давняя вражда, король Андрей может ко всему Но это понятно За это и любим Что-то как-то слишком Как-то слишком просто Вдруг появляется король Предлагает лучших людей Ой, неспроста Теперь ты вассал Да, я думаю Что какую-то цену Харальд За нас запросит Не просто все так Король как небогато Выглядит Ни шубы, ни короны Но это только я Выгляжу здесь Как какой-то модник А так, в принципе Король выглядит вполне себе Слушайте, чисто Опрятно Одет Есть Да Неясно, что он задумал Он либо юный глупец Либо просто хочет казаться им Как бы то ни было Чувствую Эта война скоро закончится Ой, подстава Ребята Да слушайте Вы только что Уничтожили Превосходящие силы Противника Ну сколько еще У него осталось Викингов там Еще пара таких набегов И от клана Кертли Ничего не останется Какой король Куда вы что Король такую цену запросит Не расплатитесь потом Никогда И ваши дети И внуки Нельзя вписываться В такие истории Тем более с королем Нельзя, чтобы король Был вам должен Где шапка Прикиньте Шапку украли Что? Я просил ее не показывать? Игра такая Ну хватит Ну пожалуйста Ну Ну пожалей ты зрителей Ну убери ты шапку с него Ну ты всю драматургию нарушаешь Ха-ха Ааа Там был король И игра такая Так, все Вот давайте Вот это все Вот это вот В катсцене В любом виде С королем не проходит Слушайте Игра Игра Сама зафорсила Эту историю Сняла с меня шапку Такая Нет чувак Нет чувак В этой шапке Ты королю не пойдешь Может есть настройка Снимать шлем в катсценах Ну может быть Но по-моему В катсценах Он появляется в шапке Ну кстати Не во всех Нет Но он потом обратно Автоматически В шапке О да пацаны Это Это всегда приятное занятие Ну ты не там ищешь Смотри Оп Нашел А это наш новый Это прям Наш новый фьорд Нет Это где мы вообще Нет Мы же грабили А это Это что Понял Принял Ты мог еще выше забраться Оооо Кстати они сражались Искусно Эта лестница Лестница реально Из говна и палок Эйвор Ты пропустил начало Лагерь Кьетви растаял Как снег По весне Когда мы пришли Посмотрите какая Отсюда начнем наступление Какая точная И аккуратная карта В девятом веке Без вот этих вот А тут драконы Робот 3D Спасибо Попробую Вот катсцены Я в шапке Позвольте Эйвору бросить вызов Кьетви у ворот крепости Бой насмерть Один на один Ты Хочешь этого? Кьетви отнял У моего отца Честь и славу Я их верну Вопросы чести Каждый решает сам Если Кьетви умрет До начала битвы Тем лучше для нас Сегодня мой клинок Как острые ножницы Скульт Обрежет нить Судьбы Кьетви Ну ну Хорошо сказано Воинскальд За это нужно выпить Надеюсь мы услышим Как об этом Сложат песни Про это сделают Игру Чуваки Эйвор Поговорим? Басим Хайсом Это не ваша война Но вы сражаетесь Это странно Странно Потому что ты не прав Наш клан Незримые Веками вел борьбу Против ордена Кьетви Что? Вы прибыли к нам Чтобы убить Кьетви? Да Точнее чтобы Хайсом мог его убить Мой ученик Уже много месяцев Изучает свою цель Слава Кьетви В других землях Так велика? Не его слава А слава ордена В котором он состоит Орден Это клан Враждебный нашему Хайсом Не хочу проявлять Неуважение К незримым Но Кьетви Убью я От этого зависит Честь моей семьи Понимаю Важно то Что Кьетви Сегодня умрет Этого Хотим мы все А есть предпосылки Что Кьетви Тамплиер Нет Кроме того Что его зовут Кьетви Жестокий О Пошла руда Готовимся Кьетви 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 Сигурд Цинь шлюхи Что же ты подкрадываешься К моим стенам В ночи как вор Сразись со мной Это мой бой Кьетви Сигурд пришел Лишь посмотреть Как будет пировать Мой ворон Вы гляньте Брат волка Похоже Снова попытается Закрушить меня Да Здесь еще не ассасины И не тамплиеры Еще нет Ни тамплиеров И не ассасинов Это Пэти Предтеча Орденов Ты будешь просить Пощады Как твой отец Брат волка Вопить Как вопила Твоя мать Это шо Босс Блин Он как Как белоснежка Ты так же слаб Как твой отец Ты че Голыми руками что ли Серьез Бля Я боюсь Ну да Ну и пошел ты Нахер Ты не сбежишь От смерти Че-то Мортал комбат Согласен Ну есть немного Я немного Обосрался Согласен Вот так вот А ты кто А Сюжетная драка Сюжетная драка Оооо Нет Я пролью Твою кровь Я скормлю Тебя волкам О Морошка Есть Если что Че там было С РБ То Прочитать не могу Зажать ЛБ Потом РБ Не отпускаю Окей Как ты попал У меня есть Носер Для всех Воронов Да пошел ты Сюжетная зим 30 Ужей О Сюжетzą Опять Погって Л вос Опять Опять Ты умрёшь! Да не уверен. Нет! Сейчас уже нет. Морожка! Блять! Волчья яма! Волчья яма! Эпичнейшая битва с первым боссом! Как будто это финальный! Что происходит? Грязная уловка, Эйланд! Ты впрямь сын своего отца! Да я это не хотел! Я это... Сердце вырву! Я тоже так могу! Он ничего на ему брат и ёфли! Помню, когда ты сам дрался с пареньком, у которого был родной! Он ещё так смешно тыкал в меня своей палкой! Почти не нанося мне вреда! Скинул его с масла! Всё, хватит! Хватит разврату! Чтобы прочувствовал эпос персонажа... Да уж, я прочувствовал! Просто, эта битва с первым боссом... Не знаю, какая-то... Постановка... Она могла быть вполне, как битвы с финальным... Да это не Один, очередной бессмертный, который уже даёт себя за бога! Хатун Хан? Да, привет! Ради твоего отца и его бессмысленной жертвы! Я так же ничего не понимаю, что и вы! Урожай трёх мёртвых поколений! Имена неизвестны! Всё бессмысленно! Нет! Мой клан не будет забыт! Да что это за аниме, прости господи! Это всё на арене происходит? Так... А ты кто такой, блядь? Покажите арену, пожалуйста! Иди валяйся в дерьме! Лучники! Цельтесь! Вороны! Убить их всех! Лучники! Стрелы! Э-э-э! Только не стрелы! Ставьте лестницы! Слютяны! Я забыл тут... Э-э-э! Т-э-э! Т-э-э! Тристо рублей! Съесть лисичку трупчатую! Бля, ассасин! Вставай! Ты нам нужен! А где?! Да, он лежит реально здесь! Может подобрать его тело и прикрыться телом отца? Подняться на стену и открыть ворота! Понял. Я один вижу эту лестницу? Камера, плиз! Камера, плиз! Камера, плиз! Камера, плиз! Ой, бля... Да, давайте! Разберитесь! Чё происходит? Чё происходит? Айди! Холодец! Ворота там! Порублю на куски! Смотри! Наконец! Все вместе, ясно? Не прорвались ты! Понимаю. Не прорвались ты! Парни! Я вас жду! О, Ань, привет! Давно тебя не видел. Почему на русском играем? А там выбор-то небольшой на самом деле. В скандинавской версии нет. Это кто, а? Неплохо. Неплохо. Ты на меня танцуешь? Давай! 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 Неплохо! О-хо-хо-хо-хо-хо! О-хо-хо-хо! Вот это сейчас было прям замечательно! Просто! Блин! Ну это красиво! Если тут с таймингами угадывать, то прям... Если в ритм войти, очень хорошо. Ребята, на самом деле... То, что нужно. Так, где? Где тварь? Добьючки прям интерактивные. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Ты чё делаешь-то? Несущий горе? Чё? Ты человек, блядь, вообще? Автор про него! Блядь! Отрожай удары! Корр! Помоги мне! Так. Не-не, всё. Нерь, опять я... Надо отключить камеру. Да ладно, чувак! Хорош! Чё на меня-то агриться-то? Тут дохуя кого, с кем можно биться-то? Прям вот меня, да? Вот я только, да, здесь есть? Парни, возьмите эту тварь! Парни, парни, эй! Оглянись! Сигурд! Сигурд! Ну, его трудно не заметить! Блин, всё самому! Всё самому! Блин, сейчас шальная стрела в меня попадёт! Еда! Еда! Нет! Дайте мне пожрать! Дайте мне пожрать! Ой! Заросли морожки! Лисички в яме! Лисички в яме! Так, парни, вы пока работайте! Делайте, что делали! Всё хорошо у вас получается! Вот она! Отлично! И сейчас яме, прикиньте, встаёт этот хер! Оп! Морошка, это наше всё! Блядь! 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 Вернусь! Вернусь на родину! Всё! Всё морожкой засею! Просто! Будут морожковые поля! Лиса просто! Будет ковры сплошные из морожки! Всё! На завтрак! На обед! На ужин! Так, парни! Вот что вы тут стоите? Вы с кем воюете? Ты куда приказываешь? Дра-ту-ти! Дра-ту-ти! Альфач? Ну как это? Ну не-ет! Ну не-ет! А могли бы все вопросы старым добрым флюттингом решить? С бабкой побывать? Странные ребята! Да, ресторатор согласен! Альфач, анимация боёвки 6.5? Нет! Нет-нет-нет! Ну блин, ну как? Ну кто меня там за... А я правильно вообще делаю-то? И почему... Где команда? Почему я один это должен делать? Эйвор с нами! Сагу о Винлэнде? Нет, не смотрел! Нам в какую сторону-то... Ворон недоступен? Мы где? Кто мы? Где я? Где я? Какой сейчас год? Отоприть последние ворота... Это я должен делать, да? Больше некому? Офигенный план у вас, ребята! Морошечка моя! Морошечка! Йес! Все, я готов! А там этот великан... Бля... Это враги? Нет? Это враги? Ты хороший? Заметним, сволочь! Убри! А вы его не видели, да? Ну ладно... Куда не беги! Это мой комментарий. А? Не ожидали? Ассасина! О-о-о! Смотри, что еще могу! Хочешь сказать, это лучше, чем в ЦУ-7? Не беги! Рубите им головы! Я пошел! Парни, работаем! 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 Там полно! Работаем! Эти трусы продолжают прятаться! Вперед! Эбер! Он убежал! Просто пиздец! Морожка! Морожка! Ах ты моя сладкая ягода! Прям такой... Так, хорошие? А-ка-эй! Нашим просто похер! Морожечка! А-м-м-м-м-м! Вот я помогаю, ребят! Давайте так же делать! Морожечка! Вот Сигурд более-менее работает! Всем остальным меда не получит! Морожечка! Извини! Ты... Ты меня... Въебываешься? Морожечка! Ты заплатишь! Ты заплатишь! С правой стороны! Ну и держишь! Храм! Так, морожечка! Ну и это... Подожди! Не надо! Не надо так выебываться еще! Подожди! 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 Эй, рано! Рано! Блядь! Ладно! Ну что ж, поиграем в ассасинов! ЭГОРМ! Этот трус сбежал! Его отец умер дважды! О! Ох, ребята! Вот это сцена! Да! Вот это храм! Всех богов! Ух! Так, ясно! Ясно, понятно! Туда не надо ходить! А в сюжете объяснено, почему... Пусть трус уходит! Хорошо ничего не сломал! А почему Викиг так паркурит? Ну, он просто бодрый мальчишка! Избранный Один, а... Трудное детство! Кстати, вообще не очень понятно его детство! С момента, как он выжил! Хрантора Спасителя! Блядь, опять... Опять Сигурд выглядит как... Как будто хочет меня придушить! Сигурд! Сигурд, все хорошо! Все! Ночь воспоют Скальдри! Опять они говорят, как в сагах! Провы имели битву, но Горм сбежал! На север, во владение Харальда! Пусть бежит этот побитый поросенок! Его отец мертв, а клана больше нет! Руге-фюльке принадлежит нам! Из зуба щенок может стать свирепым волком! Опять украли шапку! Послушай, ты вернул себе честь! Радуйся победе! Завтра мы будем праздновать! Ты прав, брат! Ты всегда прав! Викингейме именно так и выглядели? Ну, нет! Нет, это слишком голливудский лук! Он будет более чем доволен! И пригласит вас на свой альтинг в Альракстаде! О, альтинг! Альтинг это пати! Витв! Если кто спросит, то я этих дау ничего и не знаю! Хер им все! Они волхавы! Лучше пасонов из баннер лорда себе наберут! Они реально рубятся за всю хурму! Окей! Понял, всеотец! Эйвор посидел, что ли? Знаю, Сюнина! В другой раз! Что с Ассасином-то? Так! Что это? И кровь потекла! Вау! Да осуждаемый бедет! Все осуждаем! Все в контексте! Так! Предметы! Навыки! Нет, навыки! Прислать маленькую баночку варенья из морожки! Наверное, надо попробовать чудесную ягоду! Так! Смена рук! Удерживайте элоприс под парным оружием, чтобы сменить руки! Но это что-то слишком... Мудреное! Так! Оглушение! Путь медведя! А вот тут будет медведя! Офигеть! Сколько всего! А главное, все скрыто! То есть, ты развиваешь своего персонажа и не знаешь, типа, к чему привести! Смена рук это дзюва! М-м-м-м! Так! Да! Надо морожки пожрать! Ну, запасы! Чтобы у меня был плюс один! А есть какое-нибудь умение видеть морожку за 300 километров? Вот это я бы... Вот от этого я бы не отказался! Это просто спасает! Ну вот, морожечка моя! Еще бы парочку! И был бы кайф! Так! Ну, для начала мы пограбим деревню-то! Может, для чего? Что ты видишь? Мы для чего ее захватили? О! Я вижу какую-то пещеру! За водопадом! Так! Я вижу... Сокровища на складе! А! И еще одно вижу! А! И одно прямо рядом со мной! Норм! Займемся любимым делом! Начнем грабить! Дворцы, конечно, из гипербореи! Ну да, да! Уж слишком... Уж слишком большие здания из дерева! Слишком крупные! Прям... А! Как дверь открыта! Господи! Эйвор! Все открыто! Успокойся! Так! Ничего себе! Кастрюля борща! Ну вот это ты почему не ешь? Реально, питается только мороженое исключительно! Что тут такое? Прочитать? Гудхорм охотник! Обращаюсь к тебе от имени своего племянника, короля Харальда! Оооо! Смотрите, пошла какая-то интрижка! Итак, Гудхорм! Обращаюсь к тебе от имени к племянника, короля Харальда! Он заинтересован в создании сильной и сплоченной Норвегии! Мне хотелось бы обсудить это с тобой! Я приглашаю тебя в свой чертог! Ла-ла-ла! Ну, то есть, получается, что... Харальд и я и общался! И с Кятви! Это... Это, блядь, что такое? Серьезно? Вот это... Ну, нунчаки пошли! Ха-ха-ха! Ладно, сойдет! Нет, знаете, нет, нет, ну нет, ну это... Ну, блядь, ну нет, ну нет! Ну нет! Ну нет! Это перебор! Вот копье будет, возьму, а это... Так, а что? Че? О! Ну, блин! Крутой шлем! Вендельский шлем! Ну, это шлем вождя, конечно! Но! У меня с берсерком сет! С берсерком сет, поэтому пока будете терпеть шляпу, которую... Шапку, которую опять у меня отключили, но я скажу, пошли вы нахер! Так, а что я могу улучшить? Почему я могу это улучшить? А, типа, вот так вот, да? Давайте так... 30 часов Mountain Blade за такой шлем! Да! Да-да-да-да-да-да! Здесь просто... Я, кстати, так и не понял, откуда он меня? Просто вот на! На, чувак! Мы тут наконец-то решили подобрать его! Может быть, я его снял... Хотя нет, клан Ворона это мой! Это не клан... Это не клан этих козлов! Ладно, пойдем грабить! Продолжим! Да, дискотека впереди! У нас еще альтинг у короля! Где, я чувствую, будет... Красная свадьба! Стань моими глазами, Сюнин! Васюнин! Васюкин! Блин, что-то лень так туда лезть! Ну, надо! Интересно! Ладно, сейчас залезем! Так, ну если там калмаржа... Замерзший... Что ж ты цепляешь-то за все, как... Человек-паук? И еще раз! След infra И еще раз! Кусочек угля Это хорошо, если кусочек угля Май пардон Боевой медведь И чё? А, факелом? Ну, это... Ну, блин Я не понял Да, блин, не та кнопка Окей, надо было просто попасть Вот, главная тема, я так понимаю, игры Сейчас играет Главное, чтобы не сгореть ещё А, всё Куча жратвы И дверь наглухо заварена Стрелами тоже можно Так, чё про пещеру? Чё за пещеру, знаете? Вы же реально соврёте Недорого возьмёте Где-то пещера Ёбаная Там скилл Калмаржа Ладно, глянем по бырику, да И потом телепортнёмся Доберитесь до Алирикстада Понял Ох, ёптвою мать Есть чё? Как побыстрее-то, нет? Так, хоп-хоп Давай Скалолазанье На сто Да ладно Да что ты говоришь Ворона вызовите Ммм Нет, я надеюсь Сюда забраться будет Просто же, да? Просто? Без головоломок? Как ты лезешь, а? Чувак Ты просто зверь Ты-экс Ну, пещера не внушает ничего хорошего Но мы наполнены Ну, ты Псина, что ли Блять Ну, чё начали Кто тебе? Чё, какой Да я и не приду сюда больше Фу на вас Вот не приду Ах Ну, ради вида Ради вида, наверное, стоило ДЛЦ не купил ДЛЦ не купил? У меня все ДЛЦ Которые ещё не вышли даже Так, наша задача Право по рождению Ди-ди-ди Аэрик Стэд Мы можем это Типа Хоба Телепорт Иванович Рекомендованно влечь Чё? Я-я-я-я Типа Не-не-не готов, что ли? Пробей лёд Да нет Я Да нет Ну, если область недоступна Это значит Ну, вот Вот, видите Граница Ааа, это вот Вы серьёзно? Пробей лёд У меня нет слов У меня просто нет слов А чё это такое хоть? В приступе В приступе ярости Повалите противника на землю Обрушите на него град ударов Чтобы не потерять равновесие Попеременно нажимайте Л И РБ Ну, это Я установил её? Установил Нет, ну Реально это выглядело Как какая-то закрытая зона Ну ладно, окей Нормал 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 Так Короче Это находится реально в жопе Так Мы находимся здесь Так Ну Нам, судя по всему Нужно Дракарнуться Другого Выхода я не вижу Де Ну всё А чё по крови Тут летит в разные стороны Когда месил Да, да, да Да, да, да Довольно жестоко всё Отлетает головы Всё как надо Расселёнка есть Полицейский разворот На Дракаре Паруса Смотрите, прям ветер меняется Так По пути По пути, наверное, можно кому-то и присунуть Да, наверное Вот сюда Вот это грабанём, чтобы это не было О-о-о-о Песни скальдов История команды Давай Это песня? Осмотрись вокруг Я хотел клипы снимать Хо-хо-хо Не, ну согласитесь Есть моменты Так, мы плывем Вот суды Так, тут еще какие-то тайны Артефакты и прочее Но, как говорится Невозможно Собрать весь Assassin's Creed Поэтому будем собирать Интересное Я думаю, что это здесь Кто у них на гитаре играет? Один Так, а еще раз Ворона вызову Покажи мне все Хорошо Хорошо Так, ну там что-то крупное Да, я смотрю Ой, не такое грабили Так Так Стал ангар Убрать парус Луки Нет 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 А мы что Грабить не будем, да? Нет Мирные что ли, ребят? Ну мы-то нет А Ладно Сейчас припаркуемся Надо причаливать Так А вы кто такие? Почему не под нами ходите еще? Ну и спрашиваются Нахер вы мне нужны? Здравствуй Добрый человек Что тебе здесь нужно, дитя? Может ты повернешься Когда с тобой разговаривают? Спасибо Ааа, прошу прощения Ты не дитя Просто безмозглый замухрышка Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Мы что, где-то встречались? Эй ты, непотребный кусок киселя Тебя восхищать должна удаль моя Как ты смеешь бронить меня? Это же флютинг Ааа, это флютинг Понятно Я ни на что не соглашался Бэтл-рэп пошел Ладно Будешь состязаться со мной? Да, давай Давай Буду Дайте шума Так, небольшая ставка Средняя ставка Большая А сколько у меня денег? Ну давай по маленькой Вот мой заклад Я жду Приступай первым Дайте шума Людям трепет Внушает всем Сила моя А с виду Просто свинья Как свинья Ха-ха-ха Но мне нравится А с виду Просто свинья Как свинья Ну что же ты, друг Постарайся Так, блядь Ты что будешь Меня осуждать? Я прекрасен лицом И стройная моя стать Да тобой лишь детей Да и коты пугать О, какой ум Валя еще Признавай В остроумии Равных мне нет А почему я должен Отвечать? Может он будет Мне отвечать? Спори, люди Часто хохочут Тебе вслед И это все Что ты можешь? Жаль, жаль Я-то думал С тобой будет весело Деньги верни Что я выбираю? Я выбираю Хотя бы в рифму Потому что остальные Какие-то багор Блядь, мухомор Блядь, я сзади тебя Придурок Ты Рольф, так? Мы вместе ходили В набег У северного побережья Польщен, что ты Обо мне помнишь Стюр Бьерн Тогда впервые Отпустил нас В такую даль А Сигурд Поспорил с тобой Из-за добычи Ты в таком возрасте Еще грабишь? Нужно брать Что успеешь Пока Харальд Не подмял Норвегию Но я теперь Только все планирую А грабят Уже другие Кстати Я сейчас ищу Толкового капитана Я бы помог Но у меня давно Своя дружина Да я не про тебя Но помочь с выбором Ты бы мог Я кое-кого Присмотрел на проверку Проверку? Хочешь узнать Чего стоит человек? Проверь его боем Ха Ну показывай Мои люди ждут У причалов В основном местные Есть даже Несколько пахарей Они жаждут подвигов Как они В сравнении Со мной и Сигурдом Смешно сравнивать Серьезно? Как велика твоя слава Эйва Я только Я только приехал И сразу вписался В какой-то налет Больше хвален А прочих не волнуйся Это они Пусть волнуются Ха-ха-ха-ха Вот это конечно У меня бандитская рожа Реально Приехал Незнакомый город И тут же нашел Такого же ОПГшника И мы быстро придумали Как обтяпать дело Это мои люди Не самые опытные Но у них есть Другие достоинства Серьезно? Это твоя банда? Вместе с тобой Я превращу этих тюфяков В железных людей В настоящих воинов И кто из этих бедняк Будет верховодить? Видишь громилу? Аутбьер Говорит мало Но сил у него Как у медведя Та дева Асхельд острая И бьется зло И голова на месте А еще Да вы даже не попадаете По друг другу Не отвлекайся А то тебе череп расколет Ладно У него в башке пусто А шеха гуляет Но другим он нравится Из моих эти лучшие Значит трое Бывало сложнее Хочешь драться со всеми разом? Ну да В набегах царит хаос Значит и сейчас Правил быть не должно Только Не покалечь мне никого А то я и этих С трудом набрал Слушать всем Это Эйвор Брат Волка Он уже убил Больше людей Чем вы встретите За всю жизнь Брат Волка Я про тебя слышал Ух Весело будет Хотите верховодить Деритесь с ним Лучший станет капитаном Не убивать Не калечить Других правил нет Ясно? Я мотаю Давай А что происходит? Он должен быть беспощаден Мои нам Я сильнее Любого мужчины Ты чё? Я с чего поучился Мои не работают Супер этих способностей Да? У вас захват Есть какой-то Да? Серьезно? Рестлин? А вам точно я нужен Вообще? Нет? А я им нужен Вообще? А можно ещё раз? Научите меня этому Всё? Закончил? Так, ясно Я не понял Да они всё знают Нафига им какой-то тренер нужен Это же просто какие-то убийцы Ясно с этим квестом Так, чё ещё в вашем городе есть? Так, флютинг просрал Короче, порожи получил Какие ещё развлечения есть В вашем городе прекрасном? Сюнин, укажи путь У меня ещё жизни отняли, да? Потрясающе, блядь Я хочу понять Сколько у меня денег Кто-нибудь видит количество денег? Может здесь? А, блин У меня их мало Чтобы ставить Нафлютинг Блядь Я сто монет просрал Серьёзно? Можно как-то его отдохать И забрать это всё? Да слушайте Эти рестлеры Какие-то, блядь Злые Ну то есть Логика Квеста Где? Ты же должен был их учить А не получать Этих пиздюлей Такое ощущение Что они реально Только этого и ждали То есть Это было похоже Скорее не на учёбу А на засаду Плюс не работали скиллы У них работали скиллы А у тебя не работают Не знаю Рэп читай Да дорого Сто монет Так А чё я искал-то? Мне нужна твоя помощь Сюнин Так Так Ничего себе У вас тут прям Кабаки целые Может и еда есть? Ну вообще еды полно Но знаете Я такое не ем Ну так вышло Ну не ест Блядь он это Так стоп Вот теперь поиграем А денег не даёт Да? Не Лучше рэпчик Нет у меня денег на рэпчик У неё две Здоровье Здоровье восстанавливаю Ой Ёп твою мать Нет Я не то нажал Опять Так Всё Последний раз Я вот у говно играю Это не про Ассасинскрит Сейчас украдёт у меня Ммм Ну конечно эти А кубики Можно какие-то тоже С собой таскать Классные Так Д Д Д Д Давай Спасибо за субтитры Д Д Д Д Спасибо за субтитры Д Д Д Ну и дарами богов нанесу и два урона. Ого, у него все золотые что ли? У нас сейчас будет жизни восстанавливать. Я могу? А, да, могу. Ну у него столько жетонов. Не хватает. Вить, потренируйся во флютинге. Нужно попадать в количество слогов и рифмов. Думаю, на высоких уровнях будет интересно. Да я знаю, да нормально, в принципе. Я просто пока не разобрался. Блять, жесть. Как тебе, Вальгала? Ну, залипательно на самом деле. Я буду играть. Не знаю, может быть не на стримах? И при этом, что контент еще процентов на 10, наверное, следовало. Блин, ну то есть основная игра начинается в Англии. То есть это все еще такой очень длинный пролог. Мы не видели названия. Мы не видели названия всплывающего. Ubisoft представляет. Блин, сколько у него жетонов, а? Пора воровать, а какие дрени-фени. Нет, нет, нет. Ох, сейчас мне влетит, конечно. Восстанавливает здоровье на 6. Охренеть. Мощная бабка. Мощная бабка. Ну, сейчас попробуем. Попробуем нашим Тором въебать ей от души. Чисто на дарах богов выехать. Так, что мне надо заблокировать? Еще одну стрелу. Топор. Нет! Я не нажал... Ну... Блин, тут прям осторожно надо действовать. Не нажал, все, тихана. Ладно. Все, сейчас на 12 долбанем. Кайф. Давай, все стрелы. Сейчас. Так. Вот. На 8. Сейчас главное выжить. Угу. Так. Так. Скоро все кончится. Успех? Но ведь сегодня мой счастливый день. Сыграем еще раз? Вот, на столочке это мое. С меня хватит. Так, хватит с меня этих забав. И я выиграл у него вот этот вот жетончик. Омоложение и дун, который я могу теперь тоже класть на стол. То есть у меня появилась вторая билка. Гости и кости, да. Вот на столочке. Вот, вот это все. Так, что еще в этом прекрасном городе есть у нас? А, вот, вот это мне интересует. Вот это лавочка. Да, и ты все. Проиграла, сиди теперь. Извини. Медвежий поход. Срать захотелся. Да ладно. Не нас стримать. Про игру понятно уже. Мы ж тебя смотрим. Главное не залипать в опен вору. И давай флютинг. Да будет флютинг, будет. Со временем. Так. А, это квест, который у меня сломался, да? Это был квест, который сломался. Вот так запросто. Ну, я не знаю, что я хотел. Стрелой? А! Не туда стрелял. Ну, то есть. Нифига себе. Серьезно? Блин, кусок угля это какой-то Dark Souls просто. Простите. Все, извините. Чей бы не был этот дом, простите, извините, меня здесь не было. Просто отметь точки. Нет. Что еще тут есть? Ну, это ресурсы. Это, конечно, классно. А где? А где вот эти вот прекрасные квесты, которые мне обещали, что такие великолепные теперь? Это синхронизация? Да. И синхронизация. Здесь бы тоже нам не помешало. Ну, отметил... Отметил и что? Здравствуй. Прошу, осмотрись. Все из лучших ингредиентов. Интересно, а что можно продавать? Я вот пока хер знаю. Безделушки? Что продавать? Безделушки можно продавать? Или потом выяснится, что... Нет, безделушки нужны тебе для того, чтобы романсить прекрасную валькирию. Печь топить, да. Можно продавать? Или нужно продавать? Очень разные вещи. Блин, сегодня столько сообщений от моих друзей и знакомых, что они достали, достали Xbox, X или S. сегодня почему-то достать было сложно, если не было предзаказа, и даже если был предзаказ, то почему-то, блин, в день старта продаж Xbox'а, 10 ноября, достать его прям сложно. Ее можно достать типа завтра, потом он появится в свободной продаже, но вот именно сегодня, даже по предзаказам, тебе отправляли его почему-то завтра, но многим хотелось прямо вот, ну, день продаж его получить, никакого хрена. И там на какие-то тяжкие пускались люди, ех ездили куда-нибудь в другие вообще там подмосковные города, чтобы там получить консоль именно сегодня. Виктор Викторович, как отношение к Вальхале после того, как Лондиньум стал Лондоном? А тут Лондон, я еще в Англию не приплыл, я... Ну что, безделушки продаем, да? Светловская, дайте тоже сладких снов. А сколько сейчас время-то у нас? А, да блин, время детское, вы че? Так, это хлам, окей. А так, а как продать... продать безделушки? Все, вижу. Ещ! Я точно показал тебе все товары? Да все, до свидания. Мне уже пора, до встречи. А, ты не идешь спать еще, я понял. Хорошо. что, это самое большое? Медведь! Медведь! Это че-то по-итальянски пошло уже? Здесь полно стражников. Дальше нельзя. ХОБА! Да я чисто подспиздить. А это стражники плохие или хорошие? ХОБА! У вас медведь на крыше, ребят. Стражники, ёб! Таких стражников? Стань моими глазами, Сюнина. ХОБА! Блин, ты просто покажи мне, где вход. Я тебя отъебусь. Блин, ты можешь перебить вас, а просто. ёбаной матери. Так мне надоело. Да, 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 да. Стелас какой-то придумали. Я вообще не ассасин. Меня ещё даже не посвятили. Ну? О! Давай. Хочу вот это попробовать. Так, надо приноровиться, понял. Стелс? Сойдёт за стелс? Прольём под битвы. Блядь. Стражина! Еда есть? Я поем. Отлично. Заперли с той стороны. С равно через крышу? Это что сейчас за мма было? Хе-хе. То, что нужно. А-а-а. Нет, типа, когда я запомню, что эта херня поломается-то? Всё, понял. А, то есть можно было... Пацанок можно было не убивать, да? Ну, ладно. А, стоп! Рикки Вульф. Рикки Вульф у них командир. Значит, это те же... Те же козлодое. То есть эта деревня-то в принципе... Это деревня Кьятли? Это деревня Кьятли, ребята. А чё мы её не берём нахер? Непонятно. Много непонятного в этой игре пока. Понятно одно. Грабь, бухай, отдыхай. И не забываем про морожечку. это не она. Так, чё я ещё не это? О! Простите. Не обнёс ещё все ваши хаты. Юбисофт представляет не было. Я уже не уверен, что оно будет. Как перезапустить квест с дракой, интересно? Потому что нет, ну это как бы... работаем. Всё в мире временно! но эти реликвии, они вечно... волшебство! Входи! Входи! У сульки златоуста есть сокровище из всех девяти миров. Диковины, бесценные артефакты. И всё же ты назначил им цену. Всё так, о мудрый муж. Но я прошу только малую часть их цены. Вот частицы Иисусова Креста. И кожа змеи, что убила Рагнера Лотбрака. Не впечатляет твой товар. Что это за старый башмак? Им владел первый папа-христиан. Или какой-то святой. На нём благословение их Бога. Да, держится он лишь Божьей милостью. А этот ремень? На нём держался щит героя Сигурда в битве с великим зверем. Мать, как-то вышла мне такой же. А что насчёт этого шлема? Его носил Хальфдон Чёрный, когда погиб в бою. Он защищает и приносит урожай. Ты лжёшь. Этот шлем был на моём отце в арене в ночь, когда его убили. Эй, Эйвор? Ты змей, сульки. А это вещи из моего старого дома. Сколько Кьотви заплатил за измену? Нисколько. всё не так. Я правда был там в ту ночь, но за Кьотви не дрался. Я убежал. Трус. Теперь тебе конец. Нет! Я безвреден! Нет, 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 нет. Кто? Кто? Чего? Кто? Нет, 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 стой. Где ты? Где ты? Опять биться? Опять биться? Или мне нужно найти мужика? Или я сейчас совсем гордым буду драться? Берегитесь, милова! Не уйдешь! Вы потрошу! Дэд, умеешь ползать? Дэд, умеешь ползать? О, нет. О, нет. О, нет. О, нет. ОQРАТЬ, О, нет. Офи. Старый добрый ассасин Тоже умеешь по крыше ползать? Блять Нет, 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 нет Блять, только не ты Моя жизнь дар Одину Нет, нет Это нормально, да? Я так городе вот это вот Все вот это вот Творю Морожку Куплю стакан морожки За 500 рублей Морожечки, пожалуйста Насыпьте Честному гражданину И что я должен найти? Деревья, кстати, классно выглядит Детализация прям офигенная Пришел город, убивает людей А, он у меня даже как квест не отметился Теперь ищи свищи А, убег? Ну почему? Он сказал, что типа Что он в городе А, то есть с самого начала искать что ли? Господи, блять Покажи мне все Он убег в левый дом от дороги? А, типа я Должен его найти Или что? Ну у меня квеста даже такого нет Вернуться к его лавке? Ну у меня жизни нет Тут нет квестов В журнале только сюжет Деятельная тут стража Да? А вы говорите, чем он отличается? От других ассасинов? Где квесты? Что такое? Какой-то дурацкий город Просто вообще А, ну хотя я угля здесь нашел Давайте синхронизируюсь хотя бы Хотя бы, блять, это Дом слева от дороги Какой дороги, ребят? Ты ответишь за все, что сделал Хороший тайминг Ты ничего не видела, понятно? Просто Какой дом от дороги? Мир тесен Да-да-да-да А кровавольный ключ? Окей, окей Она притворилась мертвой Такая Нет, не убивай меня Я Сама мертва Притворяется мертвой Это что? Туалет, что ли? Внизу по дороге находится Так Я так понял, что я получил ключ Чтобы открыть Сраную лавку Сраного торговца Но я забыл, где она Она подумала, что это Настоящий медведь Да, и притворилась Короче, мертвой Так Ты прямо идешь на нее? А Господи, как все рядом-то? Это все? А шлем отца? Но он у меня был до этого То есть мы шлем отца решили не брать? Нет? Топор отца? Да, а шлем нет? Ничего себе, античные статуи Охренеть Но отцу этот шлем не помог Ну, не знаю Ладно, нашел дурачка Ну, прикольно, кстати, квест завершился Реально неожиданно Я думал, что я его больше не найду О! Мы можем перебухать Так, ладно Синхронайз сначала Это тоже, небось Жилище местного Криминального босса? Ох, нифига себе Ну, вот это Скайрим Вот это Скайрим, конечно, уже Вот это Вот это все Вот это монументальность Ну, такой сказочный, конечно Получился Север? Возможно Возможно Влияние Скайрима На самом деле А что ты идешь-то Как будто срать хочешь Что опять? Что опять не так? Еда? А, у меня же жизни было мало Вот это неплохо Такой Стоит памятник Одину И Одину, которому мы поклоняемся и слушаем Мы такие Блин И лавочки Ну, посмотрите это Ну, это же пародия на христианскую церковь Смотреть Ну, просто реально С лавочками С алтарем А, ладно Простительно Но маловероятно Маловероятно Чтобы языческие храмы Выглядели так же, как Христианские церкви Но это Ну, это просто нонсенс Блядь, какая-то лошадь Какие-то звуки Так Да ладно Ты не по-такому лазишь Ты че Ты че Ебешь меня, что ли? Да не сюда Вот Давай, человек-медведь Почему христианская Я думал, лавки в католических церквях А католичество что, по-твоему? Че, не христианство, что ли? И они не только католических Они и протестантских Ох Ох Красота-то какая Но зато красивая Этого не отнять Вид величественный Так Ну-с Мне кажется Вон там какой-то пруд Блядь, это реально прыжок веры Как он стоит там А как прыгает А стога-то и нету, да Ну, слушайте, мне кажется, нет, ну Бля, я, 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 я срусь прыгать Я просто срусь прыгать, конечно Как игра после пяти часов? Да отлично, на самом деле Ну, как бы, ну, есть приебки, есть Есть вот эти вот здания, которые являются Смесью церквей Христианских скандинавских XVIII века и типа Храмов Одина Ну, потому что у нас нет ничего Про Практически никаких Данных про Языческие, ну, северные Как на самом деле славянские, так и Скандинавские какие-то Культовые места, поэтому Дальше Все только в пределах наших фантазий А вот, вот такие, только на самом деле Они поменьше, поменьше Вот, такие кирхи Можно встретить В Скандинавии сейчас Но они христианские Ну, они похожи Вот такие же Красивые узорчатые Представители вот этого Деревянного зодчества Но XVIII века Уж ни в каком мере Блять, это не IX-X век И уж тем более Никак не связано с Одином Ну, блин Я боюсь прыгать Мне кажется, это ГГ сейчас будет У язычников вроде идлы Не храма Ну, конечно Конечно Да какие вообще строения Я слезу как мешок с говном Потому что я боюсь Не хочу ноги сломать Тем более, я не Я не ассасин Официально Так Ну, че у нас тут Попробуем еще раз Завести квест Про драчки Тамплиеры скрывают правду Ну, если только По синечке, что ли Я так смотрю Анимация этой драки Лучше, чем в сюжетных битвах Блин Ну, ладно Отдыхайте Так Где А, он там не появился Блин Это надо идти к Так Так Мы куда-то шли вот сюда Насколько я помню Потом спустились К реке Да Да, вот они Так Ну, че Попробуем Но он не активируется А как-нибудь можно, не знаю Типа, подождать Или как-нибудь Быстрое перемещение Во, давайте На корабль Быстрое перемещение Может, это поможет А, медитация есть Как в Ведьмаке Нет, давайте Быстрое перемещение Оно сейчас Должно перезагрузить Всю эту Конитель Тук-санойся Ночь Это уже не первый Фокус с табуреткой В смысле Морожка Кайф Как же я люблю Морожку Вы не представляете Просто Ну нет Я боюсь Так Медитация Говорит, есть Это Это как Меня не обучали Медитации Там, где Факел Ага Факел Плащ Использовать Рог Интересно, зачем Тоже не учили Призывать Дракар Медитировать Это Блядь, ну смешно И грустно Ну Ну что я могу сделать Я бессилен Перезайти в игру А еще А что Еще Что сделать Ради Ради Доп-квиста Сраного Перепройти Может вообще Блядь Начало Тайны Это квисты Да, я так понимаю Каждый раз Переустановить Винду Да-да-да-да-да Бокс Перепрошить Там, не знаю Виктор Будет лекция По сравнению Германской мифологии Славного Славянского Язычества Остерман Не, я хотел просто Про славянское язычество Все основные мифы Которыми сейчас Любят пользоваться Вот, потому что Вдруг Непонятным образом Популярность Славянского язычества Возросла И Появилось огромное количество Мифов Заблуждений И просто По германскому язычеству Это как раз таки Более-менее Хорошо все известно А вот по славянскому Как-то не очень Так Это продолжаете Я смотрю Ха-ха-ха Так Где тут Нет Где тут выход С вашей Ёба Деревней Сраной Логово Мародеры Ничего себе У вас тут Название То есть я так понимаю Что до момента Юбисот представляет Можно прям реально Угореть по Норвегии Обалдеть Ну вот патч накатит Обновление Дети какие-то Так Ну поехали Кучаться Что-то мне подсказывает Что Альтинг Ничем хорошим Не закончится Опять битва С каким-нибудь Гигантом Злый Обалдеть Я пошутил Я такой же Как и ты Кто воет А у меня стрел А у меня стрел нет Получится как Нет Нет Не получится Все Проехали Все Ушла история Бешеные Блять Животные Че я такого Сделал Откуда там Белые Медведи А да Это еще Белые Медведи Я там Высматриваю Медведей пока Я не жду Что я прославлю Нашу семью Но все Уже давно Сделали до меня Все Великие Победы И Великие Смерти Достались Моим Братьям И Дидьям А что Осталось Мне Даже Боги Молчат Но я Встретил Тебя Так Ты хочешь Великой Победы Или Смерти Нет Я хочу Жить И одолеть Тебя Я уж точно Не смогу Это Так Ну Может Ты укажешь Мне путь К победе По тебе Сразу Видно Дышный Ты сам Это Понимаешь Ни к чему Отрицать Может Помочь тебе Добыть Славу На охоте Найти Зверя Тебе По плечу Вон там Бегают Что? Чего? Что? Три стрелы Спасибо Ну иди Охоться Че ты Я посмотрю Отсюда А надо Привезти Ему Блин Почему Квисты Серьезно Задания Больше Не описываются Не может Быть Это бред Какой Так не бывает Блять На свете Серьезно Доп Квисты Больше А если Ты забыл Вообще Если Ты их Набрал И выключил Игру На месяц Ну То есть Ты выключил Игру На месяц Ну у тебя там Не знаю Вышел Гадфол Например Где ты такой Гадфол Да хотя бы Ты на неделю Ушел В Гадфол Потом Call of Duty Потом возвращаешься И че Так делать нельзя Нет Ну серьезно Задания у тебя Нигде не записаны А ты набрал Прям реально А нельзя Набирать На задание Нельзя Набирать Набирать заданий Много А че Че нужно Сделать Я не понял Серьезно Нужно Убить Или привести Ему Кого-то Вы поняли Привести Медведя Так Медведь Его Сожрет Нахер Расправь крылья Сюнин Вон они Блять Ну тут Тут вообще Все хорошо Ну че Какие ставочки На всякий случай А ну все понятно Ну давай Добивай Мишка Так мы его Не убьем Все равно Это че сюжетный бой Что ли А почему Он ее убить Не может До конца Не хочу Приводить Троих Зверей Это Это Бред Они по нему Не попадают Да он Что-то По ним Тоже Не то Чтобы Сильно Хотя Вот этому Вроде Хана Ты убьешь Кого-нибудь Нет Ну в принципе Да Так Так Минус Волк На Поебалу На Добить Жалости Ну у меня Три Стрелы Приводить То Зачем А че Делать Ну Короче Я Я поступлю Он На меня Смотрит Да 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 Хуль Ты Меня Смотришь Что Давай Убивай Ну Кстати Они нормально Потрепали Его Это Опасный Блин Эй Охотник Мне кажется Сейчас будет Клоунизм Ну Короче Ну Покрой Себя Славой Вблизи Они Крупнее По-моему Не получится Ты че Ну Ж Эрленд Слава Ждет Давай Бля Так И Знал Твой Бог Заждался Важен Каждый Удар Смерть Невеликая Ну И он Таким Не был Ну Как Ну Не вышло Что Тебе Обосрался Что Вообще Биздец Да Нахер Вообще На Медведя Лезь Что За Кто Это Придумал Это Медведь Да Ёб Твою Мать Отъебись От Меня Я Победил Великий Был Бой Да Че Че Происходит Давай Давай Быстро Давай Предмет Предмет Я Пойду Как Твой Первый Раз Боги Чудесно Мой Хук Воспарил На крыльях Воронов Новому Тебе Нужно Новое Имя Отныне Ты будешь Эрленд Волкодав Убийца Псов Имя По мне Знаешь Думаю Что О моем Вот так Надо Проходить Рассказать В стихах Прощай Гроза Зверей Давай Быстро Мне Что Небудь Смерть Невеликая Ну и он Таким Не Был Отстали Короче Обещанный Клоунизм Произошел Главный Квест Успели Еее Айвар Счастливчик Айвар Победитель Медведей Укротитель Медведей Я бы даже Сказал Спасибо За помощь Я Оказал Помощь Он Был Мне Благодарен С Благодарностью На устах Он И погиб Все Произошел Клоунизм Короче Возвращаемся Его Вальхалу Возьмут За такое Ну Допустим Допустим Давайте Давай Так Пацаны Поплыли Отсюда Я вам Расскажу По пути Тут Такое Вообще Творилось Ребята Просто Деревня Деревня Дураков Блин Ты Бежал От боя Тебя Точно Какого Боя Бежал Что Такое Что Там Это Что Нас Это Что Нас Ударило Йормун Гардер Или Белый Кит Так Кого Б еще Ограбить Верф Хервика Как понять Что можно Грабить А что Нет А мы Кстати Не участвовали В алк Турнире Ну Бехер С ним Меня Меня Смущает Надпись Что Рекомендованное Влияние 280 Это Как Вообще Как Это Как Это Как Это Понять Блять Или Или И И И И И Что Что На Квест Я Нормально Попаду Типа На Квест Это Не Влияет Ну Это Сюжетный Квест Что Типа Не Надо По Региону Шрайбет А Плыт Конкретно В Все Правильно Понял Отлично Ну Блин Ну Тоже На самом деле Вот Это Тоже Нужно Понять Да Это Нужно Честно Говоря Знать Клоунизм Ассасин С Крида Что Типа Вот Это Так Надо Читать Но Вообще То Можно Прочитать Иначе У Тебя Влияние Блин 13 А Рекомендованное Влияние Вот Ты прям Наводишь На этот Квест Написано 280 Ну То есть Можно Можно От этого Вскрыться И Вот Это Все Пылесосить Ну Ну Игроки Разные Бывают Не знаю Не знаю Не знаю Русский Рот Шмотом Ну Или Шмотом Там Ну То есть Ну Это Надо Прям Так Хорошей Хорошечно Просто Заплати В магазине Вопрос Не в тему Когда День рождения Канала Ну Надо Кстати Посмотреть Ну Наверное Наверное В начале Января Ну Первого Января Да Наверное Магазин 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 Смотрел Да Внутри Игровой Розовый Дракар На самом Деле Меня Тихо Псс Меня не Смущает Розовый Дракар Кстати Вообще А А Ну Там Там Были Там Были Да Но Единственное Что надо Этим Воспользоваться Где нибудь Уже В конце Игры Когда Будет Вообще Насрать На все И ты будешь Каким-нибудь Полубогом Плавать В фантастическом Доспехе Максимально Прям В фантастическом Не смысле По характеристикам А он будет Выглядеть Как Костюм Не из этого Мира Наверняка Это будет Какой-нибудь Костюм Предтечий Светится У тебя Будет Какое-нибудь Оружие Световой Меч Вот И там Уже Реально Плевает На чем Плавать Вот А первой Половины Игры Я все-таки Предпочту Предпочту Играть Как Как будто Бы Это Викингские Саги Хоть Чуть Чуть Такие Преувеличенные Викингские Саги Кстати Если смотреть На это Действительно Как на Максимально Преувеличен Героизм Количество Врагов И всего Прочего И много Элементов И фэнтези И фантастики Кстати Наверное Вот Наиболее Подходит То есть Это не Не исторические Норманы Да Получаются А именно Герои Герои Саг Которые Сражались С великанами Или с превосходящим Количеством Врагов Могли Всех Перепить Съедали Целого Теленка За Обедом Ну то есть Вот Такие Гипертрофированные Такие Войны Победители Герои И жили Тоже В каких Домах Тоже Невероятных Вот В принципе Разговаривали С богами Были Любимцами Одина Вот Это Вот Это Вот Все Прям По Сценарию Идет Так Ну Че Блин А там А там Даже Плыть Стремно А сюда Лучше Не высаживаться Хейльбур Он Должен быть Справа Ну давайте Заглянем Ну так Кайфуй Да я кайфую Правда Ну это Это очень хорошо Сделано Все Ну местами Как в любом Открытом мире Есть свои Приколдесы Ну так и В Red Dead Redemption Можно тоже Доебаться Хотя Red Dead Redemption Я считаю просто Величие Спокойно Причаливай сюда Блять Нееет Такой Пацаны Я просто хотел Искупаться Так Шапку Мне опять Спиздили Блять Ну кто Так делает Кстати Можно улучшить Дом Нет Он был Здесь Когда-то Это его Деревенька И че То есть Никто Не живет Серьез ли Да Как будто Вчера Собирали Нет Такое ощущение Что кто-то Здесь живет Блин Ну это вообще Сказочный Пряничный Домик Блин Нет Ну выглядит Конечно Все Next Генова Войти Это можно Может быть Там мы найдем Какие-нибудь Шмотки Нашего отца Все Морошкой Поросло Да Морошка Конечно Так Я помню Ну вообще В любом Длинном доме Должна быть Дырка В потолке Часто сюда Забирался Чтобы быть Высоко Как вороны Кстати Насчет Воронов Покажи Что там Впереди Я вас Понял А в главном Доме Ни хрена Да Ну не может Быть Чтобы Совсем Ни хрена Ой Это все Здесь мама Пела мне Колыбельные Ее голос Дарил покой Теперь я забыл Что это такое Почти Бочки какие Блять Промышленные Мои покои Постель Тогда они Казались Больше Дохера Все Пошла Будто Целая Жизнь Тут же Дохера Всего Пацаны До сих Пор Помню Запахи Того Пира Ужина Который Я так И не Попробовал Это какая Ностальгическая Часть Да Тут больше Ничего Интересного Нет Нет Это все Трогательно Конечно Но Как бы вам Сказать Что Трон Я садился На трон Где Шлем Отца Да Спиздили Че Трон То Взымать Да Я сидел На троне Блять Вы так Орете Что Трон Ну Долг Так Провисишь То А Че Силач Что Здесь Я пролил Чернила Надо было В определенном Порядке Что Еще Здесь Отец Был Ярости Это все Трогательно Но где Уголь Вот это Правильный Вопрос Чтобы 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 Вручили Уголь Ну я Что Многого Прошу Уголь Украли Остальной Ценности Не Представляет Да Жалкие Сволочи И нахера Это Конечно Виктор Что Ожидаешь От Хел Блей Д2 Я Так Понимаю Там Язычество Покажут Более Реалистично Чем Тут Ну Как Сказать Реалистично Если Сравнивать С Первой Частью То Там Какой Там Реализм Господи Там Тоже Мифология Такая Додуманная Отсюда Еще Хер Выберешься Да Выпустите Меня Отсюда Я Все Понял Я Поностальгировал Какая-то Музыка Пошла Уже Нехорошая Да Так и Умер Это мне Прям Реально Надо Забраться На Крышу Что-нибудь Есть Попроще Нет Блядь Не дай бог Надо будет Скакать Блядь На этих Блядь Нееет Такие тут Загад Тут загадка Выбраться Отсюда Нахер Так Есть Есть Идея Можешь Прыгнуть Назад Нет Вот Серьезно Мы спустились Сюда И не Получил Никакого Угля Где Так Я в замешательстве Ёптать А Все Я понял Серьезно И Ни 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 Маленького Ни Даже Железной Руды Не дали Ни Обсидианчика Ничего Вообще Ну Вы Блядь Даете Спалить Все Кхерам Проклятое Место Не падай А это Вот как Вообще Ты получил Нечто Большее Так А погодите А это Как Покажи Мне Так Стоп А это Что Здесь Здесь Встретили Смерть Мои Родители Я бы Погиб С ними В бесчестии Если бы Не Сигурд Сейчас Так Мне надо Зайти Домой Серьезно 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 Мечет До сих 17 лет 17 лет Франкский Меч Да он Стоит Дороже Блядь Возьми Его Идиотина Купишь Дракар Себе Второй Ого Как ты Можешь Так А где Это Подземелье Понял Когда отец Показал мне Этот путь Я был В восторге С тех пор Я каждый раз Выигрывал В прятки А че там Вот Так А вот и уголь Друзья Вот так бы Сразу Поэтому Серебро Камни Ценности Как псы Кьетви Упустили их Серебро Камни Ценности Друзья мои Я в глаза Долблюсь Как ты их Упустил А Наверное Он имеет Ввиду В целом Да Не зря Приплыли Спасибо Папа Спасибо Мама Даже на том Свете Вы помогаете Мне Поплыли Парни До новых Встреч Вальхали Да Спасибо Этому Дому Но меч Мог бы И забрать Серьезно Все на Весла Го По сюжету Так мы Идем Мы идем По сюжету Больше Паруса Мы сейчас Сплываем Опасные Воды 280 Уровня И там Главное Ни с кем Просто не Сражаться А тупо Очень осторожненько Доплыть до суда Даже не пытаться Ни с кем Взаимодействовать Это Блядь Чревато Просто ты Не достоин Меча Хорошо Ну ладно Я Но Этот меч Он Ценится Во много раз Дороже Драгоценности Это меч Как Скалибр Только не в камне А в избе Так Вот здесь Главное Ни с кем Слушайте А тут есть А тут Тут есть Битвы С Дракар На дракар По облакам Все хорошо Вроде нет Ну Вроде И Вроде и Слава богу С другой С другой С другой Страны Маунтенблейди Еще какие Маунтенблейди Еще какие Да Там захваты Городов Не очень А вот Битвы На Дракарах Отличны Так Ну что Мы приехали На вечеринку Так Так Ладно Давайте Давайте Немножечко Немножечко По роллплею Немножечко По роллплею Все таки Мы приехали На вечеринку Блять Чтобы уж Совсем Ну все таки Я представляю Клан Ворона Ведь Костюм Медведи Самое Но Ладно Если Если Что пойдет Не так Быстро Переоденемся Ага Гуд Гуд Хорм Я уже слышал Это имя А это Большой Город Сидишь Сидишь Сюнина Хью Так Тут сейчас Квестов Нам Да Надают Или Пиздов Что Одно и то же Вон Вон он Да Ну Ка А нет Так Конкурс Пьянства Какой-то великан Ходит Ладно Давайте Пойдемте Начнем Праздновать Весь Твой Рот Смердит Мне Нужен Нужен Сильный Трус Хочешь Пить Выпей Додна Быстрее Меня И победа Твоя Хочешь Делать Ставку Серебра На бочку Блять Мини Игры Блин Дорого Серебра Ты добился Чего Хотел Эйвор Но Что-то Как будто Омрачает Твою Радость Горм Здесь С остатками Своего Клана Как Этот Тролль Посмел Высунуться Не Время Для Этого Здесь Действует Перемирие Так Харальд Харальд Нам Помогал Завалить Его Клан Я Не Понял Вот Это Интересно Охотники Охотники Как Одиссеи Да Не Знаю Ты не Ты не видел Кьотви Особый Знак Серебряный Размером С ладонь С изображением Ясеня Возьми Продай Подороже Я Знаю Где Лагерь Горма Если Хочешь Встретиться Ой Дурак Могу Научить Одной Уловки Уже Ищешь Себе Нового Ученика Ладно Давай Что Мне Делать Плащ Послужит Тебе Покровом Смешайся С толпой Стань Незаметным Шапки Медведи Ты делишься секретами с тем кого едва знаешь Уж не предлагаешь ли ты мне вступить в ваше братство Вовсе нет Если люди борются за честь и свободу Мне не важно кому они при этом служат Думаю ради чести не стыдно иногда прибегнуть к обману А Горм пятно на моей чести На штанах Пятна не выводить собрались В девятом веке Блин Прежде чем ты войдешь в лагерь Расскажу еще кое-что Ходить незамеченным по территории врага Это искусство Блядь из какой пьянки ты идешь чувак Ты был там в костюме фараона? Куда мы приехали вообще? Когда ты в капюшоне Тебя не замечают издали Держись подальше от любопытных глаз И тебя не увидят Не обнажай оружие Резкие движения Прекают внимание Напоминаю Чтобы уловка удалась Нужно надеть капюшон Горм там В лагере впереди Идем Все Уроки закончились Дальше я сам Ох, какой Какой Какие здесь, конечно Можно лепить картины А-а-а Ой Это надо же Кто же пьет мед На голодный желудок Чтобы столько пить Надо сперва что-нибудь съесть Как говорят Сытого мед не берет У меня есть баранина Морошечка Я-я сборщик Морошки Извините Ничего не знаю Когда в плаще Меньше привлекает внимание Окей Ии Ш жалкий трус бери оружие и пойдем отсюда и пусть один раз судит нас стелс перемирие нельзя нарушать иначе тебе придется уйти из альрик стада я вас не потревожу ты был рожден бесчестным мерзавцем горм твое место в самой глубокой выгребной яме хель продолжай эйвор так ты станешь легкой добычей у него кольчуга я сейчас обратил внимание из мифрила какая-то биба и боба ну да лишь пятно на моем плаще да так чё альтинг погнали 300 метров а это что такое серьезно серьезно ключ грубой работы а ключ подвал где у нас подвал в доме где-нибудь я его не вижу вы слышите этот звон вы слышите этот звон стреляй стреляй из лука куда во что а ключ мне на что кран с грузом какой кран с грузом а вот это что это так они в подвал ходят а нормально можно в подвал войти нет а 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 она а а а а а это что что до хера стрел нужно не какоето говно у нас только стрел нет не нужно ближнего боя знания Ага. Да, это мейнквестовый город. Мы идем. Попробуй булаву. Ну она, конечно, прям совсем не историчная, но... Попробуем. Здрасте. Как тут красиво-то у вас. Конечно же, закрыто. Руки помыть перед пиром? Да я бы морожечки бы. Морожечки родненькой навернул бы. Какая скрытая атака. Ты что, военный вождь? Все, прекрати. Прекрати. Прекрати, я тебя прошу. Пойдем. Так, ну посмотрим. Не зря я переоделся. Скажи мне, что Горм жив. К сожалению. Да. Спасибо. Нет, блядь, я переодевался, чтобы он, короче, в этой сраной... Рогоже ходил. Не люблю длинные речи. Но любишь их произносить? Многие здесь знали моего отца Хальфдена. Это был великий человек. Его ногу зарыли у нас. Богатый же был тогда урожай. А у нас зарыли его зад. Нам досталась только грязная речка. Я хочу большего. Создать королевство воинов, какого еще не видел мир. Под рукой одного короля. Не видел мир. Единственные силы. Мы пролили много, сражаясь друг с другом. Сегодня мы объединимся, чтобы покорять новые земли. Как-то не харизматично ты звучишь. Лучше горячим я вам не найти. Я сражался с самого детства. Я вел самое большое в Норвегии войско. Да, это Харальд прекрасно волосый. Ищет искренних советов. Так что я спрошу, кто из вас против этого союза? Я тебе не враг, Харальд. Но и подданным твоим не буду. Завтра мы отплывем к другим берегам. Мои земли теперь твои. Жаль это слышать, Хьор. Твоя жена согласна? Она разве не устала от странствий? Мы с мужем одно целое, король. Тогда я с ним в странствии... А твоя жена откуда? Мне жаль отпускать такую женщину, как ты, Льюфина. Но я понимаю. Льюфина? Пусть Норны благоволят. Мне кажется, что она откуда-то из... Мой король, я готов принести тебе клятву верности. Гормсинг Йодви, ты смеешь здесь появляться? Разве стюрберна сироп не избавляет тебя наши земли? Самка, да. Гланд ворон оторвил меня, король. Моего отца отравили. Его доставка смерти. Коми-пермячка. Убить, изгнать, тебе решать. Интересно, можем повлиять? Ну, давайте. Я бы отправил его в Хельхейм вслед за отцом. Понимаю. Но быстрая смерть слишком хороша для него. Горм для ворон корм. Отныне ты изгнан. И я сам тебя им скормлю, если не уйдешь до полной луны. Горм для ворон корм. Король, ты позволишь? Говори, конунг Стюрбьерн. Мой род владел этой землей, еще когда сам Один бродил среди людей. Мои владения невелики, но оплачены кровью. Победа над Йодви доказала, что мы не сдаемся без боя. Все здесь теряли друзей, братьев, сестер, сыновей и дочерей. И меня не миновала эта участь. Пусть тот, кто ищет войны, проходит мимо. Если при Харальде у нас будет мир, я преклоняю колено. Что? Что во имя Хельды творишь, отец? Провозглашаю мир, Сигурд. Все наши войны окончены. Ты ни слова не сказал мне об этом. Я не отдам никому то, что мое по праву. Тогда войны продолжатся. Будут умирать люди. Будут гореть деревни. Мир возможен только с Харальдом. О чем вы спорите? Ты умрешь как Трелл, хмельная скотина. В одиночестве, лежа на соломе. Прости его. У него слишком горячий нрав. Я не сержусь, Ярл Стюрмбьерн. И я благодарю тебя. И за это я спою тебе мою новую рок-балладу. Но у всего есть свой конец. Он реально как будто бы сейчас исполнит нам что-то. Рагнарёк. Мы скоро поговорим. Это как удар в спину. Ты знал, что сделает Стюрмбьерн? Да, я знал заранее. Но я его не принуждал. Он сам принял решение. Ты не мечтаешь о славе, Эйвор? Мы ему клану нужны такие войны, как ты. Я мечтаю о Вальгале. Ну уж нет. Так, я следую за Сигурдом. Мне неведома моя судьба. Вот так, наверное, будет логично. О судьбе я знаю лишь то, что она непостижима. Потому не беспокоюсь. Ой, сними ты, блядь, эту рогожу кожаную. Я не доверяю тем, кого не понимаю. А без доверия я не могу. Тебе нечего бояться, король Харальд. Я верен своему брату Сигурду и не желаю тебе зла. Тогда знай, что если вы оба останетесь, и ты, и твой брат должны служить мне. Даю тебе день на раздумья. Но поговорим об этом в другой раз. А сегодня будем пировать и встретим рассвет в новом королевстве. Какое королевство там? Один ярл согласился, одного изгнали. Один сказал, пошел ты нахер. Королевство. Вот они, расхождение с братом. Какое расхождение с братом? Они вместе. Мне кажется, поэтому они в Англию поплывут. Им... Норвегии больше ловить нечего. Цвета Харальда спешит объявить эти земли своими. Объявить? Богик. Да он метит их точно щенок. Харальд молод, но очень умен. Не стоит его недооценивать. Он быстро стал взрослым. Хочешь поговорить? Иди сюда. Блядь, а с кем я разговариваю-то? Я думал, ты Даг. Брат прав, надо самим править. Ну так и мы и решим наверняка и по этому поводу плыть. Плыть в Англию. Ты хочешь со мной говорить-то или нет? Ты из людей Харальда? Да. Король желает лучше знать земли, которыми теперь правит. Вот и все. Позволь спросить, ты сам из тех, кого он подчинил? Лишил ли Харальд земли и тебя? Нет. Моя семья жила под его рукой со времен его отца, Хальфдена Черного. Что ж, добро пожаловать в Форнбург. А-а-а, мы вернулись уже в Форнбург. Вот так вот, да, это все произошло? Ну, пойдем искать Сигурда. Так, ну короче, зря я переодевался. Все, что я могу вам сказать. Зря я переодевался, ничего из этого не сработало. Блен. Все, поэтому шапка, дурацкая шапка возвращается. Как и второй топор. А еще, кстати, надо будет Железная Звезда. А он, кстати... Давайте такое попробуем. Бля, улучшать, не улучшать. А что хочет? Мне кажется, мне не понравится сражаться этой херней. Опять костюм бомжа напялил? Слышите? Ива, И... Да встань ты. А, все, я понял. Такой... Не ожидал. Как твои дела, Хайсум? Это был тяжелый удар. Мне уже лучше. Я никогда не стану воином, как хотел бы Басим. Но есть и другие способы служить братству. Теперь, раз Кьетви мертв, ты вернешься на юг? Мы отправимся на запад. Басим не утомим на пути к цели. Тогда отдохни как следует перед дорогой. Раненым в открытом море непросто. Конечно. Спасибо. Как это... Пуси ассасин? Пуси ассасин? Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Ой, да где его искать? Ага. Где же Сигут? Слитки позволяют усилить снаряжение. Так я вроде и сам научился, нет? Нет, или Гунару сходить. Не везде не везет. Надо бы это изменить. Что ты видишь? Чем могу помочь? А, нет. Надо что-то таскать ему. Слитки вот эти вот. Или самому это можно делать? Я что-то не очень понял. Цена 3? Серьезно? Слитки угля. Нет, там какие-то другие слитки. Появились, короче, какие-то вот эти вот мелкие. Вот это уголь, а там какие-то другие. Ты открываешь на уровне прокачки за слитки. Эээ. Эээ. Понял. А прокачиваешь сам. Все, я понял. Нужно что-нибудь еще? Не знаю. Этого достаточно. Я всегда готов тебе помочь. Непонятно, что качать, если честно. Дайте посмотреть все оружие. Налоги, блядь. А то вы... А то вы не платите налоги. Ага. Можно... Когда приплыву в Англию... Когда приплыву в Англию, надо будет прям целые плантации морожки засадить. На этом прям делать... Я в них дыр понаделаю! Это Эйвор. Открой дверь. Входи. Только тихо. Чтобы не слышны люди Харальда. Где мы будем жить? Англия не сдастся. И война будет вечной. Или они сделают из нас христиан. Тихо! Все, слушайте меня! Два дня назад мы избавились от Кьотви и его псов. Но нынче мы не пируем. Мы прячемся за облаком страха. Но может быть иначе. Мы не позволим мальчишке наступить нам на горло. Мы клан Ворона. Наша судьба в наших руках. Ты знал, что твой отец даст клятву Харальду? Не знал. И оттого мой гнев полыхает еще жарче. Но я не собираюсь впадать в отчаяние. Мы не можем остаться здесь, под сапогом Харальда, не разжигая войны. Но можем пойти дальше. А, ну вот, собственно, да. Остались безземельными. Ну и нужно завоевывать теперь собственную территорию. Сыновья Рагнара Латброка пришли туда восемь зим назад. Хватит ли там земли всему нашему клану? Земли хватит всем же. Из четырех королевств Англии, лишь в одном царит мир. Не желаю носить ошейник Харальда. Я согласен. Это будет сага на века. О да. Чтобы обосноваться на новом месте, нужны время и средства. Но богатств Кьетви на это должно хватить. Нет. Они принадлежат отцу, и это справедливо. В Англии мы все начнем заново. Предлагаешь начать заново без денег? В чужой земле, где нас ненавидят? Какие деньги, блядь. Серебро Кьетви сильно облегчило бы нам жизнь, Сигурд. Его одолил я. И я вправе взять его имущество. Наш уход не должен вредить моему отцу. Это время возрождения для всех. Мы возьмем с собой морожку. Серебро Кьетви пригодится нам в Англии. Хорошо, оставим серебро Стюрберну. Так, чатик голосования. Надо забирать. Это точно Ассасин Скрыт, где ассасины? Нет, ну вообще-то, вообще-то здесь стоят с нами. Я не про сейчас, не про Айвора. Зачем эти гроши? Не знаю. Серебро. Оставь эти цацки. А в чем проблема? Мы кого-то хотим обидеть, что ли? Потом проблем не берешься. Из-за чего? Какие? Ну... Мы... Подождите. Айвор правда победил Кьетви? И что он за это получил? Второй не видно. Хорошо. Оставим серебро Стюрберну. Папаша Сигурда. Брат обидится? Ой, брат. Награбишь в Англии? Награбим в Англии. Морошки. Ладно, к черту. Действительно, ну какое серебро? Что там? С кем мы там будем торговать? Что нам это серебро? Хрен с ним серебром. Награбим в... Монастырях. По пути. Главное взять семена морожки. Ну и с братья. С братья не надо ссориться. Потому что Вельва... Вельва это манипуляторша. Нас пыталась рассорить. Поэтому да, давайте не будем. Хрен с ним. С этим жалким серебром. Там что? Магазины нас там ждут. Склады. Чтобы покупать стройматериалы. Там... Натуральное хозяйство же. Натуральный обмен. Поехали. Если ты не согласен, я пойму. Не надо ссориться. Оставь богатство Кьетви своему отцу. В Англии достанет добычу для всех нас. Ладно. Не хочу недомолвок между нами. Мудрый вождь признает нужды и мнения других. Значит, в Англию пока не угас день. Берите только самое нужное. Пока не угас день. Вот это сборы. Нам не нужно внимания воинов Харальда. Даже сейчас, мне кажется, сборы в Англию займут больше времени. Типа... Не слетать ли нам в Лондон? А полетели завтра. Опа. Так, наша индийская принцесса. Слышь, что ты слышала? Немало. Открыт новый путь, и странствие твое будет нелегким. Ты не уйдешь с нами? Я остаюсь ради матери. Кстати, Виктор, как тебе сверхглубокая скважина? Стоит смотреть, если я люблю хорошие Харроры. Так, ну пока есть минутка. Ожидал большего от сверхглубокой, правда. На мой взгляд, они там понадергли из всего. На удивление, кстати, много из... Ласт оф Аз. Зачин хороший. Довольно неплохой там сеттинг у них. Фантастический, правда. Потому что, если вы когда-нибудь интересовались этой скользкой, сверхглубокой, то это скважина, ну вот такого размера. А там прямо в лаборатории внизу, там опускается лифт туда скоростной. Ну то есть такой... Навертели такой фантастики откровенной, что в принципе неплохо. То есть у нас есть Харроры в космосе, у нас есть Харроры под водой. А это такой Харрор на глубине там 7 или там 10 тысяч метров. Ну, ну, не знаю. Ну вот, поначалу я такой, о, класс, прям лаборатория. Немножко чужой там, немножко там то-сё. Вот, немножко, не знаю, сквозь горизонт. Но, на мой взгляд, задачи не справились. Ну, если в сервисе в каком-то будет у вас, посмотрите. Так, всё. Сборы? Слиться с окружением? Что? Ну? А, это Меленко. Это Меленко. А, Седдэ? Хе-хе-хе. Да. Муку добывает. Лол. Мукомол, да. Так, морожка. Нет, морожка понятно. Так, что... Оба. Всё. Максимум. Так, морожка в карманах. Викинги. На диванах. Чё у нас там? Ну, пойдём тогда. Максимум. 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 Может, перебить их всех нахер и всё. Так, а нафига ты наделал... Ну, чё, Англия? Я уеду жить в Лондон, да. Ну, как сказать. Плавим в паб. Ты готов? Я готов. Пора выйти в море и пуститься в путь, пока нас не задержали. Мы опоздали. Гляди. Судьба летит быстрее, чем мы. Знамя Харльда. Чё, опоздали там? Ну, скажите ему, что нет. Ну, мы не хотим. Сигурд, зачем вы здесь собрались? Что ты затеял? Исход, отец. Это лучшее изгнание. Если мне не быть королём на родине, я начну новую сагу. В Англии. Что за вздор? Твоё место здесь, со мной. Тебя ждут иные победы. Иная слава. Мой выбор сделан, отец. Ты не убедишь меня. Мне кажется, и Харальд, и папаша тамплиеры. Ну, это прото-тамплиеры. Не позволяй ложным победам ослепить тебя. В Англии много угля. Ты говоришь о ложных победах? Старый медведь, лишивший себя чести, один раз преклонив колено? Чем дальше я уплыву, тем громче стану петь. А я стану его якорем. Лучше тебе стать его сердцем. Дохранит вас в пути Эггер. Так, припасы. Припасы собрали, кстати. Нормал. Еее, приключения! Океан? Вы куда собрались? Да какой океан? Вы в Винланд собрались? Они сейчас уплывут, блядь. Ты, наверное, взяли себе лучшие земли. Ты хочешь вступить в их войско? Пусть они вступают в наше. Скоро вся Англия узнает о клане ворона. Наша слава прогремит в их королевствах. Ну, хуй знает. Так в Англию! Со славой и судьбой! В Англию! В Англию! В Англию! В Англию! Начало игры, ребят. В Англию! Дождались. А вот для тех, кто не знал, что это игра про попаданцев, сейчас будет откровение. Вся серия Assassin's Creed про попаданцев. Кому-то это нравится, кому-то нет. Кого-то сильно раздражает. Но, тем не менее, ребята, вставочки про современную жизнь никуда не делись. КОНЕЦ Да, да, она сидит внутри Эйвера, ребят. Поэтому он... КОНЕЦ 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 В Англии Шлем Шлем Эйвара А где Шапка не сохранилась Как они его точно-то раскопали И какой-то слой Слой, как будто его закопали вчера Интересно, это Англия все-таки или Америка А, нет, стоп Северное сияние А, погодите, или он вернулся То есть Эйвар вернется Эйвара похоронят Эйвара похоронят В Скандинавии Это спойлер А, по сюжету Северное сияние везде Ну блин Ну простите Вот это они ловко придумали Чтобы небо не менять Ради небольших эпизодов А, ловкачи Такие Такие А, у нас Северное сияние Везде По сюжету Ну а на что это похоже? На дом Посмотри Какой там флаг Ладно Идем Идем на дом На доме Пока не вижу Никаких флагов ты стыдит кто прилетел пришельцы 1 спутник черт или пришельцы уже может просто ну нахуй и уйдем отсюда интересно как игра здесь меня останавливает кому-то письмо приглашение на ярмарку в конкорде хотите получить приз за свой урожай заманчиво если в анимусе тебя просто не дают идти а здесь что мне мешает просто взять и указать дымом конец игры и титры все кто-нибудь должен так сделать каком-нибудь фильме ну типа ну нахрена решать эти проблемы в жопу это все тем более что всегда можно уйти дайте перекусить а я для чего доритес взял сальсы чтобы смотреть на них что молчишь как игра да хорошая слушайте но если нравилась одиссея то на ночь не ешь а чё остается то значит что будет это у меня уже завтрак да 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 макрошка сейчас еще кусочек ммм Это утренняя пробежка была. Можно я в дом войду, нет? Я бы рада развлечься, но есть более важные дела. Какие, блядь. Невероятная. Мятный чай это вообще-то не чай. Это настой мяты, то есть мутная водичка с травой. Эээ, ты морожку не пробовал лучше? Называй его как хочешь, Шон. Так ты его купил? Конечно, родная. Извини, что пришлось прерваться. Только играть приходится за какого-то мужика. Еще один спутник вырубился. Видел? Ага. Спутник Абстерго. Супер. Теперь чуть ли не во всей Северной Америке нет сигнала GPS, так что супер относительный. Да. Какая-то пирова победа. Ну все, порядок. Возвращайся в анимус, как будешь готова. Да. Так. Мне советовали там что-то почитать. Какую-то почту там у нее. А, вот. Тебя было непросто притащить сюда. Надеюсь, ты того стоишь. Посмотрим. О, этого в жизни хватает. Уверяю. А, да. Вот она, знамённое уходим о коронавирусе. Это историческое упоминание коронавируса в видеоигре. То есть первая игра, где упоминается коронавирус, стала Assassin's Creed Valhalla. Ну, как видите, в историю эта игра уже попала. Нет, у меня нет коронавируса, я вполне изолирована. Нас всего трое, мы путешествуем вместе и стараемся не высовываться. Вы кто, мать вашего? От неизвестного. Окей, спасаем мир. Частицы Эдема. Ну, все как вы любите. Я жил, я умер, а теперь сплю. Я сплю и вижу сны. И в этих снах мне предстает злой рок, вновь подстерегающий наш мир. Найдите родича волка, ярость бури. Найдите меня и спасите всех нас от гибели. Нет, нет, хорош, Шон, выключи. Погоди, ты так хорошо сказал, хочу сохранить для потомков. Давай еще раз, погромче. Серьезно? Еще бы, давай. Как минимум я смогу предъявить это твоему отцу. А, вот оно что. Ладно. Я сказал, жаль, что я родился ассасином, а не сталом. Лучше бы я сам выбрал свою судьбу. Теперь ты доволен? Ага. Но почему? Потому что выбор – основная идея кредо. Он лежит в основе всего, так? Свобода воли. Когда ты видишь все как есть и говоришь «Да, я этого хочу» или «Нет, это не для меня». Но если ты с рождения в нашем кругу, да вообще в любом, все не так однозначно. Тебе повторяют снова и снова. Мы в это видим. Заткнитесь. Ладно. Если вам это интересно, изучите. Мне правда не очень. Лор ассасина. Так, посланцы Ису. Понятно, Ису – это предтечи. Посох Эдема. Гермеса, да. Это вот то, что… Это вокруг чего Одиссея крутилась. Личное изображение. Корзина. Что там утолили, а? Письмо родителям. Котория. Закрыт. Хорошо. А в нынешних частях какая-то глобальная проблема есть? Ну, судя по всему. Судя по всему. Рагнарёк происходит. Шон, поставишь это в холодильник? Конечно. Полминуты. И помни, помидоры в шкаф, а не в холодильник. Добро пожаловать. Главное, не забывайте складывать мусор в мешки и поливать цветы каждый день. Ладно, я всё понял. Да. Наверняка забуду. Ладно, пойдём поговорим с подругой. Я… Как ты? Наверняка пожалею об этом. Но после этого ложимся обратно. Лучше. Но я боюсь снова попасть под два потока данных. Не могу обнадёжить. Сама не понимаю, как так вышло. Будто два разума делят один мозг. Боль, как от заряда дроби в голову. Ммм. Поток данных из ДНК этого викинга очень плотный. В нём много помех. Может, это жезл создаёт помехи? В смысле? Головные боли, срывы. Всё началось с появлением жезла. Ты ведь не пытаешься оправдаться за смерть подруги? Боже, нет. Что ты? Прости, ты не переживай. И если почувствуешь, что теряешь контроль, скажи нам. Я держусь. Стараюсь. ТВ-3? ТВ-3 только началось, по-вашему? Слушайте, это давно уже РЕН-ТВ? Слушайте, ну Assassin's Creed это фантастика про попаданцев. Изначально. Лейла, ты как? Прости, можно включить запись ещё раз? У нас есть расшифровка, если ты что-то ищешь, я могу... Я хочу послушать. Ладно. Извини, что озадачила, но... Послание привело нас сюда, к скандинавской могиле в Северной Америке. И эти кости — наша единственная ниточка. Единственный шанс спасти планету, пока не поздно. Вот оно. Я жил, я умер, а теперь сплю. Я сплю и вижу сны. И в этих снах мне предстаёт злой рок, вновь подстерегающий наш мир. Найдите родича волка. Ярость бури. Найдите меня. И спасите всех нас от гибели. Как-то тревожно от этого. Это серия звуков. В ней только координаты. Да это какие-то пранкеры вам звонят. Других идей нет. Ладно, я готова. Поехали. Ура, всё. Воспринимайте это как страшный, дурацкий, непонятный сон Айвора. Ну согласитесь, на фоне приключений викингов, прям, бах. Как будто такой так, что это было. А, всё, забей. 8873 год, реально, 9 век. Вот, Англия, наш новый дом. Да? Ничета Норвегии. Но скоро мы подчиним себе этот край. Я рад видеть любой берег. И мне уже не терпится вновь ступить на твёрдую землю. Не стоит торопиться. Перед нами простираются лишь земли саксов. Королевство Мерсия. Враждебный край. Дроги расставят ловушки и спрячутся среди деревьев. Нужно поберечься. Рандви! Суши весла! Ждите нас! Ты заметил там что-то? Пока нет. Лучше мы обезопасим для вас пусть. Следуйте за нами, когда солнце коснётся горизонта. Поняла! Королевство Мерсия. Я буду словить вас всех тор. Скоро увидимся! Вперёд! Да! Я готов ко всему, что приготовили для нас эти пахари Альвы. Сигурд! Вау! Сына, которые ожидают нас? Пока нет. Красота какая! Но они не будут возражать. Из четырёх королевств Англии сыны Рагнара захватили лишь одно. Остальные ждут нас. Значит мы вступим в войско братьев? Нет. Нет. Мы поговорим с ними. Обсудим всё. И поделим эти земли между собой. На какой платформе брал игру? В описании видео есть. Смотри! Это что? Город? Скучные дома и одна единственная руна их робкого бога? Её называют распятием так. Их бога принесли в жертву на этом кресте. Им украсили монастырь, дом для жрецов. Они молятся кресту, на котором убили их Христа? Странно. Блять, вы долбоёбые. У них каменная архитектура уже. Вы свои видели избушки? Я бы жил по родину одноглазому. Но не возносим хвалы волку, что убил его. Вот в чём разница. Пусть саксы кажутся нам странными. Нас они воспримут не лучше. Молот. Вот символ достойный бога. Этот крест слетел бы от одного удара Молги. Линдонсфарн. Добрите до селения Хальдена. Окей. Что они делают? Топят свою жертву. Так, это крещение. Неужто ты так мало знаешь о крестьян? Что ты? Я просто позабыл. Да и разговор хотелось как-то поддержать. Там месте верно только жрецы и молящицы. Причалить и разграбить дом их бога. Будет легко. А что, там хранится много сокровищ? Всегда. Они подносят своему богу серебро и самоцветы. Там их будет уйма. Позже, да. Сперва поселение. Пограбить ещё успеем. Мы так спокойно плывём по рекам Англии? Сюда. Все к берегу. Высадимся здесь. Путь преграждает цепь, протянутая через реку. Нужно убрать её и плыть дальше. Цепь? Её можно разрубить? Она слишком прочная. Но в том лагере точно должен быть способ убрать её. Я пойду. А я отправлюсь вместе с тобой. Не отдак. Останься. Ты будешь защищать корабль в случае чего. Хороший план. Пустишь во врага стрелу, а топор будешь держать под рукой? Что-то в этом роде. Ты что творишь? Забавно. Ну, кстати, всё выглядит прям... роскошно. Выглядит роскошно. Вот эта вот... Вода в этой тине. Всё, да? Мы выходим. Наша остановочка. Бля, не хочу нырять в эту воду. Она слишком натурально выглядит. Фу, блядь. Адак со мной? Спасибо. Так, стоп. Что тут? Малина? Малина, ребята. Здесь теперь нас ждёт малина. Дракар на стелсе, да. Так, вы шапку, блядь, забыли. Вы опять шапку? Игра, почему ты стесняешься моей шапки? Хватит стесняться. Я великий медведь. Нападут, как только увидят. Это что-то... Россиюшка, что здесь? Зрение Одина, конечно, чит... Оверчит. Ну, чё, помашемся с... Или сначала лучше... А, я же теперь... Я же теперь осусин. Я же могу теперь действовать... По стелсухе, ага. Сейчас будет вам стелсуха. Это же как-то... Это же как-то неудобно викингам, если честно, заниматься этой хернёй. Поэтому... Блядь, шпеть не то. Кайф. Пошёл кайф чистый. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вы столкнулись с великим медведем! и кажется плохо закреплена забью и выстрелом видали че умею не ребят некая все понимаю но это нет ни о чем просто ни о чем а и Класс С дракаром нельзя было стрельнуть Но в следующий раз надо будет дракаром заниматься Собрать золотую малину Так полутаем пока дружки не пришли Когда они придут я скажу Ничего не было Прочитать ты серьезно? Ты можешь читать английские записи Ну ладно будем Это читает не Не Айвор Это читает соответственно Героиня внутри него Давайте так это расценивать То есть это читает игрок Айвор типа Не шарит за грамотность Ну вот просто Нонсенс Так и че? Ну давайте просто на скорости перекинем его А Че делаем? Да хватит Ты медведь Ты не обезьяна А серьезно? Ну че? Как вам? Спокойно Бегом на корабль Ну что Как вам столкновение? Первое с англичанами По-моему очень неплохо Очень недурственно Прокачай колчан А Наверное Так можно Можно без стелса совсем Ооо Ооо Ретрейсинг пошел Ну как же я голоден. Надеюсь, нас встретят с едой Эллен. Нужно было их предупредить, чтобы поджарили для нас что-нибудь. Если Хальфдану Баива Рагнерсена не нашли еды в Англии, мы все оказываем. На такой скорости, конечно, хрен кто поймает. Эх, прямо вижу. Нежный, сочный поросенок. С Эллен золотым, как сокровища, которые мы упустили. Тебе мало нужно для счастья, верно? Я все еще не управляю лодкой. В девятом веке? Ну как сказать. Откуда он это знает? Это хороший вопрос. Откуда он это знает? Ну может ему рассказали. Подождите, он же был в Константинополе на минуточку. Кстати, что он рассказывает, что Рим пал, когда он был в Константинополе? Это же Рим. Ладно. Постой, Сигурд. Здесь что-то не так. Верно. Для войск нам слишком тихо. Лишь пара человек среди палаток. Мы ведь не этого ждали, верно? Нет. Нам нужно осмотреться. Кентенбриндшир. Так. Бомж Шир. О, какое все. Просто потому, что ты хороший мужик. Виктор. Алекс Пекай, спасибо большое. Спасибо большое за доверие. Что это за люди? Говорят непривычно. Верно англичане. Да, Кейвор. За мной. Англосаксы? Англосаксы вообще-то тоже германцы. Как, собственно, и скандинавы. Так что для них англосаксы даже ближе, чем коренное население Англии. Ну, кельтские и пиктские времена. Ну, понятно. Типичные бритиши. Кто-то нам пожаловал. Наши реки загрязняют мерзкие даны? Ты, назови свое имя. Я Сигурд, Ярл Форнбурга. А вы кто такие? Те, кому не по душе присутствие в лагере чужаков Дана. Убирайтесь, язычники. Или мы убьем вас всех. Блять, на себя посмотрите. Ты грозишь норвежцам битвой и думаешь, что мы испугаемся? Я провел в море 8 дней. Лезвие моего топора забыло. Фокин Боллокс. Да-да-да-да. Компания пьянчужек. О-о-о-о! Фанаты Манчестера? Фанаты Манчестера? Ну вот, собственно... А-а-а! Просто... Просто дичь творится, ребята. Пошла дичь! Мне нравится. О, с прощой! Ну ты нормальный, блять, я смотрю. Блять, какие-то фанатские разборки. Тихо, опять я нажимаю не то. Что? Какие-то? Что? 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 о копья наконец-то скоро появится копья я чувствую вот там этот кто там иди сюда блядь ты пары можно бросать есть для этого обилка я забываю про неё по нам недавно мне достался и надо я просто во первых не было какой-то необходимости что-то думать о том что нужно применять все билки и в полу борьбы было не до того и мне понравилось так кромсать резать круто жду не дождусь копья прям на копье было в первой локи ну и господи и скоро будет валяться под ногами ну слушайте круто марошечка марошечка ребята все есть все есть а погодите еще не закончили все тоже большой дом я смотрю давайте мы тут это мы для чего сюда приехали ну как куда это я плеть о ничоси это ничего сегодня знания картографии то а девятый век не вот эти вот карты которые даже восемнадцатом ну ладно в семнадцатом веке выглядели как вот эти вот рисуночки такие из фэнтези книг с надписью вы блять вот здесь драконы хуя себе со спутника наверное да тут нихера нет пацана верю длинный дом да 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 кстати на шейвер вызвался вызвался посмотреть самое самое интересное такое ребят длинный дом это мое анимус подгрузил но я вот тоже начинаю думать что просто что просто анимус подгружает и показывает это нашей героине чё это наши о да остатки было роскоши тоже тоже конечно какие-то циклопические так ну чё опять так сюда у них были пленники сейчас подождите спасательная экспедиция лезет другой конструкции большой дом без большой дом все погляди ловушка может быть внутри что-то есть я посмотрю ловушка это ловушка суеверные ну то есть он получается сюда отпусти нас и мы вас пощадим снова индейцы очень отважно жаль что вы связаны клянусь мы хорошие люди ни к чему нас убивать тише друг вам ничего не угрожает как вас зовут я не ли торговка не разбойница как те мерзавцы я не ли я всего лишь конюх каких за лошадьми чудес только не увидишь в англии разбойники их продали пытались продать и нас любому кто захотел бы купить рабов но я скорее вырвала бы им глаза и и как же вы двое оказались здесь ярл хальден хотел чтобы мы торговали с сынами рагнара но их здесь уже не было развязать их дабл вижен да я на самом деле скорее больше так просто рофлю для вида не согласен что вместе с викингами ну могли арабы приплывать это правда так а так они были вообще везде а уж константинополь того времени это как не знаю это как мегаполис сегодня то есть смешение смешение очень много культур в нашем поселении а они доплевали доплывали до константинополя с ним торговали я с тобой согласен друзья рагнарсонов и наши друзья верно так тебе точно виднее сигурд а мы долго будем работать на сигурда когда начнется наша наша земля а то если какой то на вторых ролях а мы с радостью приютим вас если вы готовы потрудиться мы согласны хотя бы пока не встанем на ноги договорились добро пожаловать в клан ворона как быстро те кто были чужими станут одним кланом и давайте еще остальные прибыли идем это место мне по душе не я просто думаю что там случится что-то с сигурдом ну то есть наверное это будет семья друзья наверное будет следующий крупный эпизод это когда эйвер возглавит клан ворона а все наконец-то обосновались ееее новый геймплей серьезным мы тут мы тут будем жить офигеть точная карта англии в девятом веке с с контурами все границ всех королевств какой масштаб надо спросить еще и на бумаге да 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 чё там какие координаты чё там меркатор вот это холл отлично таким длинным домом можно гордиться вот это он очень длинный идем хочу показать тебе одну находку рандвий эйвар сигурд вот англия четыре королевства мерсия восточная англия нортумбрия еще и по-русски написано судя по картам которые я здесь нашла сына и рагнара решили двинуться дальше в земли мерсии сюда такие скоро лазутчики поймут так ли это а где мы сейчас здесь в этой безымянной рощице безымянной так не пойдет как мы назовем это место есть у меня одна мысль да 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 карта из Новгорода дом клана Ворона да 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 сигурд сигурд на Руси на Руси прикупил карту секретную однажды это название будет знать вся Англия одного названия мало нам нужно строить город и быстро верно строить город и быстро это же говно вопрос будут нужны припасы соседи поделятся ими даже если не захотят начнем набеги едва поселившись здесь чтобы подчинить просьб мало пойду поговорю с Гуннером ну точно точно сейчас будет часть игры где сигурд будет меня учить управлению поселением а потом каким-то образом оно перейдет по наследству на видимо подход такой ну давайте посмотрим что здесь развитие устойчивости к огню и ес хе-хе-хе-хе да хрен вы меня подожди так проверим нет к черту так что нажмите здесь поговорите с Гуннером окей мне интересно у меня появился хоть какой-нибудь геймплейный элемент управления если не появился то значит моя теория верна и поселение управление поселением тебе не отдадут возможно это поселение сожгут к хуям например какой-нибудь случится трагедия и ты переселишься на новое место где соответственно и начнешь управлять этим поселением 7 часов геймплея туториал начинает раскрываться да ну нормально игра то на хуляр часов так куда я иду что я делаю о это же наш этот бард скальд запусти ворона лишь метки под постройки ага вижу увижу увижу кстати у меня есть апгрейды для дракара только я так понимаю что это надо видимо в каком-то развитом городе это делать ага 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 розовый дракар розовый дракар да хоть какой-то дракар какое место эйвар мяуш что-то сарказм какой-то пошел я могу тебе чем-то помочь сигурд хочет первым делом отстроить твою кузницу я добуду серебро и припасы аааа значит ты пойдешь в набег славно славно нет розовый дракар я пока не покупал нет 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 рано я чужу песни мечей и треску щитов ха-ха-ха блять чувак мы только что я позвал бы тебя с собой но другого кузнеца у нас нет так что ты незаменима ааа не волнуйся лучше буду ковать топоры мое место здесь а не на скамье речного коня ха-ха-ха-ха кстати еще кое-что речного коня среди разбойничьего хлама я нашел карту там отмечены жилища саксов монахов ну да разбойники не хуже нас знают что в монастырях полно добычи возьми карту с собой уверен она тебе пригодится давай и что где это вот это он крыл да да так нортумбрия это как раз владение данов восточная англия в эссекс который даст всем пизды в итоге мерсия интересно христианство принять можно но слушайте не настолько не настолько рпг кстати в комментариях советовали после этого может быть попробовать волха волхалок экспедишнс вайкинг вот там там такая более более подробное исторически достоверное рпг вот там это все можно делать ну чё мы прям поехали что ли кузница а то есть ты все таки строишь хорошее хорошее такое саунд нам нужно построить гуннеру кузнецу соберу людей и отправлюсь в набег что чё где так ну давайте первая вот эту вот историю игра подсказывает набег на хорошо охраняемой территории лучший способ раздобыть ценные сундуки где хранятся припасы и материалы и то и другое необходимо чтобы строить новые здания набеги завершаются когда разграблены все сундуки поблизости окей ну такие мелочи которые ну хуй знает ребят вспомнился миф про воина который молил сотен дабы тот сделал его неуязвимым к огню и железу один исполнил его просьбу и тот стал великим воином а потом старый одноглазый конюх захуярил его палкой плюс один вальхалу спасибо спасибо за эту притчу очень показательная да так вон я вижу рыбацкие лодочки ну их то можно нет блин поберегись ну вон смотри везет что-то везет что-то везет везет эй на барже что там у тебя игнорируют нас викингов так приготовились расскажешь позже погнали так и что мы будем реально мирных гасить что сейчас произойдет мне интересно как в маунт энд блэйде ну пока похоже на маунт энд блэйд дадим выход ярости вот они опа 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 блядь не то извините ну хорошо давай с другой стороны ну ничего себе у тебя там дубина малой так спокойно хорошо я тоже согласен что прям так малина малиночки лучше конечно просто жрачки ладно поехали все не разбегаемся ломаем опачки сюда на помощь реально смотри реально грабит вот этого маунт энд блэйд не было но не стоит оставлять добычу вот этого маунт энд блэйд не хватало если помните давайте давайте берем все давайте берем все а продолжается что ли ух ты гад с копьем нормально выступил щиты разбиваются то есть ну прям с копьем опасный типан с копьем опасный типан ух ух спасибо эйва все ждем удачного помеха я тебя раздавлю я тебя ух господь придаст мне сил вот и ух малинка наш наш ух ты наш да стоит с таким щитом круто так это вот тут мы сюда заходили хули вы жжете то это помогите давай просто как детей мне тут нужна помощь мне тут нужна помощь все возвращаемся на камеру ну наверное раз в пятидесятый это и надоест но для первого раза это конечно роскошно обставлено а единственно что в маунтен блейд ты прям натурально бегаешь за монахами несчастными здесь монахов я практически не видел Хоть бы две анимации сделали Но я так понимаю, что Это что такое? Две анимации Зависит от того, что у тебя в руках, наверное А что это такое? Что значит этот символ? Ну, видимо, действительно Больше делать нечего Там чел на коне подмогу побежал звать А, все понял, уходим Ну, то есть в Mountain Blade Скажем так, он более-более Походил на Достоверный Так, малину не забываем Самое главное Набег Когда ты бегал за несчастными монахами Их резал Потому что викинги, как Любые разбойники Предпочитали нападать на безоружных А когда как раз-таки появлялась армия Садились на дракар и улепетывали Это к вопросу о том, что Викинг не бежит с поля битвы Еще как Особенно с добычей Вот Но 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 помимо монахов Там, в общем-то, ничего больших не было А здесь прям показывают Как забегаешь И все вы хорошо потрудились Пора возвращаться домой А ты уверен, что где-нибудь не найдется еще пара золотых самородок? Я уверен, нет На фоне пожаря, что-то по монастыре, сокровища Зрелищно, конечно Бывали ли случаи, чтобы Викинги принимали ислам Ну, вообще Язычники Относились К обрядам И к другим религиям Очень спокойно Если нужно было Они готовы были сказать Что Да, я верю в вашего бога С удовольствием Поставим даже какие-нибудь священные Символы у себя разместим Если это нам поможет Христианство они принимали очень просто Это не значит, что они начинали в него верить Но если это помогало торговле Они подплывали Константинополю Надевали крестики И заходили в город Типа Ребят, мы уважаем вашего бога В том-то и дело, что язычество Они как раз-то более терпимые Чем вот Те, кто верят в единого бога Который должен быть единый Один везде Язычники прекрасно понимали Что богов много У них же многобожие И поэтому они такие Так, ну на нашей земле Есть такие боги На другой земле Есть другие боги И надо их тоже уважать Потому что Ну они сильные Если Мы видим Что воины этого бога Сражаются смело Им сопутствует удача Значит их бог Им помогает Значит он сильный бог Если мы видим Что у них в городах Есть сокровища А города огромные Каменные и прекрасные Ну значит Значит Этот бог Обладает определенной силой И возможно Стоит задуматься Может быть как-то С ним выстроить отношения Так что Вполне возможно Что принимали Все, что только можно А потом возвращались С себя обратно Во фьорды И снова Приветствовали Одину Ну типа А как так-то Ну Ваши боги там А здесь Это земля Одина Как Что Что они здесь Ваши боги Здесь забыли Ну потом Это тоже Со временем Тоже поменялось Когда Когда поняли Что христианские Государства Ну И богаче И сильнее И влиятельнее И Элита Скандинавская Стала принимать Христианство Потому что Ну это Это было Это было престижно Это было модно Это тебя Сразу связывало С Крупными Королевскими домами Европы В каком-то смысле А и строить кузницу Да Первое Окей О Отлично Эйвор Эта кузница Куда просторнее Чем моя Старая Форнбурге Заходи В любое время Лучше Меня Кузнеца Ты нигде Не найдешь Конечно Гуннер Зайду Строительство Поселения Подойдите К столбу С табличкой Имея достаточно Припасов И материалов Призвать Ворона Увидеть А Все Понял Эйвор Что привело Тебя ко мне Да ничего На самом деле Ну неплохо Неплохо О А вот и ассасин Я Такой Я строю Братство Ассасинов Привези Мне столько Камней И тут Будет Стоять Не знаю Что там У них С Басимом Собираетесь Собираетесь Волнует я постараюсь окей контора ассасинов так и давай контора ассасинов а я могу построить контакты контора незримых такой слушай а ты где сегодня не ну я в конторе на ну нормально ну чё строим контору ассасин скрит не не ассасины ну хорошо если у они и п контора блять ассасинов ну чё строим контору или там или есть или есть что построить знаете по по практичней нужна ли нам контора ассасинов это чё гильдия наебанных убийц получается как вторе прачки что отправляет фуру в на ту на тумбрию реально контора заходишь там бумаги там секретарша бухгалтер одно английском как assassin's office не знаю лавком никакой лавка с ассасинов ладно давайте посмотрим конце концов игра называется assassin's creed наверное она подсказывает что контора нужна контора пишет давайте такой дом мне как раз подойдет эйвор ну еще бы он тебе не подошел я бы сейчас плоды твоего труда нам пригодятся я тебя скинул в реку если мы такой что-то говно построил как пригодятся у нас с тобой общие враги и они крепко вцепились в англию если нам удастся искоренить эту заразу искать союзников будет куда проще в лундоне орден чувствует себя очень привольно намалевали намалевали гаража не будут у тебя в долгу обсужу это с ранви узнаю ее мнение таким мы против власти и прочего смотрите как бледут корпоративную культуру повесили логотип размером с дом пройдемся пожалуй виде вон видали где он во повесили контора как же ну надеюсь вам тут понравится ребят все явно тяжело дышать хайсом рано все еще беспокоит не бойся главное чтобы разум был острот тела заживет верно но я не хочу расстраивать наставника ты готов рискнуть жизнью чтобы угодить басима этого мне не понять я и не ожидал еще при первой встрече я увидел в твоем взгляде тень подозрения какую-то настороженность хочешь что-то спросить нет я просто вспоминаю что в англии я своем медвежьем костюме выгляжу как дебил конечно опа вот этого я ждал долго собаки говорит я чересчур быстро устаю собака сейчас в ахуе такое-то медведь где собака там собака тонет собака тхонит разворачивай и какой же дар ты приготовил не я дам его тебе ты сам себе его вручишь вновь загадки вот счастье то скажу немного иначе мой дар нельзя получить или отдать это образ жизни яснее не стало проще будет показать чем объяснить да нет вроде еще на поверхность прости за шутку мой дар тебе прыжок веры одно из самых важных таинств нашего братства это не оружие что мы обращаем против врагов а способ укрепить нашу решимость как и ваши молитвы он помогает собраться силами успокоиться изгнать из сердца страх наконец это способ быстро перемещаться и скрываться ну что пойдем займемся бейс джампингом опять я вижу в тебе тень сомнения ну еще бы и пришли ну вот мы и добрались сбросишь меня с обрыва да если надо подвинуться чтобы проще было столкнуть ты скажи так не выйдет сюрприза блять ненавижу сюрпризы особенно от ассасина прыжок веры нужно положиться на высшую силу на богов на себя самого поверь что смерть придет лишь в тот миг когда ты будешь к ней готов прими это и забудешь страх наши смерти уже предсказаны вплетены в ткань самого мира нам ни к чему бояться гибели славно значит ты уже готов к моему уроку да посмотрите на меня конечно готов такого ассасина еще не видел мир мне ну красиво этого не отнять я прыгну первым когда скажу следуй за мной опять шапку отняли почувствуй свою силу и лети мне нужно прыгнуть отсюда да сперва дождусь пока крылья отрастут спасибо за урок стой и смотри хайсом совсем свихнулся ты же ранен видишь моя вера пересилила страх а глина смягчила падение эйвор от тебя я такого не ожидал не поддавайся страху победи его я видел свою смерть она придет не здесь и не сейчас за ты ебанулся что ль эйвор ну ты хоть не будь тупым а ладно мы просто знаем что будет ну а так виктор серьезно переоденься цирк же ну блин слушайте ну давайте так он у меня вот чуть-чуть прикоснется крестьянской культуре и немножко изменится а так он еще как бы дикарь погодите чего он даже не ассасин летающие медведи ну это я не знаю это минус позвоночник отличный прыжок понравилось ты был прав смесь безумия и силы поборола страх дар что я вручу себе сам теперь ясно спасибо за урок не за что тебе спасибо что доверился ты назвал прыжок веры важным таинством скажи все незримые его практикуют насколько мне известно это обряд посвящения которые ввели незадолго до рождения иисуса хочешь посвятить меня в незримые собачка собачка нас ждет в англии другие мы с басимом ищем крупную дичь орден древних да помнишь медальон который ты нашел на теле к йотве это их символ они чума что мы надеемся исцелить мы с ними схожи в том что действуем тайно но их цель не освободить мир атаков а править им орден в этом далеко не одинок мы с сигурдом хотим того же бобик получить собственные земли и все что к ним прилагается не сравнивай себя с ними члены ордена не знают ни чести ни морали что-то максимальное ладно видимо жара знаете такая стоит неприятная зной члены ордена не знают ни чести ни морали ни сострадания но они заняли не один трон в англии если ты хочешь усмирить этот край и обезопасить свой клан то в моих интересах помочь тебе я все понимаю тебе нужны союзники а нам победа над этой заразой а мне не жарко интересно но мы можем помочь друг другу кажется ладно давайте я соглашусь на ну вот пока на это они правят простоватые ярлы и тены но за ними стоит нечто большее всем здесь незримо управляет орден ничто не происходит без его ведома эта отрава уже все тут пропитала орден подчинил себе они даже вывеску сделали ахахахаха вывеска вывеска контора такой чисто скиллуху проверить тайный орден скиллуху да 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 секретная брат басим дал мне одно задание найти найти и устранить членов ордена древних в Англии каких бы темных брендированные кружки да 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 если объединим усилия это пойдет на пользу нам обоим твое влияние в Англии вырастет а ты наберешь еще медальонов именно так начать стоит с люндона мне доложили что орден как раз пытается захватить его я обсужу все это с рандви в лондоне смотри в обо вдруг увидишь где то наш символ о Eggsam мы побывали в лондоне 9 века вроде их было шесть внутри могут наисся документы отмеченный тем же знаком они бы мне очень пригодились конечно спасибо х м так ясно квест на сбор ооооооо так я скучал блять орден древних Тайны общества язычников, которые проникли повсюду и активно распространяют свои убеждения. Да как и вы, собственно, ребята, которые мне сейчас стираете эту дичь. Для победы над ними нужны подсказки, которые можно найти по всему миру. Ревнители-наемники, которые выполняют поручения Ордена Древних. За убийство ревнителей вы получите подсказки, которые нужны для раскрытия личности членов Ордена. Раскройте и устраните. Подсказки также можно получить в награду за заключение союзов и исследование Англии и помощь нуждающимся. Найдите все подсказки, касающиеся конкретного члена Ордена, чтобы раскрыть его личность. Одиссея. Иерархия Ордена. Есть определенная иерархия. Если вы убьете Палатина или Приоста, то получите подсказку о связанном с ним магистре. И в конечном счете сможете раскрыть личность Магистра Великого Ордена. Да какой-нибудь наверняка это или Харальд, или, собственно, наш Стюр Бьерн. Ну, какой-нибудь, как всегда, известный персонаж. Хунта сын Хунты. Угу. Кьетви, я понял. А это кто? Неизвестный ревнитель. А, ревнители нужны, чтобы подсказки искать. Понял вас. Игель, да. Ну да. Ну, собственно... Ну, это вот задание такое. Сквозное оно. На всю игру. Скрытность. Да ебалый в рот. Отдать медальонный орден. У меня их нет. Шесть страниц кодекса. Ничего нет. Чем ты занимаешься? Не пара. У меня уже пора. Ступай с миром. Все. Занимайся в конторе делами. Главный магистр это из будущего. Ну да. Здравствуй. Здравствуй. Еще раз. Чем ты занимаешься? Что ты тут делаешь? Хочешь набить татуировку? Приходи сюда. Я все сделаю. И приносили... Только знай. Нет мастерской. Нет татуировок. Построй ее для нас. И мы будем работать. Мне пора. Увидимся. Вот это хамство. Увидимся. Блядь. В палаточке нет? Мы в брусерскую построим. А что еще тебе надо сделать? Так. Кстати. Что у нас там по этим? Осмотри Сюнина. Музей. А. Музей еще мы построим. Пиздец. Конюшни и птичник. Ирон поможет... Дом Вельве. А у нас новая будет Вельва? Эффект пира. Ох, блядь. Вы че все е... Че е... Пивоварня. Я просто на похуй. Ну потому что я это... Просто понятия не имею. Что из этого строить? Их десятки! Просто это до сотни часов. А где вывеска? Или они... То есть, видимо, не все пока работают? А, видимо, надо найти сначала человека. Который будет за это отвечать. И тогда он поставит вывеску. Видимо, это так работает. Окей. Ну это хотя бы... Хотя бы нас частично... Ну, как-то сдерживает. Окей, ладно. Ладно, понятно. Таксы делят свои королевства на земли поменьше. Ширы. Этот называется Ледочестер Шир. Язык сломаешь, верно? Как вы и думали, сыны Рагнера выдвинулись туда давно. Мы знаем, что Ивар и Уба живы и здравствуют. Они сейчас в Рептоне. Вы славно потрудились. Рептон. Отдохните, выпейте порогу, Эля. Рептон, это... Это Рэптаун? Ты будешь рядом, зались! Так, что это за... Что это за символ? Ну, хорошо. Так, и чё? И чё? Можно как-то это? Пока нельзя? Блять. Сложно. Сложно. Эйвор! Сюда! Для чего эта комната? Для моего верного клинка. Для тебя. Чтобы поспать, отложить топор и побыть наедине с собой. Тебе нравится? Она мне подходит. Но мне бы хватило и простой койки у причала. Я не лучше других воинов. Да! У нас там мастер татуировок просит себе мастерскую. В нашем длинном доме. Койка у причала. Это хорошая идея. Можно все будут так жить? Так что начинай обживаться. И встретимся у конюшни, как закончишь. А, понятно. Комната трофеев. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Так. Во! Смотрите. Пока что мы можем построить следующее здание. Кузница, контора незримых, построена. Конюшня и птичник, торговый пост, казармы. А, ну собственно я это и построил. случалось спать на кроватях и похуже здесь можно будет отдохнуть похуже шкатулка для писем и прочих записей скромно но все мое письмо сигурда надеюсь комната тебя устраивает постепенно мы добьемся уважения в этом краю и взведем союзниками бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла заглядывая время премии ясно это по это про жизнь лагеря то есть в принципе можно будет болтяру забить короче так по поводу кузницы нет не кузница чё там вороны осмотрись вокруг казармы дом рыбака торговый пост казарму чё дают да над казармы строить а чё кузнец может копье кувать или нет давайте спросим а это не кузнец а где он ёпт у меня же погодите у меня же эти в ультимативном издании всякие есть приколдесы дерево висельника и чё будет вот так кайф и чё-то еще какие-то были вещи такие стань моими глазами сюняла надо научиться уже ориентироваться так боюсь он может только да я взгляну на товары улучшать усилие снаряжения а продать нет он не может сделать с нуля нет я боюсь наш кузнец наш кузнец умеет только улучшать если я правильно понимаю может как-то еще можно но битва ждет тип еще увидимся да славится твои подвиги и мое мастерство ну короче нет я не знаю где доставать оружие тут оружие не валяется не продается но только именное ясно то есть берешь какой-нибудь это правда мы знаем что лагерь сынов рагнара на севере и стоит навестить их чтобы закрепиться в этом краю бассим отправился туда не думай чем занимается бассим наши дела важнее я держу путь в ледо честершир в город под названием рептон буду ждать тебя там эйвэр освободишься рептаун я уже готов нужно только лошадь пока нет иди кран выполни ее поручение расширять поселение мало нам нужны новые союзники старый друзей англию не подчинить тогда с тобой поеду я сигурт лучше меня спутника не сыскать не отдак твое место здесь с воинами и ты будешь подчиняться эйвару легкого тебе пути брат я прибуду как только смогу сигурта грамотно выводит из игры подчиняться эйвару это что проверка вполне возможно сигурт крайне мудр я скорее буду подчиняться блохи и субординация о а нет не о хотя о напомни чем ты тут занимаешься как конюши и лесник я с радостью помогу тебе с любым вопросом касающимся твоих лошадей или ворона я сейчас мало чем могу помочь вот если построишь конюшню буду торговать ясно мне уже пора до встречи это знаете если бы вы шли по району встречаете чувака чем занимаешься он такой я мясник вообще я мясник попробую помочь мир тебе я готов продавать тебе отличное мясо вот но только построй мне магазин ты именно а потом покупай меня мясо что там увидели то что там увидели то что там увидели и 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 Ему нужны союзники. Он хочет заручиться поддержкой каждого Дана и Сакса в округе. Да. Мы тут чужаки. Друзья нам пригодятся. Откуда начнём? Лазутчики каждый день приносят свежие вести, и я начинаю понимать, что к чему в этих раздробленных землях. Когда узнаю больше, смогу рассказать о каждом регионе, прежде чем ты туда отправишься. Ладно. Когда обретёшь в регионе союзника, возвращайся поговорить. Вместе решим, как быть дальше. Понимаю. Так с кого же начнём? Сейчас у тебя есть лишь два варианта. На севере Леда Честершир. Там Сигурд и сыны Рагнара Латброка. На юге Грэнта Бридшир. Там армия Данов, которой командуют Ярл Гутрум и его подручная Сома. Кроме того, у нашего друга Хайсон есть в городах и собственные связи. Если хочешь увидеть Сома, я добавила его сведения на карту. Ну или сериал «Последнее королевство», если смотрели. Там первые несколько сезонов очень даже приличные. Рекомендую, кстати. Посмотреть карту Союза. Посмотрим на карту Союза. Карта Союзов. Чтобы жить в Англии без помех, вашему клану нужно заключать Союзы. Выберите территорию, чтобы послать её владыке письмо с предложением помощи и Союза. С каждым новым Союзом вам будут открываться новые территории. Люндон. Понятно. Не, ну может быть, давайте с сыновей Рагнара начнём. В конце концов. Расскажи побольше о Ледаче, Старшире. Я хочу найти Сигурда. Он отправился в город Рептон навстречу Субы и Иварам Рагнарсенами. Говорят, они близки к тому, чтобы изгнать правителя Мерсии и возвести на престол своего короля. Дерзкое начинание. Думаю, мне стоит помочь им. Да, пожалуй. Угу. 300 кредитов Хеликс получено. И чё, можно купить? А, ну да. Хер там ночевал. Набор татуировок вообще. Набор для поселения Валькирия. О, вот это можно застроить, конечно. В аду. В аду. У меня какие-то фотографии зэков. Жуть какая-то всё. 300. Ха-ха-ха-ха. Могу. Но! Без носа и кормы не пойдёт. Да ерновато, блядь, сейчас сниматься этой хуйней. Так, тем более, что у меня есть дополнение для Дракара. Но как их установить-то? Как их установить? С скрытностью. Похуй. Так. Сигурд отправился на северо-запад. Город под названием Рептун. Ага, вот так, да? Блядь, давайте. Сначала верфь построен на базе в Англии. Ну да, но я так понимаю, что верфь... Хер построишь. Ну там сейчас опять... Не найдётся человека. Или найдётся... Это верфь? А нет, это казарма. Набеги самый верный способ добыть серебро и припасы для поселения. Здравствуй. Расскажи, чем ты тут занимаешься? Нужны бойцы. Обращайся ко мне. Я понял. Мы должны... Мне пора в путь. До встречи. А можно не бойцов, можно верфь, плец. О. О. Класс. Приехали и сразу вырезали. Ну и где тут верфь строится? Пёс его знает, да? Нужно набеги для стройки, ресурсы снимать. Да понятно. Хотя бы просто бы... Человечек, который отвечал бы за... Это рыбаки. Это ж Перун. Да. В какой-то степени. В какой-то степени поставили Перуна. Ворони, глянь. Покажи мне всё. Ну, понятно. Это Кокурабель. А, нет, это верфь. Да. Это верфь. Но у нас нет человека. Видите? Даже ресурсы не дают. Поэтому пока... Пока без верфи. Всё. А нам, короче, надо... А, или на дракарчики можно поплыть. А, мы же можем... Или не можем? Или можем? Интересно, мосты преодолеваем? А поплыли дракали? Хули? Или нет? Бля, даже не знаю. Да нет, на дракаре надо плыть. Мы кто, викинги? Или сухопутные крысы? Вперёд! К сыновьям Сигурда! На дракаре! Вот. Вот ради чего... Собственно... Всё и затевалось. Так. Надо разворот полицейский. Так, только по какой реке плывём? Ну, видимо, по этой. Сначала... Дико-дико... Вперёд. По реке Нин. И по реке Тейн. Окей. На розовом дракаре... Это рыба плещется. Ой! Пока парус не поднять. Ну, не поднять, не поднять. Поплыли. Триста монет на дракар. Я не смогу установить. Вы понимаете этого? У меня... У меня... У меня есть дополнение для дракара. Я их не могу установить. Их негде устанавливать. И давайте историю послушаем. Нужна история. О-о-о-о... Вы наверняка ещё не слышали о том, как Родин и Фрейя пришли ко мне однажды тёмной зимней ночью. О-о-о... Они... Ветер... Сказали, что ты их дитя. Да, да. Мы слышим это так же часто, как восходит солнце. Монастырь разграблен. Должна табличка стоять. Классно. Не о таком приключении мы мечтали, а? Прям плывёшь на дракаре и думаешь, так, кого бы... Кого бы гопнуть. Так. Так. Мужики! Есть поместье поблизости. Есть у кого история? Вот вам история. Животы надорвёте. Зимой, перед тем, как мы отплыли в Англию, я как-то пил с друзьями в Ставангре. С нами в медовом зале были люди из клана Ярла Барда. И одного из них звали Халли Злоязыким. Осушив семь рогов мёда, Халли взгромозился на стол и заключал через весь зал одному скальту по имени Тьодоль. Тьодольф! Ха-а-а! Ну круто. Ну правда, ребят. Ну, мелочи, а прям... А это наш поворот уже? Рыцарь это что за херня? Это какой-то герой? Ну, судя по всему. Так, на. Дэээм. Кто нас развлечет? Это было всего месяц назад. Поверьте, так что я еще не... Давайте песню. Можем продолжить позже. Готовь луки. Не похоже на первый день месяца, а? Не случилось видеть Румана? Здрасте. Он пошел к жене по Риджуйской дороге в день Святого Джермина. Он должен был ленуть. А это мы встали. С другой стороны, теперь я утешаю в его нету жду. Как мы здесь проплыли на Дракаре? Я, конечно, хер знаю, но, допустим, протащили по броду. А там что-то было, да? Блин, там какая-то история. Странно, что они Данов не убивают на... Ну, что называется, на ходу. Так кричит, конечно, призывно. А мы враги, нет? Хули вы такие красные-то? Я в плену. Мне никак не сбежать. Реально, реально, аттракционы. Слышит ли кто-то мой зом? На помощь. Рапунцель. Сей злодей запер меня в этой душной башне. Класс. Приближается воин. О, да. Назад, Дан. Я покрелся в верности этой леди и не испугаюсь таких, как ты. Хватит. Пощады. Найди другого героя, леди. Странно. Так, 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 так. Все кончено. Можешь выходить. Тарквин? Мой Тен. Что же случилось? Твой обидчик бежал. Какой-то он тщедушный. Что ты на самом деле тут делаешь? О, боже. Это же просто игра. Забава. Мой Тарквин. Как ты мог? Я думал, что тебя держат против воли. Но мы же просто забавлялись. О, боже. Ты правда решил, что я в опасности? И рискнул ради меня жизнью? О, ты так храбр. Так отважен. Что это за шутки? Можно я уже пойду? Моим воинам. Кто знает, что ждет внизу? Мир полон жутких злодеев. Мне нужен защитник. Крепкий и храбрый. Парни, я сейчас подойду. Че-то какая-то... Да что тут у вас за цирк? Что ж, надо бы ее проведать. Ха-ха. Постой-ка, тебе конец. Похоже, пора мне уходить. Ты еще там? Мой спаситель? О, боже. Так, знаешь что? Дрянь. Все знаете, а там это магнитофонная запись, лол. Письмо от Эна Таркина. Госпожа моя, меня переполняет предвкушение. Надежда на то, что я увижу тебя после стой долгой переписки. Подораживает меня столь сильно. Я сорвался с места, устремился. Что касается твоей просьбы, пусть она кажется мне крайне необычной. Исполни, потому что я верю тебе. Разве моя... Так, конечно. Ну, это первый чувак, который я прогнал. Он хотя бы живой ушел. Так, ну что ж, давайте посмотрим, кто это там... Нет? Не можем? Нет, никак. Не, ну... Ладно, мы задержались. Что ты видишь? Так, сейчас парни будут спрашивать, что это было. Надо сказать, что я просто отходил отливать. Да-да-да, у водопада была такая же история, я уверен. Все, парни, все, больше никаких отлучек. Так, сыновья Сигурда ждут. А, ну там еще хуярит, что называется. До обеда. Убрать мачту! Убрать мачту! Набеги! Набеги будут набеги? Слушайте, ну я думаю, что у сыновей Рагнара найдется работенки. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну да, он находится на территории 250 Монастырь за 250 Хотя это не монастырь, ребят. Это разве монастырь? Это какие-то черти, блядь. Кто это? Да нет, ребят, это не монастырь. Монастырь, вот. Нет, это просто какие-то... Они почему-то не отмечены на карте? Не-не-не, это не монастырь. Стоп, 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 стоп. А где, где набег? Верните кнопочку. Верните кнопочку набег. Мы такие, извините, 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 вот. Ваш драккар должен держать курс берега. Хорошо. Это, походу, бандиты саксонские просто. Пора за дело. Втискиваемся. Тебе не вышло. Не пошибись. Лейтесь с умом. Вот и всё. Убейте эту тварь. Лети, птичка. Блин, что это за мутант? Это что такое? Ты кто? Лети, птичка. Что, что, что? Какие ножны? Какие ножны? Ничего не понимаю. Ну что, споём? Орк? Так, блядь, мы вернёмся. Может, да-да-да. Зря мы в эту Англию приехали. Это просто пиздец какой-то. Это был не человек. Ну, всё как в легендах. Всё как в легендах. Это реально потомок титанов. Расскажи позже. Ага! Не пись на мечей! Тобяк! Кого отобьёшь? Ты пошёл ты нахер. Вот тебе подарочек. Попаду ведь, мрад! Да, блядь, пошёл ты нахер. Он что, кидает себя с каким-то говном, блядь? Да, блядь, слезай! Да, блядь, слезай. Да, блядь, слезай. Вот, лови! Вот, нравится? Отлично. Где, кого режут лисички. Ну все, хватит. Вперед, со мной. Ух. Жирничий упал что-нибудь? Интересно. Да, упала. Сломанный лук. Блять, просто кто это? Это же не человек даже. Напал на лагерь, собрал грибочков, да? Ну что, ура-то, ребят? Вы вообще видели, куда мы приехали? Кто это? Блять, надо сказать будет Рагнару, сыновьям Рагнара, что пацаны тут у вас пиздец. Ура! Это все? О, Жорева. Че-че-че отправился за грибами в старые руины на западе. Должен вернуться до заката. Не смог найти свой нож, так что решил взять твой кинжал. Не волнуйся, его не украли. Ага. Ага. Кинжаль, то есть там будет. А мы пока тут... О, ну в принципе... В принципе нормально попиздили. За грибами он отправился на запад. А за грибами на запад это куда? Через реку, что ли? Понятно. Ладно, парни, уходим отсюда. Пока не вернулись... Пока не вернулись другие великаны. Парни уже сели в ужасе. В ужасе. Так, парни, плывем отсюда. Парни, плывем отсюда. Вон, видите, все-таки иногда игра подгружается. Парни, плывем отсюда. Парус, лови ветер! Парус, лови ветер! Пока боярик опять в подсчете. Ну, я не знаю, какой нужен комп, чтобы без проблем играть на максималках ассасина. Ну, там прямо выкрутить. Не знаю. Мне кажется Что-то мне подсказывает, что не у всех Прям вот Ассасин на ПК пойдет Без сучка и задоринки Я, например Кстати, у меня Кстати, бокс все еще Все еще не шумит Я даже рад, что в данном случае У меня есть Xbox Series X Чтобы можно было стримить на нем И производственные мощности были на нем А мой комп в данном случае исключительно как стримерский Потому что я представляю себе Чтобы я на своем компе запустил бы сейчас Ассасина Стал бы еще стримить Я не знаю, чем бы дело закончилось Так Сыновья Рагнар здесь Ага Окей Тигурт и Рагнар сыны должны быть здесь Хорошо Мы в этот рептор Мы Так называемый Расправь крылья, Сюнин Да, подплываем А то у каждого второго будут бабки на бокс Да нет Но в целом Если Хочется играть Да в ту же мультиплатформу Ну, типа Чтобы она вот Шла нормально В нативном 4К и прочем Причаливай И оптимизирована была ПК обойдется По-моему, дороже Так, ну рэп Угу Он захвачен Сыновьями Рагнара Так что проблем быть не должно Да Да Хоп Зуб Ничего себе Подрезал на ходу Покажи, что там впереди Так Так, квесты Я все понял Нет, давайте дойдем до Сыновей Рагнара Хочу посмотреть на них Неплохо Неплохо А кто там из сыновей Уба И Бьерн Собственно А, Ивор А, Ивор Бескостный А, Ивор А, Ивор Стоит перед Ивором Рагнарсоном Ты Дрэнк Сигурда Айгар Эйвор Продолжишь? Полы запачкаешь Тут не хватает красок А Кто это? А, глазочки Только оделись Как землепашцы Осмелели Взяли вилы Взяли вилы Вон тот Буйный Меня ткнул А было время Когда врагов Убивали на поле брани До того, как они Хотя бы Помыслят Прислать Лазочекам Теперь с врагом Чаще ищут мира Не по мне Да, вижу Враг должен Ныть Скулить И Мочиться От страха Молодец Ты свободен, поросеночек Неси безумие Мерсийские земли У меня бы он не умер Пойдем Покажу тебе все Нормально приехали Как зовется это место Свинарник А мерсийцы называют его рептоном Здесь хоронят их самых славных королей Как свиньи рыдали, когда пришлось бежать Ты вонзил свой нож прямо в сердце этого королевства Это верно Кучка саксонских тенов с нетерпением ждет возможности целовать нам сапоги Но среди них нет короля Бургрита И его тена Леофрита Мой брат думает, как с ними разобраться Думаю, там мы и найдем моего брата Да, оба с Сигурдом любят почесать языками Так что лучше прочисти уши Окей, как они объяснят его прозвище Бескостный Да стой ты Не морочь мне голову, Убба Я знаю, Бургрита Я никуда не уйду, скотина Король будет в твоей власти благодаря мне Мне и моим людям Мы тебе заплатили И не заплатим больше Это Убба, окей Не забывай, я наемница Беру, что хочу И столько, сколько мне должны Продолжишь дерзить И я отрежу твой мерзкий язык И засуну тебе в зад Прочь отсюда Не должно сыну Рагнара Лодброка спорить из-за серебра Не волнуйся, Убба Мои воины с тобой Если он один из них, мне не о чем волноваться Эйвор, брат Волка Ты как раз вовремя Ивор и Убба хотят захватить короля Сможем пленить его Коронуем другого Эна Келвульфа, например Я этого не просил Но так будет лучше для Мерсии Саксом и Даном Нужен один правитель Настоящим королем ты не будешь Так, для вида Да, таков мой вклад Надеюсь, и ты здесь не просто так В нашем деле пригодится любая возможная помощь Бургред отказался заключить с нами мир С Келвульфом все будет иначе Новый Англии, новый король Бургред в Тамварде, в своей крепости Готовится к решающему сражению Такой же свинарник, только южнее Мы держим ее в осаде уже много недель Хватит тянуть Пора нанести решающий удар Займем Тамвард Захватим Бургреда Коронуем Келвульфа И на утро Ширнаш А потом и вся Мерсия Да, захватим И все на этом Разговор в лагере Сарумана От этого зависит, признает меня королем или нет Сакс, война не должна быть скучной Не каждую победу нужно отмечать убийством короля А, ну так же интереснее Он дело говорит, Ивар Так мы и поступим Келвульф предал своего короля Может он и нас предаст Зачем ему верить? И что мне вам сказать, чтобы вы мне поверили? Я лишь хочу, чтобы народ Мерсии Жил достойно Чтобы мой сын Жил достойно В Мерсии Бургреда Где данные Саксы каждый день убивают друг друга Это невозможно Хорошо придумано, брат Я готов к грядущей битве Славно И еще кое-что Все это выгодно не только вам, но и нам Союз между моим кланом и Мерсией Посадим его на трон И союз будет заключен Клянусь Нас Рагнара сыны Призывают к треску копий И стуку щитов Пусть же прольется Ливенстрел Каждый к битве готов Сколько патетики Он У нас есть лагерь К северу от Тамворта Ты пойдешь с нами? Пока, пока Ивар здесь единственный викинг Мы будем ждать тебя у причала Я очень рад, что ты и твой брат здесь С вами будет немного спокойнее Не тревожься, Келвольф Мы все получим, что хотим А тебя будут помнить еще долгие годы И боюсь за мои ошибки Город полон жизни Есть на что посмотреть Мне нужна твоя помощь, Сюнин Ну, город действительно большой Вот доп. задание Вот доп. задание Основное Мне кажется, основное все-таки Все еще Все еще не битва Так 4.50 Ну, в принципе, 5 утра Да Давайте заканчивать Но этом Потому что На самом деле Игра реально Только начинается Черт возьми Черт возьми Игра только начинается Вот это вот Все-все, что я В Англии, по сути, открыл За это время Куча набегов Доп-квистов Сюжетных квистов Еще наверняка Там Накинут Так сказать На лопате А! Конечно же Охота за орденом Как же я мог забыть Это вообще Отдельная, блин, история Которую я вообще Даже не начинал Ну, в общем Да Да Как и в Одиссеи Играть, играть Играть Вот Если заходит сеттинг То Вполне Да Викинги Получились Голливудскими Иногда комедийными Вот Но Все равно Все равно сделано красиво Приезд в Англию Обставлен Очень круто В Англии Мне даже уже начала заходить Боевка Потому что Добавилась новая анимация Сейчас пойдет новое оружие Захваты Монастырей Все эти Массовые Битвы Не, мне зашла Очень круто Надо добраться Хотя бы До Англии Мой совет Начнете играть Доберитесь хотя бы До Англии И там Как говорится Игра развернется Ну Блин Это Собственно Игра и сделана В основном Про Англию Хотя Судя по всему Возвращение В Норвегию Каким-то образом Планируется Не знаю как Но Вернуться туда Придется Ну Видимо Все таки С С Харальдом Будет какая-то Своя история Нехорошая Ну и в Лондон Надо будет Да обязательно Хотя бы Добраться до Лондона Потом они обещают В ДЛЦ Париж Ну и обязательно Северную Америку Потому что Каким-то образом Айвар доберется И до Северной Америки Так что Как минимум Два ДЛЦ Они обещали Париж И Винланд Северная Америка Вот Ну Я продолжу Точно в это играть Я не знаю Как в это играть На стримах Потому что Это займет Блядь Вообще Все время Просто Мы тут До пяти утра Можно с восьми До пяти Только так Только Пролог И чуть-чуть Вот Разобрались Дальше будет Куча заданий Некоторые будут Наверняка Повторяющиеся Типа На крафт Пойти Пойти Добыть Столько-то ресурсов Это наверное Немножко Повторяющиеся Может быть Даже Ну как Не то чтобы Скучные Но в какой-то момент Наверняка Надоест Вот Но Когда играешь Один Это Не так Скучно Чем Когда ты Играешь На стримах И тебе Нужен Какой-то Более Развлекательный Контент А у тебя Там Серия Повторяющих Заданий Ну блин Потому что Надо сделать Как бы Сорян Тебе Надо Развить Лагин Вот Поэтому Я Повторяющих Втф Главный Даркнет Форум РФ Заходи Через Браузер Тай Документы Пробив Обнал Пушки Похищение Криминал Всем Хорошего Настроения Мои родные Привет От Современных Викингов Что ли Интеграция Реально Это Викинги Давали Такие Объявления А Погодите И Контора Ассасинов Это Контора Ассасинов Походу Наконец-то Заработала Только Основные Квисты Проходить Нет Я просто Не знаю Может В какой-то Момент Можно Упереться Такой Бывало В Одиссее Что Типа Тебя Как-то Игра Подтормаживала Что Типа Погоди Сюжетный Квест Открыт Но У тебя Не хватает Либо Ресурсов Либо Твоего Уровня И ты Такой Ну Блин Ладно Пойду Пойду Пофармлю Хотя Хотя Говорят Что Вроде Как Такого Прямого Гринда Здесь Вроде Как Отменили Вот И Вроде Как Можно Обойтись Без Этого Но Ну Не знаю Но иногда Хочется Просто И там На нем Чужий Флаг И такой Ну Как В общем Это Не обязательно Но Блин Так Хочется И пошел Тыкать Копьем Вот Поэтому Все равно Не обойтись Без Повторяющихся Заданий Потому что Иногда Их просто Интересно Быстро Ну Как Семечки Пощелкать Какое-то Развлечение Пошки Поотрезать Флютинг Этот Как Меня там Словесно Обсирают Пойду Что-нибудь Придумаю И Выграю Все Флютинг Чемпионаты В Англии В Норвегии Вот Так что Контент До жопы Играть Не переиграть Хоть до января Поэтому Я не знаю Как с этим быть Я еще подумаю Потому что Впереди Как минимум Godfall И Call of Duty Но Я бы хотел Вот я для себя Я не знаю То есть Если как бы На стримах Она заходить Не будет Я периодически Просто Сам для себя Буду играть Потому что Я бы хотел Посмотреть Что дальше И поплавать Я еще Я еще Не насытился Я еще не насытился Вот Возможно Это случится Вот Но не Вот Первые Десять часов Первые десять часов Я практически Только разбирался Насыщение Придет гораздо позже Такие дела Все друзья Всех поздравляю Во-первых С наступлением Эпохи Next Gen Потому что Десятого числа Иксбокс Так сказать Выстрелил первым И фактически Объявив наступление Эпохи Next Gen Она случилась Девятнадцатого числа Ждем Поступление PlayStation Вот Ну и Поздравляю Так же Всех Кто ждал Assassin's Creed Valhalla Просто я был Одним из тех Я абсолютно Не разочарован Продолжение Идеи Одиссеи Плюс В моем Любимом Сеттинге Вот Ну понятно С современными Оговорками С современными Взглядами От этого Никуда не деться Как бы с этим Как бы Надо просто нормально Жить и Смотреть на это Тоже без Какого-то негатива Вот Не уподобляться Так сказать Все На этом все Друзья Я чуть отдохну И завтра Тоже Работать Завтра Отдыхаю От стримов Вот И наверное Следующий Будет По Godfall Вот Такие дела Вот Отличная Погода Началась Все друзья Всем пока До хранит всех Один Субтитры Субтитры